Расставшись с Сен-Лу, я при помощи слов вносил известный порядок в неясные мгновения, проведенные с ним. Я говорил себе, что у меня есть верный друг, что верные друзья редки, и, сознавая, что я обладатель труднодостижимого блага, ощущал нечто прямо противоположное хорошо знакомому мне наслаждению, наслаждению извлекать из себя и вытаскивать на свет то, что пряталось в полумраке. Если я два-три часа проводил с Робером де Сен-Лу, и он был в восторге от того, что я ему говорил, я испытывал потом что-то вроде угрызения совести, усталости, сожаления, что я не остался один и не взялся, наконец, за дело. Но я себе уговаривал, что разум дается человеку не для него одного, что величайшим из людей хотелось бы, чтобы их оценили, что я не имею права считать потерянными часы, в течение которых у моего друга создалось высокое мнение обо мне. Я без труда доказывал себе, что должен быть счастлив, и тем сильнее боялся, как бы у меня не отняли счастье, что я его не ощущал. Ничего мы так не страшимся, как исчезновение радостей, существующих вне нас, потому что они не подвластны нашему сердцу. Я чувствовал, что способен дружить больше, чем многие другие, потому что счастье моих друзей я всегда ставил бы выше личных интересов, за которые так держатся другие, и которые ничего не значили для меня. Но меня не могло бы радовать чувство, которое, вместо того, чтобы подчеркивать различия между моей душой и душами других людей, а души у нас не похожи, сглаживало бы это различие. Зато временами мысль моя обобщала Сен-Лу, различала в нем тип барина, существо, которое, как некий дух, приводит его в действие, руководит его движениями и поступками. В такие минуты, хотя он был со мной, я чувствовал себя одиноким, как перед картиной природы, гармоничность которой была для меня ясна. Сен-Лу превращался тогда в неодушевленный предмет, и я углублялся в его изучение. Вновь и вновь, открывая в нем это старшее, многовековой давности существо, этого аристократа, на которого Робер как раз не хотел походить, я испытывал большое удовольствие. Но это удовольствие доставлял мне мой ум, а не дружба. В душевной и физической легкости, благодаря которой любезность Сен-Лу казалась особенно прелестной, в непринужденности, с какой он предлагал экипаж моей бабушки и затем подсаживал ее, в ловкости, с какой он, боясь, что мне холодно, спрыгивал с козел, чтобы накинуть мне на плечи свое пальто, я ощущал не только наследственную прыткость знаменитых охотников, каких было много в роду этого юноши, ценившего только интеллект, их презрение к богатству, которое, сосуществуя в нем желанием быть богатым, единственно для того, чтобы как можно лучше принять друзей, заставляло его небрежно бросать к их ногам окружавшее его великолепие. Прежде всего я угадывал во всем этом уверенность или же самообман вельмож, считавших, что они выше других, и потому не могших передать Сен-Лу по наследству, желание показать, что он такой же, как все, на самом деле несвойственную ему боязнь, как бы о нем ни подумали, что он перед кем-нибудь заискивает, боязнь, от которой становится такой уродски уродливой и неуклюжей самая искренняя плебейская любезность. Временами я упрекал себя в том, что мне доставляет удовольствие смотреть на моего друга как на художественное произведение, то есть представлять себе, что все части его существа приведены одна с другой в соответствие и управляются общей мыслью, на которой они держатся, но которой он не знает и которая, следовательно, ничего не прибавляет к его достоинствам, к его умственной и духовной ценности, хотя он придавал ей такое большое значение. А между тем его достоинства отчасти проистекали из этой общей мысли. Именно потому, что он был дворянин, в его умственной деятельности, в его влечении к социализму, составлявшем его искать общество молодых студентов, плохо одетых, но с претензиями, было что-то действительно чистое и бескорыстное, отсутствовавшее у студентов. Считая себя наследником невежественной и себелюбивой касты, он искренне хотел, чтобы они простили ему его аристократическое происхождение, а их оно, напротив, прельщало, и они тянулись к нему, хотя и прикидывались в его присутствии надменными и даже заносчивыми. По тому же самому он заигрывал с людьми, от которых, по мнению моих родителей, приверженцев к амбрейской социологии, он должен был бы отвернуться. Однажды из парусиновой палатки, около которой мы с Сен-Лу сидели на песке, посыпались проклятия на головы евреев, которыми был наводнен Бальбек. — Здесь шагу нельзя ступить без того, чтобы не наткнуться на еврея, — говорил чей-то голос. — Я не являюсь принципиальным, непримиримым врагом еврейской национальности, но здесь от нее не продохнешь, только и слышишь. Абрам, я уже видел Янкеля. Можно подумать, что ты на улице Абу-Кира. Человек, громивший Израиль, вышел, наконец, из палатки, и мы подняли глаза на антисемита. Это был мой приятель Блок. Сен-Лу сейчас же попросил меня напомнить ему, что они встречались на конкурсе лицеев, на котором Блок получил награду, а после — в Народном университете. Меня слегка забавляло влияние иезуитов, проявлявшиеся у Робера, в той напряженности, какую вызывала в нем боязнь обидеть кого-нибудь из его друзей-интеллигентов, нарушавшего светские приличия, попадавшего в смешное положение. Он сам не придавал этому никакого значения. Он был уверен, что тот покраснел бы, если бы заметил свой промах. И краснеть приходилось Роберу. Точно виноват был он, как, например, в тот день, когда Блок, обещав прийти к нему в отель, добавил, «Я терпеть не могу показной шик этих громадных караван-сараев. От цыган мне может сделаться дурно, так что вы скажите Лайф Теру, чтобы он велел им замолчать и немедленно доложил вам». Меня не очень радовал приход Блока в отель. В Бальбеке он, к сожалению, был не один, а со своими сестрами, у которых здесь было много родни и друзей. Эта еврейская колония была не столько приятна, сколько живописна. В Бальбеке было то же самое, что и в некоторых странах, в России, в Румынии, где, как сказано в учебнике о географии, еврейское население не пользуется такой благосклонностью и не ассимилировалось до такой степени, как, например, в Париже. Когда двоюродные сестры и дяди Блока, или их единоверцы мужского и женского пола, державшиеся всегда вместе и не допускавшие примеси чужеродного элемента, шли в казино, одни на бал, другие, направляясь к Баккара, то это было шествие однородное, шествие людей, ничего общего не имевших с теми, которые на них смотрели, и которые встречали их здесь ежегодно, никогда, однако, не здороваясь. А это мог быть и круг Гаважо, и клан председателя суда, и крупные и мелкие буржуа, и даже простые парижские торгаши, дочери которых, красивые, гордые, надменные, насмешливые, настоящие француженки, точно статуи в Реймсе, не захотели бы смешаться с этой оравой невоспитанных девок, до того строго следовавших курортным модам, что у них всегда был такой вид, как будто они возвращаются с слова креветок или собираются танцевать танго. Что касается мужчин, то, несмотря на великолепие их смокингов и лакированных ботинок, их резко выраженный тип приводил на память работы художников, которые претендуют на глубокое знание материала, и, берясь иллюстрировать Евангелие или Тысячу и одну ночь, селятся представить себе страну, где происходит действие, и изображают апостола Петра или Али Бабу точь-в-точь с таким лицом, как у самого толстого бальбекского Понтера. Блок познакомил меня со своими сестрами. Он обращался с ними до последней степени грубо, не давал им рта раскрыть, а сестры заливались хохотом при каждой выходке брата, их божества и кумира. Значит, вероятно, и в этой среде, как и во всякой другой, а может быть, даже больше, чем во всякой другой, были свои развлечения, достоинства и добродетели. Чтобы в этом удостовериться, нужно было в нее проникнуть. Но она не производила приятного впечатления, и она это чувствовала. Она видела в этом проявление антисемитизма и выступала против него с сомкнутым строем, сквозь который никто, впрочем, и не думал пробиваться. Что касается Лайфта, то это уже не могло удивить меня, потому что несколько дней назад Блок, спросив, зачем я приехал в Бальбек, то, что он сам находится здесь, представлялось ему вполне естественным. Не надеюсь ли я завязать здесь знакомство в высших кругах? И, узнав от меня, что путешествие в Бальбек было моей давней мечтой, менее, впрочем, страстной, чем путешествие в Венецию, заметил. Да, конечно, туда стоит поехать для того, чтобы пить с красивыми женщинами сиропы, делая вид, что читаешь «Камни Венеции» лорда Джона Рескина, нестерпимого пустозвона, скучнейшего чудачины. «Читаешь Рескина» Книга Рескина «Камни Венеции», посвященная художественным памятникам этого города, вышла в 1853 году. По-видимому, Блок был уверен, во-первых, что в Англии все лица мужского пола — лорды, а во-вторых, что буква «И» всегда произносится там «Ай». Сен-Лос считал, что это неверное произношение особого значения не имеет. Он расценивал это главным образом как незнание правил хорошего тона, который он презирал именно потому, что сам знал их в совершенстве. Но, боясь как бы Блоку в один прекрасный день не объяснили, что нужно говорить «Венеция» и что Рескин не лорд, и как бы Блок не подумал, что он тогда в глазах Робера оскандалился, Робер почувствовал себя виноватым, как будто он не обнаружил должность нисходительности, хотя он был как раз чересчур снисходителен, и краска стыда, которая, конечно, залила бы лицо Блока в тот день, когда он узнал бы о своей ошибке, заранее покрыла лицо Робера. Робер был убежден, что Блок придает больше значения своему промаху, чем он. Блок спустя некоторое время в этом и расписался, перебив меня, когда я сказал «лифт». «Ах, так надо говорить «лифт»,» и сухо с надменным видом произнес. «Впрочем, это совершенно неважно», произнес фразу, похожую на рефлекс, фразу, которую произносят все самолюбивые люди как в серьезных, так и в пустячных случаях жизни, фразу при любых обстоятельствах, показывающую, каким на самом деле важным представляется человеку то, о чем он говорит, как о неважном, фразу, иной раз трагическую, горькую, и тогда она первая излетает из уст сколько-нибудь гордого человека, которому отказывают в услуге, отнимая у него последнюю надежду. Да это же совершенно неважно, я как-нибудь иначе выйду из положения. Иным выходом из положения, на который толкает это нечто совершенно неважное, может быть и самоубийство. Затем Блок наговорил мне много очень приятных вещей. Видимо, ему хотелось быть со мной как можно любезнее. Все же он спросил меня, это истяготение к дворянству, дворянству, по правде сказать, второсортному, но ведь ты же всегда был наивен, ты дружишь с Сен-Луан-Бре, ты, наверное, сейчас переживаешь адский приступ снобизма, скажи, ты сноб? Ведь правда, сноб? Блок не расхотел быть со мной любезным, но он был, если воспользоваться не совсем правильным выражением, дурно воспитан, и этого своего недостатка он не замечал, и уж во всяком случае ему не могло прийти в голову, что недостаток этот может коробить других. Среди людей обычность одинаковых достоинств не более поразительна, чем многообразие особых недостатков. Уж, конечно, наиболее широко распространен не здравый смысл, а доброта. Мы любуемся тем, как она, несеянная, расцветает в самых заброшенных, в самых глухих углах, точно маг в дальнем поле, ничем не отличающийся от других маков, хотя он никогда их не видел и знал лишь ветер, время от времени колыхавший его одиноко краснеющую шапочку. Даже если доброта, обреченная на бездействие своей корысти, никак себя не проявляет, тем не менее она существует, и когда, например, при чтении романа или газеты ее не сдерживает эгоистическое побуждение, она зреет, она распускается даже в душе убийцы, любителя романов с продолжением, которые всегда бывают на стороне слабого, на стороне правого и гонимого. Но разнообразие недостатков не менее удивительное, чем схожесть достоинств. У каждого столько недостатков, что для того, чтобы не разлюбить человека, нам приходится смотреть на них сквозь пальцы и прощать их ради достоинств. У самого прекрасного человека может быть недостаток, который коробит нас или возмущает. Один на редкость умен, во всем видит хорошее, ни о ком плохо не говорит, но может проносить в кармане очень важное письмо, которое сам же вызвался опустить, а потом вы из-за него пропускаете свидание, от которого многое зависит, и он даже не находит нужным извиниться, да еще улыбается. Он, видите ли, гордится тем, что у него нет представления о времени. Другой чуток, мягок, деликатен, сообщает вам только что-нибудь приятное, но вы чувствуете, что он умалчивает о неприятном, что он копит неприятное в своем сердце, и там оно у него загнивает, и ему так хорошо с вами, что он готов просидеть у вас до тех пор, пока вы не свалитесь от усталости. Третье, откровение, но его откровенность доходит до того, что он не применит довести до вашего сведения, что в тот день, когда вы, отговорившись нездоровьем, не пришли к нему, вас видели входящим в театр, и вы хорошо выглядели, или что ваше содействие пригодилось ему лишь отчасти, да и то потом, кроме вас, еще три человека обещали ему свое содействие, и поэтому особой признательности он к вам не испытывает. В таких случаях второй притворился бы, что понятия не имеет о том, что вы были в театре, и не сказал бы вам, что не только вы, но и другие пришли бы ему на помощь. Третий друг испытывает потребность повторять или рассказывать другим что-нибудь крайне вам неприятное, гордится тем, что он такой прямолинейный, и твердо заявляет, «Уж какой я есть!» Иные надоедают вам непрошенным любопытством или уж полнейшим нелюбопытством, и этим вы можете рассказывать о каком-нибудь чрезвычайном происшествии, а они даже не поинтересуются, в чем собственно дело. Иные по месяцам не отвечают на ваши письма, если они касаются вас, а не их. Или же предупредят вас, что придут к вам с просьбой, и вы зря просидите дома, потому что они так и не придут, и вы напрасно прождете их две-три недели, только из-за того, что не ответили на их письмо, хотя оно и не требовало ответа, а они решили, что вы на них сердиты. Некоторые, если им весело и хочется провести с вами время, хотя бы у вас было срочное дело, думая только о себе и нисколько о вас, рассказывать что-нибудь, не давая вам вставить слово, но если их раздражает погода, или если они в дурном настроении, вы из них слова не вытянете. Все ваши усилия разбиваются об их истомную лень, и они даже не дают себе труда отвечать вам хотя бы односложно, как будто они вас не слышат. У каждого из наших друзей столько недостатков, что для того, чтобы не разлюбить их, нам приходится утешаться тем, что они талантливы, добры, ласковы, или, призвав на помощь всю свою волю, смотреть на их недостатки сквозь пальцы. к сожалению, над снисходительным упорством, с каким мы стараемся не замечать пороки нашего друга, берет вверх упорство, с каким наш друг предается этим порокам, то ли потому, что он сам ослеплен, то ли потому, что он считает слепыми других, он не видит своих пороков или воображает, что их не видят другие, опасность не понравится, проистекает главным образом и с трудностью установить, что у вас незаметно, а потому, по крайней мере, из предосторожности, никогда не следует говорить о себе, ибо вы можете быть уверенным, что на этот предмет у вас с любым собеседником будут разные точки зрения. Когда мы входим в настоящую жизнь другого человека, в действительный мир, находящийся внутри мира видимого, мы бываем поражены так, словно проникли в дом, снаружи ничего собой не представляющий, но где полным-полно драгоценностей, отмычек, трупов, и в не меньшей степени бываем поражены, когда вместо образа, какой мы создали, руководствуясь тем, что слышали от многих из разговора, который они вели о нас в нашем отсутствии, складывается совершенно иной образ, свидетельствующий о том, что они представляют себе нашу жизнь и нас самих по-другому. Следовательно, когда мы говорим о себе, мы можем быть уверены, что наши безобидные и осторожные слова, которые были выслушаны внешне почтительно, и даже встретили неискреннее одобрение, породят злые или веселые, но во всяком случае, неблагоприятные для нас толки. наименьший риск это вызвать раздражение несоответствием нашего представления о самих себе, нашим словам, несоответствием, в силу которого суждения людей о самих себе обычно так же смешны, как мурлыканье горе-любителей пения, которые испытывают потребность напевать любимый мотив и силятся восполнить нечленораздельное свое урчание выразительной мимикой и написанным на лице восторгом, которые мы не можем разделить. К дурной привычке говорить о себе и о своих недостатках надо прибавить другую, тесно с ней связанную, отыскивать у других те же самые недостатки, которые есть у нас. Именно об этих недостатках мы говорим постоянно. Это дает возможность говорить о себе, хотя и не прямо. Возможность, сочетающая в себе удовольствие самооправдания с удовольствием самообвинения. Впрочем, должно быть наше внимание, которое всегда привлекают характерные наши черты, яснее всего различают эти же черты и у других. Близорукий говорит о другом близоруком, да он почти не видит. Чахоточный сомневается, здоровы ли легкие у самого крепкого человека. У нечистоплотного только разговору, что о людях, которые не моются. От человека от самого плохо пахнет, а он жалуется на тяжелый воздух. Обманутый муж повсюду видит обманутых мужей. Женщина легкого поведения, женщин легкого поведения, сноб снобов. притом всякий порог, равно как и вся профессия, требует от человека и развивает в нем специальные знания, которыми он не прочь щегольнуть. Обличенный властью унюхивает обличенных властью. Портной, которого вы пригласили к себе, не успев заговорить с вами, уже определил стоимость материи, с которой сшит ваш костюм. и в пальцах у него зуд, ему так и хочется пощупать его. А если вы, поговорив несколько минут с зубным врачом, спросите его, какого он о вас мнения, он скажет, сколько у вас плохих зубов. Это представляется ему самым важным, тогда как вам, заметившим плохие зубы у него, это кажется в нем самым смешным. Мы верим, что другие слепы, не только когда говорим о себе, мы действуем так, как будто они слепы. У каждого из нас есть особый бог, и он скрывает от нас наши недостатки, или обещает, что их никто не заметит, подобно тому, как он закрывает глаза и затыкает ноздри людям, которые не моются, чтобы они не знали, что у них грязные уши, не чувствовали, что из подмышек у них пахнет потом, и уверяет их, что они смело могут идти куда угодно, никто не обратит внимания, а те, что носят или дарят поддельный жемчуг, воображают, что его примут за настоящий. Блок был дурно воспитан, он был невропатом, снобом, принадлежа к малопочтенному семейству, он, как на дне моря, испытывал на себе бесчисленное множество давлений, и давили на него не только державшиеся на поверхности христианей, но и слои еврейских каст, которые занимали более высокое положение, чем его каста, и каждая из которых подавляла своим величием ту, что находилась как раз под ней. Чтобы выбраться на свежий воздух сквозь пласты еврейских семейств, Блоку понадобилось бы несколько тысячелетий, надо было искать другой выход. Когда Блок заговорил со мной о том, что я будто бы переживаю приступ снобизма, и добивался от меня ответа на вопрос «Сноб я или нет?», я мог бы ему ответить «Будь я снобом, я бы с тобой не знался». Но я только заметил, что он не слишком любезен. Он стал извиняться, но так, как извиняется дурно воспитанный человек, которому доставляет огромное удовольствие повторять свои слова, тем самым оттеняя их, тушь меня прости, говорил он мне при каждой встрече. Я тебя огорчил, я причинил тебе боль, я был с тобой жесток, без всякой причины. И все же человек вообще и твой друг в частности странное животное. Ты не можешь себе представить, как нежно, несмотря на мои злые шутки, я тебя люблю. Часто думая о тебе, я плачу именно от нежности. И тут он всхлипнул. Еще больше, чем дурные манеры, меня удивляло, что он был очень неровен, как собеседник. Этот разборчивый мальчишка, говоривший о наиболее читаемых писателях, полный идиот, круглый дурак, иногда весело рассказывал анекдоты, в которых не было ничего смешного, и ссылался, как на действительно замечательного человека, на совершеннейшую бездарность. Эта довольственность, проявлявшаяся у него в суждениях об уме человека, об его достоинствах, об его интересности, удивляла меня до тех пор, пока я не познакомился с Блоком-отцом. Я не предполагал, что мы когда-нибудь удостоимся чести познакомиться с ним. Блок-отец отрицательно отозвался обо мне в разговоре с Сен-Лу, а в разговоре со мной о Сен-Лу. Руберо Блок сказал, что я всегда был ужаснейшим снобом. Да-да, он счастлив, что знаком с Леграунденом, объявил он. Манера выделять то или иное слово являлась у Блока выражением иронии и вместе с тем изысканности. Фамилия Леграндена ничего не говорила с Сен-Лу. Кто это? спросил с удивлением. О, этот человек весьма почтенный, смеясь, ответил Блок, зябко засовывая руки в карманы пиджака, и в эту минуту ему казалось, что он видит перед собой колоритную фигуру из ряда вон выходящего провинциального дворянина, по сравнению с которым провинциальные дворяне Барбе Доревильи ничто. Провинциальные дворяне Барбе Доревильи Большинство произведений французского писателя Барбе Доревильи 1808-1889 таких как «Околдованные» и другие посвящено жизни французской провинции типом провинциальных дворян и священников. Блок не сумел бы нарисовать портрет Леграндена. Он вознаграждал себя тем, что увеличивал число Л в его фамилии и смаковал ее как самое вкусное вино. Это были его субъективные ощущения, никто их с ним не разделял. Если он отрицательно отозвался обо мне в разговоре с Сен-Лу, то ведь столь же отрицательно отозвался он о Сен-Лу в разговоре со мной. Мы на другой же день узнали во всех подробностях, как он нас расписал, хотя мы ничего друг другу не передавали. Мы оба сошли бы это постыдным, а Блок, напротив, считал это вполне естественным и почти неизбежным. Встревоженный, будучи уверен, что сообщает ему и мне то, что мы все равно узнаем, он предпочел забежать вперед и, отведя Сен-Лу в сторону, признался, что говорил о нем плохо нарочно, чтобы ему это передали, поклялся кранионом Зевсом, хранителем тайн, что любит его, что готов отдать за него жизнь и смахну слезу. В тот же день он, выбрав время, когда я был один, покаялся и заявил, что действовал в моих интересах, ибо, по его мнению, некоторые светские знакомства для меня пагубны, и вообще я могу претендовать на лучшее. Тут Блок, расчувствовавшись как пьяный, хотя опьянение ему было чисто нервное, взял меня за руку. Верь мне, сказал он, пусть меня сейчас же схватит черная Кера и увлечет за порог ненавистного людям Гадоса, если вчера, думая о тебе, о комбре, о безграничной нежности, которую я к тебе испытываю, о том, как мы с тобой вместе учились, хотя ты-то этого не помнишь, я не рыдал всю ночь. Кера В греческой мифологии керами назывались злые демоны ночи, иногда олицетворяющие смерть и вообще всяческое зло. Гадос, то же, что Плутон, владыка преисподней, греческая мифология. Да, всю ночь клянусь тебе, но, увы, я знаю человеческую душу, и я убежден, что ты мне не веришь. Я и в самом деле не верил. Клятва с упоминанием Керы не придавала большого веса его словам, которые, как мне подсказывало мое чутье, он только сейчас придумал, ибо эллинский культ был у Блока чисто литературным. Расчувствовавшись и желая, чтобы кто-нибудь другой расчувствовался от его лжи, он всякий раз восклицал «Клянусь тебе!» Впрочем, он произносил эти слова не столько потому, что непременно хотел убедить другого в своей искренности, сколько потому, что, когда он лгал, он испытывал какое-то истерическое наслаждение. Я не верил ему, но не сердился, потому что унаследовал черту моей мамы и бабушки. Я не возмущался даже теми, кто поступал гораздо хуже и никогда никого не осуждал. Впрочем, о Блоке нельзя было сказать, что он безнадежно испорчен. Он мог быть и очень мил. И с тех пор, как камбрейское племя, к которому принадлежали люди такой безупречной порядочности, как моя бабушка и моя мать, почти вымерло, и у меня не осталось иного выбора, кроме как между честными животными, бесчувственными и преданными, самый звук голоса которых сразу дает понять, что ваша жизнь их совершенно не интересует, и другой породы людей, которые, пока они с вами, понимают вас, обожают вас, умиляются до слез. Несколько часов спустя вознаграждают себя за это жестокой шуткой над вами, а затем возвращаются к вам все такие же чуткие, такие же очаровательные, также мгновенно к вам приноравливаются. Я, пожалуй, что отдаю предпочтение этому сорту людей, отдаю не потому, чтобы они были лучше по душе, а потому, что их общество мне нравится больше. Ты не представляешь себе, как я страдаю, когда думаю о тебе, продолжал Блок. В сущности, эта черта очень еврейская, насмешливо добавил он и прищурил один глаз, словно ему предстояло определить с помощью микроскопа бесконечно малое количество еврейской крови. Так мог бы сказать, но никогда не сказал бы французский вельможа, среди предков которого самых настоящих христиан был ведь и Самуил Бернар, а если идти по восходящей линии дальше, то и богоматерь, от которой якобы ведет свое происхождение, род Леви. Самуил Бернар, 1651-1739, французский финансист, он не раз оказывал значительные денежные услуги Людовику XIV, за что получил от короля дворянское звание. Богоматерь, от которой якобы ведет свое происхождение, род Леви. Согласно церковной легенде, род Марии восходит к двум коленам Израилевым, Леви и Иуды. Мне доставляет некоторое удовольствие открывать в себе чувства, правда их совсем не так много, которые могут быть объяснены моей еврейской национальностью. Он сказал эту фразу, так как ему казалось остроумным и вместе с тем смелым говорить правду о своей расе, правду, которую он пользуясь тем же случаем, старался особым образом смягчать, подобно скупцам, которые решаются расплатиться с долгами, но у которых хватает духу заплатить не больше половины. Этот род обмана, который заключается в том, что у нас хватает смелости высказать правду, непременно примешав к ней изрядную долю лжи, искажающей правду. Распространен шире, чем это кажется, и даже те, кто обыкновенно им пренебрегает, при какой-нибудь невзгоде, в особенности сердечной, обращаются к нему. Все эти тайные выпады блока против меня в разговорах с Сен-Лу и против Сен-Лу в разговорах со мной кончились приглашением на обед. Я не ручаюсь, что он не предпринял сначала попытки позвать Сен-Лу одного. Такая попытка правдоподобна, а следовательно, возможна. Успехом она, однако, не увенчалась, потому что однажды блок сказал мне и Сен-Лу. Дорогой мэтр и вы всадник любимец Ореса де Сен-Лу Амбре укоротитель коней, раз уж я встретил вас в теннозвучных владениях амфитриды под тентами минье на быстрокрылых кораблях, то не угодно ли вам обоим прийти откушать на этой седмице к доблестному моему отцу, славящемуся чистотою своей души? Орес бог войны в греческой мифологии Амфитрида богиня моря у древних греков Он звал нас, потому что хотел поближе сойтись с Сен-Лу. Он надеялся, что Сен-Лу введет его в аристократические круги. И если бы захотел проникнуть туда я и ради самого себя, блок усмотрел бы в этом проявление самого мерзкого снобизма, вполне соответствовавшим мнению, какой он себе составил об одной черте моего характера, которую он, однако, не считал, по крайней мере, до сих пор основной. Но в том же самом желании, возникшем у него, он видел доказательство благородной пытливости его ума, жаждущего новой социальной среды, впечатления от которой, быть может, пригодились бы ему как писателю. Блок-отец, узнав, что его сын собирается привезти обедать своего приятеля, имя и титул которого он произнес саркастически хвостлива, маркиз де Сен-Лу-Ан-Бре, был потрясен. Маркиз де Сен-Лу-Ан-Бре, ах, разрази его, выруглся он, так всегда выражался у него предел почтительности к высшим кругам, и бросил на сына, сумевшего завязать такое знакомство, восхищенный взгляд, которым он хотел сказать, ну и удивил, неужели этот вундеркинд мой сын, и который доставил моему товарищу такое же удовольствие, как если бы его ежемесячное содержание увеличилось на пятьдесят франков. Дело в том, что дома Блок чувствовал себя неважно. Он знал, что отец смотрит на него, как на свихнувшегося из-за его увлечения Аликонтом де Лилем, Иридиа и прочей тому подобной богемой. Но знакомство с Сен-Луан-Бре, отец которого председатель компании Суэцкого канала, ах, разрази его, это приобретение бесспорное. Иридиа Жозе-Мария 1842-1905 Французский поэт, близкий к парнастской школе. Председатель компании Суэцкого канала Компания Суэцкого канала, открытого в 1869 году, была основана в 1858 году французским дельцом Лесепсом и носила международный характер, но на первых порах главная роль принадлежала в ней французскому капиталу. Вот только жаль, что побоялись испортить и потому оставили в Париже стереоскоп. Только Блук-отец умел, или, по крайней мере, имел право пользоваться им, да и показывал тон его изредка с заранее обдуманным намерением в дни, когда звались гости и дополнительно нанималась мужская прислуга. Таким образом, стереоскопические эти сеансы являлись как бы знаком особого внимания, особого благоволения к гостям, а устраивавшему сеансы хозяину дома они придавали такой же вес, какой придает человеку талант, точно и снимки дел, и аппарат изобрел он сам. Вы не были вчера у Соломона? спрашивали друг друга родственники. Нет, я в число избранных не попал. А что там было? Крик, шум, стереоскоп и разные штучки-мучки. Ах, и стереоскоп! Тогда жаль, что меня не было. Я слыхал, Соломон здорово показывает. Ну, ничего, сказал сыну Блок, не все сразу, это будет для него приманкой на будущее. Отеческая нежность Блока доходила до того, что, желая порадовать сына, он подумывал, не выписать ли стереоскоп. Но времени уж фактически не было или казалось, что не было. А между тем, обед пришлось отложить из-за нас. Сен-Лу поджидал дядю, который собирался пробыть два дня у маркизы де Вильпаризи. Дядя очень увлекался физическими упражнениями, особенно ходьбой на далекие расстояния, и он хотел большую часть пути от замка, где он отдыхал, пройти пешком, ночуя на фермах, а потому никто не мог бы сказать определенно, когда именно он дойдет до Бальбека. Сен-Лу, боясь выйти из отеля, просил меня даже отправлять из Энкарвиле, где была телеграфная контора, телеграммы его любовницы, а посылал он их ежедневно. Дядю звали Паламет, это имя он унаследовал от предков князей сицилийских. Паламет, это имя он унаследовал от предков князей сицилийских. В XI веке на Сицилии было образовано княжество, затем королевство норманов. В XIII веке островом стала владеть Анжуйская династия. Имя Паламет, восходящее герою греческих сказаний об осаде Трои, было довольно популярно в средние века. Позднее, прочтя в книге по истории, что какой-нибудь подеста или князь церкви носил то же имя, эту прекрасную модель эпохи Возрождения, а по мнению иных подлинно античную, всегда остававшуюся в семье, переходившую из рода в род, от собрания Ватикана, дошедшую до дяди моего друга, я испытывал наслаждение, достающееся выдел тем, у кого нет денег, чтобы собирать коллекцию медалей, пинокотеку, кто довольствуется розысками старых имен, имен местностей, имен подлинных и разноцветных, как старые карты, как общий вид, знамя или свод правовых обычаев, имен данных прикрещений, где в красивых французских окончаниях звучат и слышатся недостатки языка, просторечные интонации, неправильности произношения, все те искажения, которым наши предки долго подвергали латинские и саксонские слова, и которые с течением времени стали верховными законодателями для грамматик. Словом, кто, благодаря таким коллекциям старинных звучаний, устраивает для себя концерты, подобны людям, покупающим виола да гамба или виола да море, чтобы исполнять на старинных инструментах музыку былых времен. Подеста, правитель города в Центральной и Северной Италии в Средние века. Сен-Лу сообщил мне, что даже в замкнутом аристократическом кругу его дядя Паламет славится своей необыкновенной неприступностью, что он надменен, гордится своей знатностью и что он, жена его брата и еще несколько избранников, образовали так называемый клуб фениксов. Но и там он так всех запугал своей заносчивостью, что прежде бывали случаи, когда люди из высшего общества просили познакомить их с ним, его родного брата, и нарывались на отказ. Нет, вы уж меня не просите, чтобы я вас представила моему брату Паламеду. Моя жена, мы все здесь бессильны. Или он будет с вами нелюбезен, а мне бы этого не хотелось. Вместе со своими друзьями он составил список членов Джокер-Клоба, с которыми он ни за что на свете не стал бы знакомиться, в список попали двести человек, а у графа Парижского он за свою элегантность и за свое высокомерие получил прозвище «Принц». Сен-Лу рассказывал рассказывал мне о давно минувшей молодости своего дяди. Каждый день дядя приводил женщин на холостяцкую квартиру, которую он нанимал вместе с двумя приятелями, такими же красавцами, как он, за что их и прозвали «тремя грациями». Как-то один человек, который теперь, как сказал бы Бальзак, очень на виду в Сен-Жермёнском предместе, а в первоначальный, довольно мрачный период проявлял странные наклонности, попросил моего дядю отвезти его к себе на холостяцкую квартиру. Но не успел он туда войти, как начал объясняться в любви не женщинам, а моему дяде Паламеду. Дядя сделал вид, что не понял, под каким-то предлогом увел двух своих приятелей в соседнюю комнату, потом они вернулись, схватили преступника, раздели, избили до крови и в десятиградусный мороз вышвырнули на улицу. Там он был найден полумёртвым. Началось следствие, и бедняге с невероятным трудом удалось замять это дело. Теперь мой дядя не учинил бы столь жестокой расправы. Более того, ты не можешь себе представить, скольких простолюдинов он, такой гордый, с людьми светскими, обласкал, скольким оказал протекцию, не рассчитывая на благодарность. Он находит место в Париже лакею, который прислуживал ему в отеле, даёт деньги крестьянину на обучение ремеслу. Это даже скорее мило в нём, особенно по контрасту с его поведением в свете. Сен-Лу принадлежал к числу светских молодых людей, которые уже достигли такой высоты, что могли позволить себе выражение вроде «это даже скорее мило в нём, это его хорошая сторона». А из этих диковинных зародышей очень скоро потом вырастал взгляд на вещи, согласно которому ты ничто, а народ всё, словом, полная противоположность плебейской гордости. Говорят, нельзя себе представить, как он в молодости задавал тон, каким он был законодателем для всего общества. Он при любых обстоятельствах делал только то, что ему было очень приятно, очень удобно, и ему наперебой начинали подражать снобы. Если в театре его мучила жажда, и ему приносили питьё в ложу, то на следующий день во всех маленьких комнатках при каждой ложе стоял строй бутылок с прохладительными напитками. Как-то дождливым летом он заболел ревматизмом в лёгкой форме, и он заказал себе пальто из тонкой, но тёплой вегонии, из которой делается только дорожное одеяло, а ему понравились синие и оранжевые полосы на этой ткани. После этого знаменитым портным клиенты сейчас же стали заказывать синие мохнатые пальто с бахромой. Если дядя почему-нибудь хотел, чтобы не было никакой торжественности за обедом в замке, куда он приезжал на целый день, и с целью подчеркнуть это, он не брал с собой фрака и садился за стол в том самом пиджаке, в котором ходил до обеда, то сейчас же становилось модным обедать за городом в пиджаке. Если он ел пирожное не ложечкой, а вилкой, или же приспособлением собственного изобретения, которое он заказывал ювелиру или пальцами, то есть иначе уже не полагалось. Ему захотел снова послушать некоторые квартеты Бетховена. Несмотря на все свои нелепые затеи, он далеко не глуп и очень талантлив. И он сговорился с музыкантами, чтобы они каждую неделю играли их ему и его друзьям. В тот же год высшей степенью изысканности считалось устраивать малолюдные вечера, на которых исполнялась камерная музыка. Вообще я уверен, что скучать ему не приходилось. Такой красавец, как он, не мог не иметь успеха у женщин. Я не сумел бы вам сказать у кого именно, потому что он очень скрытен. Знаю только, что он ловко обманывал мою бедную тетку. И тем не менее он был с ней необыкновенно мил, она его обожала, и он долго потом оплакивал ее. В Париже он бывает на кладбище почти ежедневно. На другой день после того, как Робер, напрасно прождав дядю, все это мне про него рассказал, я шел один в отель мимо казино, и вдруг почувствовал, что кто-то на меня смотрит вблизи. Я обернулся и увидел мужчину лет сорока, очень высокого и довольно плотного, с очень черными усами. Нервно похлопывая тросточкой по брюкам, он не спускал с меня глаз, расширившихся от пристальности. По временам их просверливал и вдоль и поперек чрезвычайно живой взгляд. Так смотрит на незнакомца человек, почему-либо наведенный им на мысли, которые никому другому не пришли бы в голову, например, сумасшедший или шпион. Бросив на меня последний взгляд, дерзкий и вместе с тем осторожный, глубокий и быстрый точно выстрел, так стреляют перед тем, как броситься бежать, он огляделся по сторонам, внезапно принял рассеянный и надменный вид, круто повернулся и начал читать афишу, что-то напевая и поправляя пышную розу в петлице. Затем вынул из кармана записную книжку, сделал вид, что списывает название пьесы, объявленной в афише, несколько раз посмотрел на часы, надел на глаза черное канатье, приставил к нему руку козырьком, как бы высматривая кого-то, сделал недовольный жест, который означал, что ждать ему надоело, но который люди не делают, если они действительно ждут, потом, сдвинув на затылок шляпу, под которой оказалась четко коротко острижных волос, что не исключало, однако, что с боков у него могли быть довольно длинные волнистые голубиные крылья, он шумно вздохнул, как вздыхают люди, которым совсем не так жарко, но которые хотят показать, что они задыхаются от жары. Я подумал, что это гостиничный жулик, что он, может быть, уже несколько дней следит за бабушкой и за мной, чтобы нас ограбить, и сейчас убедился, что я понял, зачем он меня караулит. Быть может, только для того, чтобы сбить меня с толку, он и старался, переменив позу, изобразить рассеянность и безучастность, но он так резко это подчеркивал, что казалось, будто он задался целью не только усыпить мою бдительность, но и отомстить за обиду, которую я нечаянно ему причинил, не столько создать впечатление, что он меня не видит, сколько показать, что я ничтожество, на которое не стоит обращать внимание. Он вызывающе выпячивал грудь, поджимал губы, подкручивал усы, а в его взгляде было что-то глубоко равнодушное, недоброе, почти оскорбительное. Словом, выражение лица у него было до того странное, что я принимала его то за вора, то за душевнобольного, а его костюм с иголочки был несравненно строже и несравненно проще, чем у всех бальбекских купальщиков, и при взгляде на него я перестал краснеть за мой пиджак, который так часто унижала ослепительная и пошлая белизна их пляжных костюмов. Навстречу мне шла бабушка. Мы погуляли вдвоем, а через час, когда я ждал ее около отеля, куда она зашла на минутку, я увидел, что из отеля выходят маркиза Ди Виль-Паризи с Робером де Сен-Лу и тем самым незнакомцем, который смотрел на меня, не отрываясь около казино. Бостротой молнии пронзил меня его взгляд, как и в тот момент, когда я обратил на него внимание впервые, и, словно не заметив меня, опять слегка опустился и, утратив остроту, стал смотреть прямо перед собой, подобно тому безразличному взгляду, который притворяется, что ничего не видит вовне и не выражает того, что внутри. Взгляд, говорящий лишь о том, как приятно ему ощущать вокруг себя ресницы, которые он раздвигает ханжескую своей округлостью, взгляд богомольный и слащавый, какой бывает у иных лицемеров, фатовской взгляд, какой бывает у иных глупцов. Я заметил, что этот человек переоделся. Теперь на нем был костюм потемнее, настоящая элегантность, конечно, ближе к простоте, чем ложная, но тут было и нечто другое. Вблизи чувствовал, что одежда почти бескрасочная не потому, чтобы человек, изгнавший краски, был к ним равнодушен, а скорее потому, что по каким-то соображениям он предпочитает от них отказаться. Казалось, будто строгость, какую отличался его костюм, скорее есть следствие приверженности определенным правилам, чем нелюбви к яркости. Темно-зеленая ниточка в ткани его брюк гармонировала с полосками на носках, и только эта тонкость и указывала на живость вкуса. Всюду он был приглушен, а здесь ему из милости сделали уступку. Что же касается красного пятнышка на галстуке, то оно было незаметно, как вольность, на которую мы не отваживаемся. А-а-а, здравствуйте! Позвольте вам представить моего племянника, барона Германского, обратилась ко мне маркиза де Вильпорези, а в это время незнакомец, не глядя на меня, пробормотал нечленораздельное, очень приятно. Затем, чтобы дать почувствовать, что его любезность вынужденная, произнес хм-хм-хм. И, согнув мизинец, указательный большой пальцы, протянул мне средний и безымянный, на которых не было колец, и которые я пожал сквозь его шведскую перчатку. Потом, так и не подняв на меня глаз, он повернулся к маркизе де Вильпорези. — Боже ему, я совсем с ума сошла, сказала она, назвала тебя бароном германским. Позвольте вам представить барона де Шарлю. Впрочем, это не такая уж большая ошибка, добавила она. Ты же все-таки германт? Тут подошла бабушка, мы отправились все вместе. Дядя Сен-Лу не только не соблаговорил сказать мне хоть слово, он даже не взглянул на меня. Незнакомцев он оглядывал, во время этой короткой прогулки он раза два-три бросал жуткий, глубокий, зондирующий взгляд на прохожих, людей все незначительных, самого сколько я мог судить, по себе, не смотрел ни секунды. Так сыщик не следит за друзьями, потому что это ему не вменяется в обязанность. Между ним бабушка и маркизе де Вильпорези завязался разговор, а я пошел сзади с Сен-Лу. Скажите, я не ослышался? Маркизе де Вильпорези сказала вашему дядю, что он германт. Ну, конечно, он паламет германский, из тех германтов, у которых есть замок недалеко от Камбре, и которые считают, что они произошли от Женевьевы Брабанской. Женевьева Брабанская, героиня средневековой легенды V-VI веков, сохранившейся в пересказе Якова Ворогинского, золотая легенда. Женевьева и ее драматическая судьба живо интересовали в детстве героя повествования Пруста. Смотрите роман по направлению к Свану. Из тех самых. Геральдичнее, чем мой дядя, нет никого на свете. Так вот он объяснил бы вам, что нашим кличем, нашим боевым кличем, которым потом стало Р-С-Т-У-П-И-С- 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 РедвhhO-П-И-С-Т-У-П-И-С-Т-У-П-И-С- style- месте. Он брат нынешнего владельца замка. Так оказалась родственницей германтов, и к тому же очень близкой, та самая маркиза Дивиль-Паризи, которая долгое время оставалась для меня дамой, подарившей мне, когда я был маленький, утку, державшую в клюве коробку шоколада. Дамой, которая была так далека от направления к германту, словно ей не позволялось выйти за пределы направления к мизиглизу, которая казалась мне даже не такой блестящей, как камбрейский оптик, которую я считал ниже его, и которая теперь внезапно повысилась в цене так же сказочно, как обесцениваются иные принадлежащие нам предметы. Причем эти повышения и понижения вносят в нашу юность и во времена нашей жизни еще что-то, сохраняющее от нашей юности, и изменения столь же многочисленные, как овидиевые метаморфозы. Правда, что в этом замке собраны бюсты всех бывших владельцев германта? — Да, это восхитительное зрелище, — насмешливо произнес Сен-Лу. Откровенно говоря, по-моему, это довольно потешно. Но в Германии это будет поинтереснее. Есть очень трогательный портрет моей тетки, написанный Карьером. Карьер Эжен, 1849-1906. Популярный в свое время французский живописец и литограф. — Это так же прекрасно, как у Истлер или Веласкес, — добавил Сен-Лу. В своем рвении Неофита он иногда терял точное представление о величине. Есть там и умилительные картины Гюстава Муро. Моя тетка, племянница вашей приятельницы Маркиза де Вильпаризи, Маркиза воспитала ее, и она вышла замуж за своего двоюрного брата, который тоже доводится племянником моей тетки Вильпаризи, за нынешнего герцога германского. — А кто же ваш дядя? — У него титул барона де Шарлю. По правилам, после смерти моего двоюрного деда, дядя Паламет должен был получить титул принца де Лом, который был у его брата до того, как он стал герцогом германским. В этой семье титулы меняются, как сорочки. Но у дяди на все это особый взгляд. По его мнению, теперь несколько злоупотребляют титулами итальянских герцогов, испавских грандов и так далее. И хотя ему представлялся выбор между то ли четырьмя, то ли пятью титулами принца, он из духа противоречия и желания показать, какой он простой, хотя за этой простотой скрывается великая гордыня, сохранил титул барона де Шарлю. Он так рассуждает. — Нынче все принцы. Надо же хоть чем-нибудь отличаться от других. Я буду носить титул принца только когда предприму путешествие инкогнито. Он утверждает, что нет более древнего титула, чем титул барона де Шарлю. — Чтобы доказать, что этот титул старше титула Монмаранси, которые не по праву называли себя первыми баронами Франции, хотя они всего лишь первые бароны Иль де Франсе, где находилась их вотчина, — Дядя будет вам это втолковывать часами и с удовольствием, ведь он человек, хотя и очень тонкий, очень одаренный, а все же считает это животрепещущей темой для разговора, — улыбаясь, заметил Сен-Лу. Но я не в него, и вы не заставите меня говорить о генеалогии. Что может быть скучнее? Кого это может теперь волновать? Право. Жизнь коротка. Теперь я узнал в этом неумолимом взгляде, который застал меня обернуться у казино, тот самый взгляд, который был обращен на меня в Тан-Сун-Вилле, когда госпожа Сван позвала Жильберту. Вы мне сказали, что у вашего дяди, барона де Шарлю, было много любовниц. А госпожа Сван тоже? Нет, что вы! Он большой друг Свана, всегда горячо защищал его, но ни у кого и в мыслях не было, что он любовник его жены. Если бы Свет узнал, что вы так думаете, это бы всех удивило. Я не решился ему возразить, что если бы в Камбре узнали, что я так не думаю, там это удивило бы всех еще больше. Де Шарлю очаровал бабушку. Правда, он придавал чрезвычайно важное значение вопросам происхождения и положения в обществе, и бабушка это заметила, но отнеслась к этому без той строгости, которая слагается обычно из тайной зависти и из раздражения при мысли, что другой пользуется желанными, но недоступными преимуществами. Напротив, довольная судьбой и нисколько не жалевшая о том, что живет не в таком блестящем обществе, бабушка при ее уме, подмечая недостатки Де Шарлю, отзывалась о нем стоя безразличной, улыбчивой, почти сочувственной благожелательностью, какую мы вознаграждаем объект наших бескорыстных наблюдений за доставляемое удовольствие. А тут к тому же таким объектом был человек, притязание которого она считала, если и незаконными, то во всяком случае своеобычными, довольно резко отличавшими его от тех, что ей уже примелькались. Но аристократические предрассудки бабушка так легко прощала Де Шарлю, главным образом за умственные способности и восприимчивость, которыми он был, видимо, щедро наделен, в отличие от стольких светских людей, служивших Сен-Лу мишенью для насмешек. В противоположность племяннику дядя не пожертвовал предрассудками ради высших устремлений. О Де Шарлю скорее можно было сказать, что он совмещает в себе и то, и другое. Обладатель на правах потомка герцогов Немурских и принцев Ламбальских, архивов, мебели, гобеленов, портретов Рафаэля, Веласкеса, Буше, которые писали его предков, Де Шарлю, имевший основание говорить, что, пробегая семейную хронику, он посещает музей и единственную в своем роде библиотеку, Де Шарлю, напротив, возводил наследие аристократии на степень, с которой племянник не сводил его. И еще, пожалуй, вот что. В меньшей степени идеолог, чем Сен-Лу, менее словоохотливый, смотревший на людей с более реалистической точки зрения, Он не желал терять в их глазах важного слагаемого своего престижа. А престиж не только доставлял его воображению бескорыстное наслаждение, но и нередко служил сильно действующим вспомогательным средством в его практической деятельности. Спор остается нерешенным между людьми этого разбора и теми, кто следует своему идеалу, понуждающему их отказаться от своих преимуществ, с тем, чтобы стремиться только к осуществлению идеала. Подобно художникам, писателям, жертвующим своим мастерством, подобно народам с художественным вкусом, которые увлекаются модерном, народам воинственным, которые становятся инициаторами всеобщего разоружения, подобно пользующимся неограниченной властью правительством, которые демократизируются и отменяют суровые законы, несмотря на то, что чаще всего жизнь не вознаграждает их благородных усилий. Одни утрачивают талант, другие теряют свое многовековое господство, пацифизм иногда порождает войны, снисходительность способствует увеличению преступности. Стремление Сен-Лу к искренности и к раскрепощению нельзя было не признать высшей степени благородным, но, с другой стороны, если судить с практической точки зрения, можно было порадоваться, что его нет у Де Шарлю, потому что он перевез к себе из особняка германтов почти всю чудную резную мебель, а не сменил ее, как его племянник, на обстановку стиль модерн, на лебуров и гильоменов. Правда, идеал Де Шарлю был крайне надуманным, и, если только эти определения подходят к слову «идеал», столько же светским, сколь и художественным. Лишь очень немногие женщины, необыкновенно красивые, высокой культуры, предки которых два века тому назад олицетворяли славу и изящество старого режима, казались ему изысканными. Ему было хорошо только с ними, и восторг его, само собой разумеется, непритворный, подогревался историческими и художественными реминесценциями, сопряженными с их именами. Так знание древнего мира усиливает восхищение ученого Ода и Горация, быть может, уступающей современной поэзии, к которой он остался бы равнодушен. Рядом с хорошенькой Мещаночкой любая из этих женщин была для него точно находящаяся по соседству с современным холстом, изображающим дорогу или же свадьбу, старинная картина, история которой хорошо известна, начиная с того момента, когда ее заказал папа или король, и дальше, когда ее дарили, покупали, отнимали, получали в наследство такие-то и такие-то, с кем связано какое-нибудь событие, по крайней мере, брак, представляющий исторический интерес. Следовательно, наши сведения о картине придают ей особую ценность тем, что усиливают в нас ощущение богатства нашей памяти и познаний. Де Шарлю радовался, что такие же, как у него, предрассудки, не позволявшие этим знатным дамам поддерживать знакомство с женщинами менее чистой крови, сохранили их для его культа невредимыми, совсем их нерастраченным благородством, подобно фасадам XVIII века, поддерживаемым плоскими колоннами розового мрамора, в которых новые времена ничего не изменили. Де Шарлю славил истинное благородство ума и сердца этих женщин, играя на том, что слово «благородство» имеет два значения, и обманывая себя самого ложностью этого неправильного понимания, этой смеси аристократизма, великодушия и артистичности, ложностью, в которой таится соблазн, опасный для таких людей, как моя бабушка, который показался бы очень смешным, более грубой, но зато более наивный предрассудок вельможей, интересующегося только родословным древом и больше ничем, но которая была беззащитна перед личиной интеллектуального превосходства, беззащитна до такой степени, что ей оказалось особенно завидной участь принцев только потому, что их воспитателями могли быть Ла-Брюер или Фенелон. У Гранд-Отеля трое германтов расстались с нами. Они шли завтракать к принцессе Люксембургской. Когда бабушка прощалась с маркизой де Вильпаризи, а Сен-Лу с бабушкой, де Шарлю, до сих пор не сказавший мне ни слова, отошел назад поближе ко мне. «Вечером после ужина я буду пить чай у моей тети Вильпаризи», сказал он. «Надеюсь, вы с бабушкой не откажете мне в удовольствии прийти». Затем он догнал маркизу. Несмотря на воскресный день, Фиакров около отеля стояла не больше, чем в начале сезона. Например, жена нотариуса находила, что каждый день нанимать экипаж только для того, чтобы не ехать к Го-Во-Жо, это ей не по карману, и оставалась у себя в номере. «Что, госпожа Бланде, здорово?» спрашивали у нотариуса. «Ее сегодня не видно. У нее голова побаливает, жарко, гроза. Ей ведь достаточно любого пустяка. Но все-таки вечером вы ее, наверное, увидите. Я советую ей сойти. Это ей только полезно». Я думаю, что приглашая нас к тете, которую он, конечно, предупредил, да и Шарлю хотел загладить неучтивость, которую он допустил по отношению ко мне во время утренней прогулки. Но когда, войдя в гостиную маркизы Девиль-Паризи, я хотел поздороваться с ее племянником, то, сколько я вокруг него не вертелся, пока он тонким голосом рассказывал довольно некрасивую историю про своего родственника, мне так и не удалось поймать его взгляд. Я был решил поздороваться с ним и довольно громко, чтобы заявить о своем присутствии, но я понял, что он меня заметил. Когда я ему поклонился, еще не успев сказать ни единого слова, он протянул мне два пальца, не повернувшись в мою сторону и не прервав разговор. Вне всякого сомнения он меня видел, хотя никак этого не показывал. И тут я обратил внимание, что глаза его, никогда не смотревшие на собеседника, бегают, как у испуганного животного, или, как у торгующего на улице запретным товаром, показывающего и расхваливающего свой товар, но не поднимающего головы и поводящего глазами, не идет ли полиция. Меня слегка удивило, что маркиза Девиль-Паризи, хотя и была нам рада, но, по-видимому, не ждала нас. Однако меня еще больше удивило, что Де Шарлю обратился к моей бабушке с такими словами. — Ах, как это вы хорошо придумали! Просто прелестно! Правда, тетя? Конечно, он заметил, что она была изумлена при виде нас, но как человек, привыкший задавать тон, брать ля, он был уверен, что ее изумление сменится радостью, едва лишь он покажет, что он и сам рад, и что наш приход иного чувства вызвать не может. Расчет оказался верен. Маркиза Ди-Виль-Паризи, очень считавшаяся с племянником и знавшая, как трудно ему понравиться, вдруг словно обрела в моей бабушке новые достоинства и все время говорила ей приятные вещи. Но для меня было непостижимо. Как мог Де Шарлю спустя несколько часов забыть о своем приглашении, очень немногословном, но должно быть очень неслучайном, заранее обдуманном, которое я получила от него утром, а сейчас поверну дело так, будто это хорошо придумала моя бабушка, хотя придумал-то он. Я стремился быть точным до того возраста, когда мне стало ясно, что не путем расспросов можно проникнуть в истинные намерения человека, и что само по себе недоразумение, которое, вероятно, останется незамеченным, не так опасно, как простодушная настойчивость, и потому обратился к Де Шарлю с вопросом. — Но ведь вы же сами сказали мне, чтобы мы к вам сегодня пришли. Помните? Ни единым звуком, ни единым движением не выдал себя Де Шарлю. Он точно не слыхал моего вопроса. Тогда я его повторил. Так дипломаты или поссорившиеся молодые люди с неистекаемым и бесплодным упорством добиваются правды, хотя противник решил утаить ее. Де Шарлю и на этот раз не ответил. Мне показалось, что по его губам пробежала улыбка, какой улыбаются те, что смотрят свысока и на людей, и на то, как они воспитаны. Поскольку он не хотел давать никаких объяснений, я попытался найти объяснение сам, но я только строил разные догадки, ни одна из которых меня не удовлетворяла. Может, он правда не помнил? А может, я утром не так его понял? Вернее всего, он из гордости не хотел признать, что позвал людей, которыми пренебрегал, и предпочел изобразить, что они явились без приглашения. Но если он нами пренебрегал, то зачем же он зазвал нас, вернее, мою бабушку, потому что он весь вечер обращался только к ней и ни разу не обратился ко мне? Чрезвычайно оживленно беседуя с ней, как и с маркизой Дивель-Перези, и словно прячась за них, как прячутся в глубине ложи, он лишь временами отводил от них свой испытующий пронзительный взгляд и задерживал его на моем лице. И тогда его взгляд становился задумчивым и озабоченным. Точно это была трудная для прочтения рукопись. Если бы не глаза, де Шарлю, безусловно, был бы похож на многих красивых мужчин. И потом, когда Сен-Лу, говоря со мной о других германдах, сказал, «Эд, разве в них видна порода? Разве о ком-нибудь из них можно подумать, что это настоящий барин, как о моем дяде Паламеде?» Тем самым утверждая, что в породе и в аристократической изысканности нет ничего таинственного и нового, что они состоят из элементов, которые я легко различал и которые особенного впечатления на меня не производили. Я не мог не почувствовать, что одна из моих иллюзий рассеивается. И хотя де Шарлю герметически закрывал выражение своего лица, которому легкий слой пудры придавал что-то театральное, его глаза были как бы щелями, амбразурами, которые он не в силах был заткнуть, и откуда в зависимости от того, какое положение вы занимали относительно него, вас внезапно озаряли перекрестные отцветы спрятанного внутри снаряда, отнюдь, по-видимому, небезопасного, и для того, кто, не умея с ним как следует обращаться, носил его в себе, потому что снаряд находился в состоянии неустойчивого равновесия, и каждую секунду мог взорваться. А настороженный, всегда тревожный взгляд в сочетании с бесконечной усталостью, проступавший на лице в виде больших синих кругов под глазами, преодолевая строгость и правильность черт, наводил на мысль об инкогнито, о маскировке, которой пользуется могущественный человек в опасности, или, во всяком случае, о личности опасной, но трагической. Мне хотелось разгадать дать эту тайну, которую не носили в себе другие люди, и которая придавала такую загадочность взгляду де Шарлю еще утром, когда мы с ним встретились у казино. Однако, узнав, какого он происхождения, я теперь уже не мог предполагать, что это взгляд вора, а, послушав его, не мог предполагать, что это взгляд сумасшедшего. Со мной он был холоден, а с бабушкой необычайно любезен. Но эта холодность могла быть вызвана не личной антипатией, потому что вообще, насколько благожелательно относился он к женщинам, и насколько снисходительным он был к их недостаткам, о которых всегда говорил мягко, настолько же остро ненавидел он мужчин, особенно юношей. Так не выносят женщин иные женоненавистники. О каких-то альфонсах, не то родственниках, не то приятелях Сен-Лу, о которых Сен-Лу случайно заговорил, де Шарлю, изменив своей обычной холодности, с почти злобным выражением лица, сказал «шантрапа». Я понял, что современных молодых людей он особенно не любит за то, что они неженки. «Это не мужчины, а бабы», говорил он с презрением. Но какой образ жизни не показался бы ему изнеживающим в сравнении с тем, который, по его понятиям, должен был вести мужчина, и которому все-таки, по его мнению, не хватало энергии и присущей только мужчинам закалки. Он-то ведь, пройдя несколько часов пешком, разгоряченный бросался в ледяную воду. Даже то, что мужчина носил кольца, с его точки зрения, было недопустимо. Но эта подчеркнута мужская повадка уживалась в нем с тончайшей душевной организацией. Маркиза де Вильпаризи, попросив его описать моей бабушке замок, где жила госпожа де Севинье, заметила, что в ее отчаянии от разлуки с этой скучнейшей госпожой де Гриньян есть какая-то нарочитость. «А мне, наоборот, кажется это вполне естественным», возразил де Шарлю. «Да ведь в то время эти чувства были всем понятны. Олаф Антенна, житель Мономатапы, бежит к своему другу, потому что он видел его во сне, и тот был чем-то опечален. То, что для Голубка самое большое несчастье разлука с другим Голубком, может быть, покажется вам, тетушка, таким же преувеличением, как письмо госпожи де Севинье, которая не чает, как дождаться той минуты, когда она останется вдвоем с дочерью». Госпожа де Гриньян Франсуаза Маргарита 1648-1705 Дочь госпожи де Севинье, основной адресат ее писем. У Олаф Антенны житель Мономатапы. Далее упоминаются сюжеты двух басен Лафантена «Два друга», книга восьмая, басня одиннадцатая, и «Два голубя», книга девятая, басня вторая. Как прекрасно все, что она говорит, когда расстается с ней. «Расставание» причиняет мне физическую боль. «В разлуке мы тратим время, не скупясь. Мы летим навстречу долгожданному дню». Бабушка была очень рада, что ее мнение о письмах совпало с мнением де Шарлю. Ее поразило, что мужчина способен так тонко понять их. Она нашла, что де Шарлю по-женски чуток и восприимчив. Когда мы с ней потом заговорили о де Шарлю, то оба пришли к заключению, что он, наверное, испытал на себе большое влияние какой-нибудь женщины, матери или позднее дочери, если у него есть дети. Я подумал, любовницы, вспомнив о том, какое влияние имела в моем представлении любовница на Сен-Лу, на примере которого я мог убедиться, как облагораживают мужчин, женщины, находящиеся с ними в близких отношениях. Я думаю, что когда они жили вместе, ей нечего было сказать дочери, заметила маркиза де Виль-Паризи. Нет, наверное, было, хотя бы то, что она называла чем-то до того невещественным, что только вы да я способны это разглядеть. Так или иначе, они были вместе, а Лабрюэр утверждает, что больше ничего и не надо, быть вместе с любимым существом, говорить с ним хорошо, не говорить тоже хорошо. Лабрюэр прав, только в этом счастье, печально продолжал де Шарлю, а жизнь, увы, так плохо устроена, что мы очень редко им наслаждаемся. В сущности, госпожу де Севинье нечего особенно жалеть, большую часть жизни она провела с любимой дочерью. Да ведь это же дочь, слово любовь тут не подходит. Самое важное в жизни не то, кого мы любим. Уверенным, не допускающим возражений, почти резким тоном заговорил де Шарлю. Важна любовь. В чувстве госпожи де Севинье к ее дочери гораздо больше общего со страстью, которую Рассин изобразил в Андромахе или в Федре, чем в пошлых отношениях юного Севинье с его возлюбленными. Это то же, что любовь мистика к его богу. Мы отводим любви слишком узкое пространство. Это от того, что мы совсем не знаем жизни. Ты так любишь Федру и Андромаху? с оттенком пренебрежения в голосе спросил своего дядю Сен-Лу. В одной трагедии Рассина больше правды, чем во всех драмах почтеннейшего Виктора Гюго, ответил де Шарлю. Светские люди меня по правде сказать пугают, шепнул мне Сен-Лу. Ставить Рассина выше Виктора, как хочешь, это потрясающе. Слова дяди действительно его огорчили, зато у него явился предлог сказать «как хочешь», а главное «потрясающе», и это его утешило. В рассуждениях о том, как грустно жить вдали от любимого человека, послушав их, бабушка мне потом сказала, что племянник маркиза де Виль-Парези куда тольше, чем его тетя, понимает некоторые произведения, а главное есть в нем что-то такое, что резко отличает его от клубных завсегдатаев. Де Шарлю не только проявлял душевную мягкость, обычно несвойственную мужчинам. Самый его голос, напоминавший иные контральтовы, в которых недостаточно разработан средний регистр, отчего их звучание можно принять за дуэт юноши и женщины, в те мгновение, когда Де Шарлю высказывал свои тонкие мысли, брали высокие ноты, неожиданно становился ласковым и словно сочетал в себе хор-невест и хор-сестер, изливавших свою нежность. Но этот выводок молодых девушек, которые, как это не было мучительно для Де Шарлю при его отвращении ко всяческой женоподобности, словно нашли себе пристанище в его голосе, недовольствовался интерпретацией, недовольствовался модуляциями в особенно трогательных местах. Когда Де Шарлю говорил, нередко можно было слышать звонкий молодой смех этих пансионерок, этих кокеток, судачивших о своем ближнем с ехидством злых язычков и тонких штучек. Де Шарлю рассказывал, что его родной дом, где иной раз ночевала Мария Антуанетта, дом с парком, который распланировал Ленотер, теперь принадлежал купившим его богачам, финансистам, израэльцам. Ленотер Андре 1613-1700 Прославленный французский садовый архитектор, автор планировки парков Версаля. Израэльцы, так, по крайней мере, они себя называют, это, по-моему, не столько имя собственное, сколько родовое, этническое понятие. Кто их там знает, этого сорта людей? Может, у них и фамилии-то нет? Может, им присваивается название их общины? Но не в этом дело. Быть жилищем германтов и перейти во владение к израэльцам, воскликнул он. Это напоминает комнату в замке Блуа, о которой мне говорил сторож. Здесь молилась Мария Стюарт, а теперь я ставлю сюда метлы. Понятно, я и слышать не хочу об этом оскверненном жилище, как и о моей невестке Кларе Дешиме, бросившей своего мужа. Но я храню фотографию дома, на которой он снят до осквернения, и храню фотографию принцессы, относящуюся к тому времени, когда ее большие глаза смотрели только на моего двоюрного брата. Фотография отчасти восполняет то, чего ей не достает, когда она уже не воспроизводит существующего, а показывает ушедшее. Если вас интересует подобного рода архитектура, я мог бы вам подарить такую карточку, сказал он бабушке. Но тут он обратил внимание, что цветная каемка его вышитого носового платка торчит из кармана и быстро его засунул с испуганным видом отнюдь не невинной, но чересчур стыдливой женщины, которая, разыгрывая недотрогу, считает неприлично показывать свои прелести. Можете себе представить, продолжал де Шарлю, эти люди начали с того, что уничтожили парк Ленотра. Это не менее преступно, чем изорвать картину Пуссена. По-настоящему израильцев за это следовало бы посадить в тюрьму. Впрочем, помолчав, прибавил он с улыбкой, наверное, их надо было бы туда упрятать и за многое другое. Во всяком случае, вы можете себе представить, какое впечатление должен производить в сочетании с такой архитектурой английский сад. Но ведь здание в том же стиле, что и малый Трианон, заметила маркиза де Вильпорези. Однако Мария Антуанетте велела же разбить там английский сад, который все-таки портит фасад Габриэля, подхватил де Шарлю. Конечно, теперь было бы дико уничтожать сельцо. Но каков бы не был дух времени, я все же сомневаюсь, чтобы фантазия мадам Израэльс была бы вам так же дорога, как память о королеве. Сколько не просил за меня Сен-Лу, к величайшему моему студу, заметивший вскользь при де Шарлю, что перед сном на меня часто нападает тоска, а с точки зрения его дяди это, наверное, был позор для мужчины. Бабушка все же сделала мне решительный знак, чтобы я шел спать. Я еще несколько минут побыл у Маркизи, потом ушел, и вскоре был очень удивлен, когда в дверь постучали, и на вопрос, кто там, мне сухо ответил барон, это Шарлю. К вам можно? Мой племянник, затворив за собой дверь, так же сухо продолжал он, сказал, что вам скучно бывает перед сном, а еще он сказал, что вы поклонник Бергота. Я нашел у себя в чемодане его книгу, вы, наверное, ее не читали, и я вам ее принес. Когда вам взгрустнется, она вас развлечет. Я горячо поблагодарил де Шарлю, и сказал, что я как раз боялся, что, узнав от Сен-Лу, что ночь действует на меня возбуждающе, он подумает, что я еще глупее, чем кажусь. Да нет, уже мягче заговорил де Шарлю. Может быть, вы человек заурядный, но ведь незаурядных людей так мало. А пока вы, по крайней мере, молоды, в молодости же всегда есть очарование. Притом глупее глупого вы смеиваете порицать чувства, которых не испытал сам. Я люблю ночь, а вы говорите, что вам она страшна. Я люблю запах роз, а моего приятеля от их аромата начинает лихорадить. Так что же, по-вашему, из-за этого я должен смотреть на него сверху вниз? Я стараюсь все понять и ничего не осуждать. В общем, расстраиваться вам особенно нечего. Тоска мучительна, это верно. Я знаю, что можно страдать из-за того, что другим непонятно. Но вы любите бабушку, это так хорошо, вы с ней часто видитесь. И потом эта привязанность разумная, то есть, я хочу сказать, взаимная, это далеко не так часто встречается. Дэш Орлю ходил взад и вперед по комнате, то что-нибудь рассматривая, то беря в руки. У меня создалось впечатление, что ему хочется что-то сказать мне, но что он не может найти подходящие выражения. У меня здесь есть еще одна книга Бергота, я вам ее дам, сказал он и позвонил. Вошел Грум. Позовите метр до Теля, он здесь единственный сообразительный человек, только с ним и можно говорить по делу, с надменным видом сказал Дэш Орлю. Господин Эмэ, сударь, спросил Грум, я не знаю, как его зовут, а впрочем, да, я припоминаю, его называли Эмэ, скорее, я тороплюсь. Он сейчас придет, сударь, я только что видел его внизу, сообщил Грум, ему хотелось показать, что он все здесь знает. Прошло некоторое время, Грум вернулся. Сударь, господин Эмэ лег спать, но ваше приказание могу исполнить я. Нет, вы должны разбудить его. Не могу, сударь, он ночует не здесь. В таком случае уходите. Вы напрасно беспокоитесь, сказал я, когда Грум вышел. Мне достаточно одной книги Бергота? Да, пожалуй. Дэш Орлю продолжал ходить по комнате. Так прошло несколько минут, затем, переломив себя, он круто повернулся, с прежней отчужденностью проговорил «покойной ночи» и вышел. На другой день после этого вечернего разговора о высоких чувствах, в день своего отъезда, Дэш Орлю крайне удивил меня. Как раз когда я собирался выкупаться, он подошел ко мне сообщить, чтобы я, искупавшись, сейчас же шел к бабушке, ущипнул меня за шею и с пошлым смешком пошло фамильярным тоном заговорил «Ну вы, сволоченок, конечно, поплевываете на старую бабку». «Что вы? Я ее обожаю». «Сударь», сказал он, отступив на шаг и придав своему лицу бесстрастное выражение, «Вы еще молоды, воспользуйтесь же этим и научитесь двум вещам. Во-первых, воздерживайтесь от выражения чувств естественных и без того понятных. Во-вторых, не кипятитесь, пока вам не станет ясен смысл того, что вам сказали. Если бы вы сейчас были осторожнее, вы бы не ответили мне ни в попад, как глухой, и не поставили бы себя в смешное положение. Вы и без того смешны в купальном костюме с вышитыми якорями. Мне нужна книга Бергота. Пришлите мне ее через час с метрдотелем, у которого такая уморительная и неподходящая фамилия. Надеюсь, он в это время не спит. Вы мне доказали, что вчера я слишком рано заговорил с вами об очаровании молодости. Для вас было бы лучше, если бы я указал на ее легкомыслие, непоследовательность и недогадливость. Надеюсь, сударь, этот маленький душ будет вам не менее полезен, чем купание. Не стойте на одном месте, а то простудитесь. Мое почтение, сударь. По всей вероятности, он потом пожалел, что так говорил со мной, ибо некоторое время спустя я получил в сафьяновом переплете с вклеенным в него куском кожи с оттиснутыми незабудками книгу, которую он мне давал и которую я ему отослал, но не с Эмме, находившимся в отлучке, а с лифтером. Когда Шарлю уехал, мы, Робер и я, наконец пообедали у Блока. И вот во время этого немноголюдного пиршества я убедился, что истории, которые наш приятель так легко относил к разряду забавных, рассказывал Блок-отец, и что прелюбопытнейшим человеком, как выражался Блок-сын, был кто-нибудь из друзей его отца. Есть такие люди, которыми мы восхищаемся в детстве. Отец, самый остроумный член семьи, учитель, которого поднимает в наших глазах то, что он раскрывает перед нами метафизику, товарищ, развитие нас, таким был для меня Блок, который презирает упование на Бога, Мюссе, когда оно еще нравится нам, а когда мы дорастаем до папаши Леконта или для Клоделя восторгается только такими стихами. На Зуэкке вы радовались дню святого Блэза, или еще услышишь, впадуя попав, про докторов обоих прав, но все шпалентам не милей, красотка в черном домино вам попадется. А из всех ночей помнит только и в Гавре, где прибой ерится, и на кошмарном Лидо, где спят в умирающей воде венецианские гробницы. На Зуэке вы Цитата из песни Мюссе 1834 Зуэка название на венецианском диалекте Джудекки одного из островов, на котором расположена Венеция. Услышишь, впадуя, попав Цитата из стихотворения Мюссе моему брату, возвратившемуся из Италии 1844 И в Гавре, где прибой ерится Цитата из стихотворения Мюссе Декабрьская ночь 1835 Так вот, когда мы восхищаемся кем-нибудь не рассуждая, мы удерживаем в памяти и с восторгом цитируем выражение «Куда хуже тех, которые, если бы мы применили к ним свое собственное мерило, мы бы, не задумываясь, забраковали». Так писатель на том основании, что все это подлинное, пользуется в романе такими словечками и выводит такие лица, которые в живом целом оказываются мертвым грузом, которые портят произведение. Портреты, которые Сен-Симон писал без самолюбования, чудесные, кажущиеся ему прелестными остроты умных людей, которых он знал, или ничего собой не представляют, или теперь уже непонятны. Он счел бы ниже своего достоинства выдумывать то, что представлялось ему таким тонким или колоритным в госпоже Корнюэль или в Людовике XIV. Подобное явление наблюдается у многих других и допускает различные толкования, из коих мы пока запомним одно. Когда мы наблюдаем, мы стоим на гораздо более низкой ступени, чем когда творим. Госпожа Корнюэль Анна Мария 1605-1694 Французская аристократка, хозяйка популярного парижского салона, славилась остроумием и злословием. Итак, в моего товарища Блока вклинился Блок-отец, на сорок лет отставший от сына, рассказывавший дурацкие анекдоты и смеявшийся над ними в душе моего приятеля еще громче, чем Блок-отец наружный и настоящий, ибо со смехом, которым закатывался Блок-отец, считая необходимым раза два-три повторить последнее слово, чтобы слушатели почувствовали весь смак рассказанной им истории, сливался шумный смех, которым сын неукоснительно приветствовал за столом рассказы отца. Сказав что-нибудь очень умное, юный Блок выставлял на показ полученное им наследство. Он в тридцатый раз угощал нас какими-нибудь словцами, которые Блок-отец извлекал, как и сюртук, по торжественным дням, когда юный Блок приводил человека, которому имело смысл пустить пыль в глаза, кого-нибудь из своих учителей, однокашника, награжденного всеми наградами, или, как сегодня, Сен-Лу и меня. Вот примеры. Это замечательный военный писатель, очень сведущий. Он с фактами в руках доказал, что в русско-японской войне японцы непременно будут разбиты, а русские победят. Или это человек выдающийся, в кругах политических его считают крупным финансистом, а в кругах финансовых крупным политическим деятелем. Такого рода характеристики перемежались с чертами из жизни барона Ротшильда или сэра Руфуса Израэльса. Эти двое выводились на сцену особым образом, так, чтобы можно было понять, что Блок с ними знаком. Я тоже дался в обман, и из того, как Блок отец говорил о Берготе, заключил, что и Бергот старинный его друг. Блок издали видел всех знаменитостей в театре, на бульварах, вот и все его знакомство с ними. Однако он был уверен, что его нарушность, его фамилия, его личность им не безызвестны, и что при встрече с ним они часто делают над собой усилия, чтобы не поздороваться с ним. Светские люди могут быть знакомы с людьми талантливыми, оригинальными, могут приглашать их на обед, однако понимать они их понимают так же плохо, как и до знакомства. Но если пожить в свете, и глупость его обитателей создает у нас необычайно высокое мнение об их уме и вызывает неодолимые желания вращаться в тех непостижимых кругах, где можно быть знакомым, не знакомясь, я в этом скоро убедился, заговорив о Берготе. Не один только блок-отец имел успех у себя дома. Мой товарищ пользовался еще большим успехом у своих сестер. Он говорил с ними ворчливым тоном, уткнувшись в тарелку, а они смеялись до слез. Они усвоили язык брата и бегло говорили на нем, как будто он был единственным и обязательным для людей интеллигентных. Когда мы вошли, старшая сказала одну из младших «Оповести премудрого нашего отца и нашу досточтимую мать». «Сучки», сказал им блок, «Перед вами всадник Сен-Лу, искусное вметание копий». Он прибыл сюда на несколько дней из Донь-Сьерра, где возводят жилище из гладкого камня и где нет счета коням. Блок был не только начитан, но и пошел, а потому его речи обычно заканчивались шуткой уже не в таком гомеровском духе. «А ну, застегните ваши пеплумы на дивные аграфы, что за безобразие, ведь это все-таки не отец». А девицы блок валились от хохота. Я сказал их брату, какую радость доставил он мне, посоветовав читать Бергота, и в каком я восторге от его книг. Блок отец, видевший самого Бергота издали, о жизни узнавший только по рассказам Партера, имел такое же опосредственное понятие об его творчестве, основанное на суждениях мнимых знатоков. Он жил в мире, где все приблизительно, где кланяются в пространство, где судят в кривь и в кось. Сумбурность, неосведомленность там не убавляют самоуверенности, как раз наоборот. В том-то и заключается благотворное чудо самолюбия, что хотя людей с большими связями и глубокими познаниями немного, те, кому судьба в этом отказала, все же считают себя баловнями судьбы, ибо угол зрения социального амфитеатра таков, что человеку, который в нем находится, любой ряд, где бы он ни сидел, кажется наилучшим, а тех, кто неизмеримо выше его, он относит к числу неудачников, обездоленных, чья участь горька, называет их имена, и Бог знает, что про них говорит, хотя он с ними незнаком, судит и презирает, хотя и не понимает их. В тех же случаях, когда и самолюбие, размножающее мелкие человеческие достоинства, не в силах отпустить большую дозу счастья, чем другим, недобор восполняется завистью. И в самом деле, когда зависть прибегает к фразам презрительным, то фразу «я не желаю с ним знакомиться», следует перевести «я не имею возможности с ним познакомиться». Вот что говорит рассудок. А чувство, чувство-то говорит другое, «я не желаю с ним знакомиться». Мы сознаем, что это неправда, и все же мы изъясняемся подобным образом не из чистого притворства. Именно так мы чувствуем. И этого довольно для того, чтобы уничтожить расстояние. Иными словами, для того, чтобы быть счастливыми. Таким образом, эгоцентризм представляет каждому человеку право смотреть на мир сверху вниз и мнить себя его властелином. Вот почему Блок-отец позволял себе роскошь быть властелином беспощадным. Утром, за чашечкой шоколада, обратив внимание на подпись Бергота под статьей в газете, которую он только-только развернул, он извязчиво презрение творил над ним скорый суд, выносил приговор для уютности между двумя глотками горячего напитка, повторял, «Бергота нельзя читать, тоска зеленая, хоть не подписывайся на газету, жвачка, переливание из пустого в порожнее», и намазывал хлеб маслом. Впрочем, Блок-отец пользовался призрачным весом не только у себя самого. Начать с того, что дети смотрели на него как на человека особенного. Дети склонны недооценивать или переоценивать родителей. Для любящего сына его отец всегда лучше других отцов, хотя для такого мнения нет никаких объективных данных. А что там ни говори, дети Блока такими данными располагали. Он был человек образованный, остроумный, привязанный к своим близким. В узком семейном кругу с ним особенно носились. В обществе к людям применяют хотя и глупое, но все же определенные мерила, неправильные, но твердые законы. Их сравнивают с высшим светом в его совокупности, а распыленность буржуазной среды приводит к тому, что семейные обеды и вечера вращаются вокруг людей, которые считаются приятными, любопытными, тогда как в свете они после первого же вечера сошли бы со сцены. Словом, в той среде, где не существует деления искусственно созданных внутри аристократии, их заменяют разграничениями еще более нелепыми. Так члены семьи и даже очень дальние родственники за то, что Блок будто бы носил такие же усы и за то, что будто бы у него такая же верхняя часть носа, называли его лжегерцогом амальским. Среди посыльных иного клуба кто-нибудь носит фуражку на бекрень и плотно застегивает куртку. Уж не думает ли он, что это придает ему сходство с иностранным офицером, и не смотрит ли на него поэтому товарищи, как на важную персону. Сходство было весьма сомнительное, но можно было подумать, что это титул. Переспрашивали. Блок? Это какой же? Герцог амальский? Как переспрашивают. Принцессу Мюрат? Это какая же? Королева неаполитанская? Сестра Наполеона Каролина Мария 1782-1839 вышла в 1800 году замуж за генерала, затем маршала Мюрата, и тем самым приобрела титул принцессы и позже королевы Неаполя. Впечатление барственности в глазах родни довершали кое-какие мелкие штрихи. У Блока не было возможности держать экипаж, и потому он по определенным дням нанимал в коннозаводстве запряженную парой открытую коляску и катался в Булонском лесу, отвалившись в угол экипажа, два пальца приставив к виску, а еще двумя подперев подбородок. И хотя люди, не знавшие его, называли его Кривлякой, зато родственники были убеждены, что по части Шика дядя Соломон самого Грамон Кадеруса за пояс заткнет. Он принадлежал к числу тех, о ком после смерти, только потому, что они кое-когда сидели за одним столиком в бульварном ресторане с редактором Радикала, в светской хронике этой газеты упоминается, что этого человека знал в лицо весь Париж. Радикал Парижская газета либерального направления, основанная в 1879 году. Сен-Лу и мне, Блок сказал, что Берготу хорошо известно, почему он, Блок, с ним не здоровается. Увидев его издали в театре или в клубе, Бергот старается не встретиться с ним глазами. Сен-Лу покраснел. Он подумал, что это не Джокей-Клоп, председателем правления которого был прежде его отец, но все-таки это, наверное, более или менее закрытый клуб, раз Блок утверждает, что теперь Бергота туда бы не приняли. Боясь как бы не унизить противника, Сен-Лу спросил, не клуб ли это на Королевской. В его семье этот клуб считался третьеразрядным, он знал, что туда принимали и евреев. Нет, с небрежным, гордым и с конфужным видом ответил Блок. Это клуб, хотя и маленький, но зато очень приятный. Клуб Дуралеев. Насчет публики там очень строго. А кто же там председатель? Не сэр Руфус Израэльс? Обратился к отцу с вопросом Блок-сын. Он хотел дать отцу возможность сказать лестную ложь, а что имя финансиста могло не произвести на Сен-Лу такого впечатления, как на него, это ему и в голову не приходило. На самом деле председателем правления клуба Дуралеев был не сэр Руфус Израэльс, а кто-то из его подчиненных. Отношения у него с начальником были прекрасны. В его распоряжении находились визитные карточки великого финансиста, и когда Блок собирался ехать по железной дороге, в правлении которой состоял сэр Руфус, он не отказывал ему в карточке, что давало Блоку отцу повод говорить «Пойду схожу в клуб за рекомендательным письмом сэра Руфуса». На оберкондуктора визитная карточка действовала ошеломляюще. Девиц Блок больше интересовал Бергот. Не поддержав разговора о дуралеях, младшая вернулась к Берготу и, полагая, что к людям талантливым применимы только такие выражения, какие употребляет он, самым серьезным тоном спросила «А что Бергот в самом деле занятный типчик? Он из категории славных ребят, типчиков вроде вилье или котюля?» Вроде вилье или котюля. Речь идет о французских писателях Агюсте Вилье де Лиль Адане 1838-1889 и котюле Мендесе 1841-1909 близких к парнастцам. «Я с ним встречался на генералках», сказал Ниссон Бернар. «Нескладный, что-то вроде Шлемеля». Сам по себе намек на сказку Шамисо ничего глубокомысленного в себе не заключал, но определение «Шлемель» входило в состав полунемецкого полуеврейского диалекта, и Блок-отец восхищался им в тесном кругу, а при посторонних он казался ему грубым и неуместным. Вот почему Блок-отец грозно посмотрел на дядю. «Он талантлив», сказал Блок-сын. «А-а-а», с важным видом протянула его сестра, как бы давая понять, что в таком случае мои восторги простительны. «Все писатели талантливы», с презрительным видом проговорил Блок-отец. «Я даже слышал, подняв вилку и сатанински насмешливо прищурив глаза, сказал сын, что он собирается выставить свою кандидатуру в академике». — С таким багажом туда не суются, — возразил Блок отец, как видно, не с таким презрением относившийся к Академии, как его сын и дочки. Кишка тонка. — Да и потом, Академия — это салон, а у Бергота личность не та, — заметил дядя госпожи Блок своей наследницы, существо тихое и безобидное, сама фамилия которого Бернар, быть может, уже заставила бы моего деда напрячь его диагностические способности, но показалось бы, не соответствующей его внешнему облику, при взгляде на который можно было подумать, что его вывезли из дворца к Даре. И что его реставрировала госпожа Дьелафуа. Если бы имя Нисун, выбранное каким-нибудь любителем, пожелавшим увенчать по-восточному эту сузскую фигуру, не распрострелило над ним крыльев человека-голового быка из Хорсабада. Эту сузскую фигуру, то есть фигуру из дворца Даре в Сузах, современный Иран, человека-голового быка из Хорсабада. В Хорсабаде, или Дуршарукини, Ирак, были раскопаны развалины дворца астерийского царя Саргона II со знаменитыми скульптурами. Но Блок-отец все время задевал дядю, то ли потому, что его раззадоривало беззащитное добродушие козла отпущения, то ли потому, что Виллу оплачивал Нисон Бернар, и, пользовавшись сиею, хотел показать, что он сохраняет свою независимость, а главное, что он не подлизывается к этому богачу ради наследства. Дядю особенно обижало, что ему так грубят в присутствии метрдотели. Из невнятно произнесенной им фразы можно было понять только два слова — «при мешорессах». В Библии мешорессами называются «служители Бога». В семейном кругу Блоки так называли прислугу, и это всегда приводило их в веселое настроение. Уверенность в том, что их не поймут христиане, не поймут даже слуги, обостряла в Нисоне Бернаре и в Блоке-отце сознание двоякой особенности их положения — и как господ, и как евреев. Но чувство удовлетворения сменялось неудовольствием при посторонних. В таких случаях, если дядя употреблял слово «мешоресс», Блок-отец находил, что он слишком резко подчеркивает восточное свое происхождение. Так как котка, пригласившая своих подружек вместе с людьми порядочными, бывает возмущена, если подружки намекают на свой род занятий или употребляют слова, оскорбляющие слух. Вот почему дядина просьба не произвела на Блока-отца никакого впечатления. Как раз наоборот, тут он и вышел из себя. Теперь он придирался к каждому случаю, чтобы напасть на несчастного дядю. Ну, конечно, если вам представляется возможность сказать пошлость, можно быть уверенным, что вы этой возможности не упустите. Вы бы первые лизали ему пятки, если бы он был здесь, — кричал Блок-отец на Ниссона Бернара, печально склонившего курчавую свою бороду, придававшему ему сходство с царем Саргону. Царь Саргон. По-видимому, речь идет об иссирийском царе Саргоне II, 721-705 годы до Новой Эры, и известном своей воинственностью. Мой приятель, как только он стал носить бороду с такими же колечками и с таким же синеватым отливом, очень напоминал своего двоюрного деда. «Как? Вы сын маркиза де Мерсанта? Я же его прекрасно знал!» — обратившись к Сен-Лу, сказал Ниссон Бернар. «Я решил, что знал, он употребил в том смысле, в каком Блок-отец говорил, что знает Бергота, то есть в лицо. Но Ниссон Бернар прибавил, — ваш отец был одним из моих лучших друзей. Тут Блок побагровел, у его отца был очень сердитый вид, а девицы Блок давились хохотом. Дело в том, что страсть к хвостовству, которую сдерживали в себе Блок-отец и его дети, выработала в Ниссоне Бернаре привычку лгать. Так, например, остановившись в гостинице, Ниссон Бернар, по примеру Блока-отца, приказывал своему лакею приносить ему во время завтрака газеты в столовую, чтобы все видели, что он путешествует с лакеем. Но людям, с которыми он сближался в гостинице, дядя говорил, что никогда не сказал бы племянник, что он — сенатор. У него не могло быть ни малейшего сомнения, что рано или поздно обман откроется, но не присвоить себе это звание было выше его сил. Блок-отец очень страдал от дядиной лжи и от неприятностей, какие из нее проистекали. «Не обращайте внимания, он невероятный хвостун», — в полголоса сказал он Сен-Лу. Но Сен-Лу еще более заинтересовался дядей, его очень занимала психология лжецов. По части вранья с ним не выдержат сравнения и такиец-одиссей, а ведь Афина называла его «лживейшим из смертных», — добавил наш приятель Блок. «Вот это да!» — воскликнул Нисон Бернард. «Ну, мог ли я ожидать, что буду обедать с родным сыном моего друга?» «В Париже у меня есть фотография вашего отца, а сколько писем от него!» Он всегда называл меня «дядюшка», а почему — неизвестно. Это был очаровательный, блестящий человек. Помню, в Ницце у меня обедали Сарду, Лабиш, Ожье. «Мольер, Рассин, Корнель», — насмешливо продолжил Блок-отец, а закончил перечисление сын Плафт, Минандр, Калидаса. Сарду, Лабиш, Ожье. Пруст перечисляет популярных французских драматургов середины и второй половины XIX века. Плафт, Минандр, Калидаса. Пруст называет великих комедиографов Древнего Рима, Древней Греции и Индии. Нисон Бернар, оскорбившись, оборвал рассказ и, лишив себя большого удовольствия, стоически промолчал до конца обеда. «Медношлемы, Сен-Лу», — сказал Блок, — «возьмите еще кусочек этой утки с покрытыми туком боками, над коими достославный жрец неоднажды приносил красное вино в жертву богам». Обычно, преподнеся на блюде родовитому товарищу своего сына анекдоты о серии Руфусе Израэльсе и других, Блок-отец, чувствуя, что тронул сына до глубины души, удалялся, а то как бы шкаляр не задрал нос. Но ради какого-нибудь особо торжественного случая, например, когда сын выдержал конкурсный экзамен, Блок-отец прибавлял к обычной серии анекдотов насмешливое замечание, которое он приберегал для своих друзей, а самолюбие молодого Блока очень льстило, что отец высказывает эту мысль и его друзьям. Правительство допустило непростительную ошибку, оно не посоветовалось с Кокленом. Коклен выразил неудовольствие. Блок-отец щеголял своей реакционностью и презрением к театральным деятелям. Каково же было изумление девиц Блок, а также их брата, покрасневших до корней волос, когда Блок-отец, желая подавить величием двух соучеников своего сына, велел принести шампанского и с небрежным видом объявил, что, собираясь угостить нас, он приказал взять три кресла на представление, которые какая-то труппа комической оперы устраивала вечером в казино. Он жалел, что не смог взять ложу. Все ложи были уже проданы. Хотя, впрочем, он убедился на опыте, что в портере удобнее. Но если недостатком сына, то есть тем, что, как ему казалось, другие в нем не замечали, была грубость, то недостатком отца была скупость. Вот почему под маркой шампанского нам была подана в графине шипучка, а вместо кресел в портере он усадил нас на стулья в амфитеатре, стоившие вдвое дешевле. И до того чудодейственно было вмешательство высшей силы, которой обладал его недостаток, что он не сомневался, что ни за столом, ни в театре, где ложи все до одной пустовали, мы не заметили разницы. Когда же мы испили из плоских бокалов, блок-сын уподоблял такой бокал глубоко жерлому вулкану, блок-отец повел нас полюбоваться картиной, которую он так любил, что привез ее с собой в Бальбек. Он сказал, что это Рубенс. Наивный сын Лу спросил, подписана ли картина. Блок-отец, покраснев, ответил, что подпись он велел срезать из-за рамы, но что вообще это не имеет значения, раз он не собирается продавать ее. Затем он поспешил распрощаться с нами, чтобы углубиться в чтение официальной газеты, номерами которой был у него завален весь дом, и чтение, которое было ему необходимо, как он выразился, из-за его положения в парламенте. А какое было у него там положение, этого он не объяснил. «И я надену кашне», — сказал блок, — «а то зефиры и бореи дерутся за власть над обильным рыбью морем, а если мы задержимся после спектакля, то вернемся не раньше, чем при первых лучах. Эос розовоперстый». «Кстати, когда мы вышли», — заговорил он, обращаясь к Сен-Лу, — «и тут сердце у меня ёкнуло. Я сразу понял, что этим насмешливым тоном блок говорит о Де-Шарлю. Что это за дивная кукла в темном костюме, которую вы позавчера утром водили по пляжу?» «Это мой дядя», — задетый заживой ответил Сен-Лу. К несчастью, блок не старался избегать наступать людям на ноги. Он захохотал. «Поздравляю вас! Как же это я не догадался! Он в высшей степени шикарен, и морда у него призабавная, морда непроходимого дурака». «Вы глубоко ошибаетесь. Он очень умен», — злобно возразил Сен-Лу. «Жаль, значит, ему недостает завершенности. Я мечтаю с ним познакомиться. У меня наверняка хорошо получились бы зарисовки таких, как он, дурашлепов. А на него только взглянешь — со смеху помрешь. Но я бы обратил внимание не на карикатурную сторону. Карикатура — это прием, в сущности, недостойный художника, влюбленного в пластическую красоту фраз. Я бы умолчал об его морда-монде, хотя, прошу меня извинить, из-за нее я себе живот надорвал. Я бы подчеркнул аристократическую сторону вашего дядюшки. В общем, она производит потрясающее впечатление. Когда первый приступ смеха пройдет, она поражает своей стильностью». «Да», — обратился он на этот раз ко мне, — «совсем из другой оперы. Я все хочу спросить тебя об одной вещи, но каждый раз, когда мы встречаемся по воле некоего бога, блаженного обитателя Олимпа, я становлюсь совершенно беспамятным и забываю навести у тебя справки, которые же могли бы быть мне полезны и, несомненно, пригодятся в будущем. «Так вот, кто эта красивая женщина, с которой я встретил тебя в зоологическом саду?» С ней шли господин, которого я, кажется, где-то видел, и девушка с длинными волосами. Из разговора с госпожой Сван мне стало ясно, что фамилию блока она не запомнила. Она знала мне какую-то другую и причислила моего приятеля к одному из министерств, а я с тех пор не удосужился проверить, действительно ли он служит в министерстве. Но каким образом Блок, которого, судя по тому, что она тогда мне рассказывала, с ней познакомили, мог не иметь понятия, как ее фамилия? Меня это так удивило, что я не нашелся, что ему ответить. «Во всяком случае, поздравляю, — сказал Блок. — Ты с ней, наверное, не соскучился. За несколько дней до того, как я увидел ее с тобой, я встретился с ней в поезде пригородной зоны. Она любезно согласилась открыть доступ к твоему покорному слуге в запретную зону. Я чудесно провел с ней время, и мы уже сговаривались о будущей встрече, но на предпоследней станции имел бестактность влезть в какой-то ее знакомый. Блоку, видимо, не нравилось, что я молчу. «Я надеялся, — продолжал он, — узнать у тебя ее адрес и несколько раз в неделю упиваться радостями любимца богов Эроса. Но не настаиваю, коль скоро ты утвердился в намерении соблюдать скромность по отношению к этой профессионалке, хотя она отдалась мне три раза подряд в высшей степени утонченная между Парижем и Пуэн-Дюжуром. Ну, ничего, как-нибудь да мы с ней встретимся». Я был у Блока вскоре после этого обеда. Он отдал мне визит, но не застал меня и обратил на себя внимание франсуазы. Блок хоть и приезжал в Комбре, но так случилось, что раньше она его ни разу не видела. Она только могла сообщить, что меня спрашивал господин, которого я знаю, а зачем я ему нужен, этого он не сказывал, что одет он не бог весь как и особого впечатления на нее не произвел. Я отчетливо сознавал, что так никогда и не пойму воззрение франсуазы на иные социальные явления, воззрение, быть может, основанных на путанице в словах и именах, которые раз навсегда перемешались в голове у франсуазы, и все же не мог удержаться, хотя давно уже дал себе слово не обращаться к ней в таких случаях с вопросами, от бесплодной, впрочем, попытки выяснить, что уж такого ошеломляющего заключает в себе, по ее мнению, фамилия Блок. А ведь как только я сказала франсуазе, что молодой человек, заходивший ко мне, господин Блок, она отступила на несколько шагов, так велики были ее изумления и разочарования. Что? Это и есть господин Блок? С потерянным видом воскликнула она, как будто такая выдающаяся личность непременно должна была обладать внешностью, по которой можно догадаться мгновенно, что перед тобой сильный мир осего. А потом, подобно человеку, который приходит к выводу, что такой-то исторический деятель не оправдывает своей репутации, несколько раз взволнованно повторила, и в тоне ее уже явственно слышались отзвуки будущего всеохватывающего скептицизма. Что? Стало быть, это и есть господин Блок? Вот уж никогда не скажешь! Вид у нее был сердитый, точно я когда-нибудь в разговоре с ней перехвалил Блока. И все-таки она из любезности прибавила. Ну ладно, пусть уж господин Блок остается такой, какой он есть, зато вы можете сказать, что вы не хуже его. В Сен-Лу, которого Франсуаза обожала, она вскоре разочаровалась по-иному и не так жестоко. Ей стало известно, что он республиканец, она была роялистка, хотя, например, о королеве португальской она говорила с той непочтительностью, какая у простонародья является знаком наивысшего почтения. Амелия, Филиппова сестра? Амелия, дочь графа Парижского и сестра Филиппа Орлеанского, 1869-1926, была женой португальского короля Карлуша I, 1889-1908. Но маркиз, который так восхитил ее и который, оказывается, поддерживает республику, это не укладывалось в ее сознании. Она была так же недовольна, как если бы я подарил ей коробочку, и она приняла бы ее за золотую и горячо поблагодарила бы меня, а потом узнала бы от ювелира, что золото накладное. Сгоряча она перестала уважать Сен-Лу, но потом вновь прониклась к нему уважением. Она рассудила, что маркиз де Сен-Лу не может быть республиканцем, что он прикидывается из выгоды, потому что при теперешнем правительстве он может на этом здорово нажиться. С этого дня холодок в ее отношении к нему исчез, и на меня она уже не сердилась. Говоря о Сен-Лу, она называла его притворщик и улыбалась широкой и доброй улыбкой, свидетельствуяшей о том, что она почитает его по-прежнему, и что она его простила. А между тем искренность и бескорыстие Сен-Лу были вне всяких подозрений. И благодаря именно этой своей безукоризненной душевной чистоте, не находившей полного удовлетворения в таком эгоистическом чувстве, как любовь, а с другой стороны, обладавшей способностью, на что был совершенно не способен, например, я, находить духовную пищу не только в себе самом, но мог водить дружбу с людьми, а я не мог. Франсуаза ошибалась в Сен-Лу и тогда, когда уверяла, что Сен-Лу только притворяется, будто не презирает народ, что это неправда, стоит только послушать, как он пробирает кучера. В самом деле, Рубер иногда обращался с ним довольно грубо, но тут в нем говорила не столько классовая рознь, сколько классовое равенство. «Зачем же мне играть с ним в вежливость?» ответил он мне на упрек, что он строганик с кучером. «Разве мы с ним не равны? Разве он не так же близок мне, как мои дяди или двоюродные сестры? Уж не думаете ли вы, что я должен относиться к нему с особым уважением на том основании, что он будто бы ниже меня? Вы рассуждаете как аристократ», презрительно добавил он. «В самом деле, он относился пристрастно и с предубеждением только к одному классу — к аристократии, но уж до того пристрастно, что ему трудно было поверить в высокие душевные качества светского человека, а в высокие душевные качества человека из народа — легко. Как-то я встретил принцессу Люксембургскую, она шла с его теткой, и заговорил с ним о ней. «Набитая дура, как и все ей подобные», — заметил он. «В довершении всего она мне дальняя родня». Он относился предвзято к тем, кто у него бывал, сам выезжал в свет редко, и та презрительность или враждебность, какую он там проявлял, еще усиливала огорчение, которое он доставлял своим близким родственникам связью с актеркой. А эту связь они считали губительной, в частности потому, что она развела в нем дух всеосуждения, вредный дух, сбила его с пути истинного. Так что теперь ему грозит окончательная деклассация. Вот почему многие легкомысленные обитатели Сан-Жерменского предместия были беспощадны к любовнице Рубера. Для потаскушек это род занятий, рассуждали они. Вообще потаскушки не лучше и не хуже других, но уж это, ей мы не простим, слишком много зла причинила она человеку, которого мы любим. Разумеется, не он первый попался в западню, но другие развлекались, как люди светские, продолжали, как люди светские, интересоваться политикой, решительно всем, а его в семье считали озлобленным. Семья не отдавала себе отчета, что очень часто истинными наставниками многих светских молодых людей, которые иначе остались бы духовно неразвитыми, нечуткими по отношению к своим друзьям, неласковыми, с плохим вкусом, являются их любовницей, а такого рода связи единственной школой нравственности, где они приобщаются к высшей культуре, где они учатся ценить бескорыстные знакомства. Даже в простой среде, своей грубостью, так часто напоминающей высший свет, женщина более восприимчивая, более чуткая, менее занятая, тянется к изяществу, чтит красоту душевную, красоту в искусстве, и хотя бы даже она этого не понимала, все же она ставит это выше того, что для мужчины составляет предел желаний, выше денег, выше положения в обществе. Так вот, молодой клубмен, вроде Сен-Лу, или молодой рабочий, например, электротехники в наши дни находятся в рядах истинного рыцарства, до того упоен своей возлюбленной и так ее уважает, что не может не упиваться тем же, чем и она, и не уважать того же, что и она. Шкала ценностей для него опрокинута. Возлюбленное существо слабое, по одному тому, что она женщина. У нее бывают необъяснимые нервные расстройства. И если бы так разыгрались нервы у мужчины, или даже у какой-нибудь другой женщины, у его тетки, или двоюродной сестры, то это вызвало бы улыбку у здорового молодого человека. Но он не может спокойно смотреть на страдания любимой женщины. И юноша из благородной семьи, у которого, как у Сен-Лу, есть любовница, привык, идя с ней обедать в ресторан, брать с собой валерьяновые капли, потому что они могут ей понадобиться. Требует настойчиво и совершенно серьезно, чтобы официант бесшумно закрывал двери и не ставил на стол влажный мох, так как у его спутницы может быть от этого дурнота, ни разу им не испытанная, представляющая для него таинственный мир, в реальность которого научила его верить она. И эта дурнота, вызывающая в нем чувство жалости, хотя он не представляет себе, что это такое, будет теперь вызывать у него жалость, даже если станет дурно не ей, а кому-нибудь еще. Любовница Сен-Лу, подобно первым монахам средних веков, учившим христиан, научила его жалеть животных, потому что сама питала к ним пристрастия и никуда не уезжала без собаки, канареек и попугаев. Сен-Лу относился к ним с материнской заботливостью, а про тех, кто плохо обращался с животными, говорил, что это грубые натуры. Кроме того, актерка, или так называемая актерка, жившая с ним, не знаю, была она умна или нет, влиял на него таким образом, что в обществе светских женщин он скучал и смотрел на посещение вечеров, как на отбывание повинности. Так она предохранила его от снобизма и исцелила от ветренности. Благодаря ей светские знакомства стали занимать в жизни юного ее возлюбленного меньше места, чем если бы он был обыкновенным салонным шуркуном, в основе дружеских отношений, которого, отмеченных печатью грубости, лежат чистолюбие и свои корысти. Любовница приучила его облагораживать их и одухотворять. Повинуясь своему женскому инстинкту, она ценила в мужчинах такие душевные качества, которые Сен-Лу без нее, может быть, и не разглядел бы, а то и посмеялся бы над ними. Среди приятелей Сен-Лу она быстро отличала того, кто был к нему по-настоящему привязан и отдавала ему предпочтение. Она умела внушить Сен-Лу чувство благодарности к нему, заставляла его выражать ее, замечать, что доставляет его другу удовольствие, а что огорчает. И скоро Сен-Лу перестал нуждаться в ее наставлениях и в Бальбеке, где ее не было, ради меня, а она никогда меня не видела, и Сен-Лу вряд ли успел написать ей обо мне. Без всякой моей просьбы закрывал окно в нашей карете, уносил цветы, от запаха которых мне становилось нехорошо, а когда перед отъездом ему предстояло прощание с несколькими знакомыми, он постарался поскоря от них отделаться, чтобы напоследок побыть вдвоем со мной, чтобы подчеркнуть разницу в отношении, чтобы я увидел, что он меня выделяет. Любовница открыла ему глаза на невидимое, внесла возвышенное начало в его жизнь, утончила его душу, но всего этого не желала замечать его семья, твердившая в слезах, эта негодяйка в конце концов погубит его, а пока что бросает тень на его доброе имя. Правда, он уже взял от нее все хорошее, что она могла ему дать, и теперь она была для него лишь источником бесконечных страданий. Она разлюбила его и только мучила. В один прекрасный день она нашла, что он глуп и смешон. В этом ее уверили друзья, молодые писатели и артисты, и она повторяла это за ними с той горячностью и несдержанностью, какую мы обнаруживаем после того, как кому-нибудь удалось привить нам взгляды или привычки, до тех пор глубоко нам чуждые. Как и этим лицедеям, ей нравилось разглагольствовать о том, что между нею и Сен-Лу пропасть, потому что они разной породы, она интеллигентка, а он, что бы он ни доказывал, от рождения ненавистник интеллигентности. Она считала, что она глубоко права и искала доказательства своей правоты в незначащих словах своего любовника, в ничтожных его поступках. Но когда эти же друзья убедили ее еще и в том, что она подавала большие надежды, а что в совершенно неподходящем для нее обществе ее талант увянет, что любовник, в конце концов, засушит ее, что, живя с ним, она ставит крест на своем артистическом будущем, она, прежде только презиравшая Сен-Лу, теперь возненавидела его так, словно он старался во что бы то ни стало заразить ее смертельной болезнью. Она избегала встреч с ним, оттягивая, однако, момент окончательного разрыва, который мне лично казался весьма маловероятным. Сен-Лу шел ради нее на огромные жертвы, и хотя она была прелестная, Сен-Лу не показал мне ее карточку, он говорил, во-первых, она не красавица, а во-вторых, она плохо выходит на карточках, это моментальные фотографии, ее снимал я, у вас создался бы искаженный ее образ. Все-таки вряд ли нашла бы она человека, который проявил бы такое самопожертвование. Мне казалось, что если женщина помешана на том, чтобы при отсутствии таланта составить себе имя, и как бы она не считалась чем-либо мнением, впрочем, любовница Сен-Лу могла быть совсем иным человеком, то даже для третьей разрядной кокотки все это должно меркнуть, рядом с блаженством высасывать из любовника деньги. Сен-Лу, хотя лишь смутно догадывался, что происходит в душе его любовницы, и считал, что она не вполне искрена, когда бросают ему незаслуженные упреки, и когда клянется в вечной любви, все же временами чувствовал, что она порвала бы с ним, если б могла. Вот почему руководимый, по всей вероятности, инстинктом сохранения своей любви, быть может, более дальновидным, нежели сам Сен-Лу, выказав практическую сметку, уживавшуюся в нем самыми высокими и самыми безоглядными душевными порывами, он отказался перевести на ее имя капитал. Он занял огромные деньги, чтобы она ни в чем не нуждалась, но выдавал их ей только на день вперед, и если она в самом деле решила бросить его, то, вернее всего, спокойно ждала, когда сколотится капитал, а для этого, если принять во внимание, какие суммы давал ей Сен-Лу, требовался срок, вне всякого сомнения, очень небольшой, но все-таки дававший моему новому другу возможность длить свое счастье или несчастье. Этот драматический период в их связи, именно теперь достигший особенно мучительной для Сен-Лу остроты от того, что любовница велела ему уехать из Парижа, так он ее раздражал, и провести отпуск в Бальбеке, недалеко от его воинской части, начался с вечера у тетки Сен-Лу, давшей согласие на то, чтобы его подруга пришла к ней и для многочисленных гостей исполнила отрывки из символистской пьесы, в которой она однажды играла на сцене новаторского театра, заразив Сен-Лу своим увлечением этой пьесы. Когда же она появилась с большой лилией в руке в костюме скопированном Сан-Чилло Домини, предварительно внушив Роберу, что это настоящее художественное открытие, сборище клубных завсегдатаев и герцогинь встретило ее усмешками, но монотонное чтение, необычность некоторых слов и частое их повторение вызвали у собравшихся уже не усмешки, а дикий хохот, сначала придушенный, потом неудержимый, так что бедной исполнительнице пришлось прекратить чтение. В костюме скопированном Сан-Чилло Домини речь идет о фреске итальянского художника Фрабиато Анжелико 1387-1455 Благовещение Флоренция Монастырь Сан-Марко На фреске с лилией в руке изображен Архангел Гавриил. На следующий день тетку Сен-Лу все единогласно осудили за то, что она в своем доме позволила выступить такой ужасной артистке. Некий герцог, пользовавшийся большой известностью, прямо сказал тетке Сен-Лу, что она сама виновата. Дьявольщина! Нельзя же угощать такими прелестными номерами! Если бы еще у нее был талант, но таланта у нее никогда не было и не будет! Нет! Париж, прах его побери, не так глуп, как принято думать! Общество состоит не только из болванов! Эта милая барышня думала, должно быть, удивить Париж! Но Париж не так-то просто удивить! Есть вещи, которые никакая сила не заставит нас принять! А исполнительница, уходя, сказала Сен-Лу, каким дурындам, каким невоспитанным стервам, какому хамью ты меня привел! Я уж тебе все скажу! Там не было ни одного мужчины, который бы мне не подмигнул, не толкнул ногой! Я на их заигрывание не ответила! Вот они мне и отомстили! Эти слова превратили неприязнь Робера к светским людям в глубочайшее болезненное отвращение и внушали ему такое чувство как раз те, кто меньше всего это заслуживал. Искренне любящие родственники, уполномоченные семьей уговорить подругу Сен-Лу порвать с ним. Она же доказывала ему, что их подвинула на эти переговоры влюбленность в нее. Робер перестал у них бывать, но когда он, как, например, в настоящее время находился вдали от своей подруги, ему все думалось, что они или же еще кто-нибудь пользуются его отсутствием, чтобы добиться своего и чего доброго имеют успех. И когда он говорил о прожигателях жизни, обманывающих друзей, старающихся развратить женщин, затащить их в дом свиданий, лицо его принимало страдальческое, злобное выражение. Мне было бы легче убить их, чем собаку. Собака — животное, по крайней мере, милое, преданное, верное. По ним плачет гильотина больше, чем по горемыкам, которых толкнули на преступление. Во-первых, нищета, а во-вторых, бессердичие богачей. Большую часть времени отнимали у него письма и телеграммы любовницы. Когда она запрещала ему приехать в Париж и на расстоянии изыскивала предлог для того, чтобы поссориться с ним, я каждый раз угадывал это по его расстроенному лицу. Любовница никогда ни в чем его не упрекала, а сын Лу, подозревая, что, может быть, она сама не знает, что поставить ему в вину и что он просто-напросто надоел ей, все-таки ждал от нее объяснений и писал ей, «Скажи, что я сделал, я готов признать мою вину». Душевная боль убеждала его, что он, наверное, как-то не так себя вел. Она бесконечно долго не отвечала ему, да и в ответах ее ничего нельзя было понять. Вот почему сын Лу был почти всегда хмурый и очень часто он без толку ходил на почту. Из всего отеля только он до Франсуаза сами относили и сами получали письма. Он, потому что его, как всякого влюбленного, одолевало нетерпение, а она, потому что была недоверчива, как все слуги. За телеграммами он ходил гораздо дальше. Несколько дней спустя, после обеда у Блоков, бабушка, очень довольная, сказала мне, что Сен-Лу попросил у нее разрешения сфотографировать ее перед своим отъездом из Бальбека. И когда я увидел, что по всему случаю бабушка надела лучшее свое платье и выбирает шляпу, то на меня это ребячество особенно приятного впечатления не произвело. От кого, от кого, но от нее я никак этого не ожидал. Я даже спросил себя, не обманулся ли я в бабушке, не слишком ли я высоко ее ставлю, так ли она равнодушна к своему внешнему виду, нет ли в ней того, что, как мне всегда казалось, особенно чуждо ей, кокетство. К сожалению, досада, которую вызвал у меня проект фотографирования, а еще больше удовольствия, которое он, по-видимому, доставлял бабушке, так ясно отразилось на моем лице, что Франсуаза не могла ее не заметить и неумышленно усилила ее, обратившись ко мне с трогательной, умильной речью, которую я, однако, не проникся. Ах, сударь, бедной барыне страх, как хочется сняться. Для такого случая она даже наденет шляпу, которую ей переделала старая Франсуаза. Пусть уж она, сударь. Вспомнив, что бабушка и мама, во всем служившие мне примером, часто посмеивались над сентиментальностью Франсуазы, я решил, что и мне не грех над ней посмеяться. Бабушка, заметив, что у меня недовольный вид, сказала, что если я против того, чтобы она фотографировалась, то она откажется. Я возразил ей, заявил, что, на мой взгляд, тут ничего неудобного нет, и, чтобы дать ей возможность принарядиться, ушел. Но прежде, чем уйти, еще необходимо показать, какой я дальновидный и твердый. Чтобы лишить ее удовольствия, которое она испытывала при мысли о фотографировании, я сделала несколько насмешливых, язвительных замечаний. Таким образом, хотя я все-таки увидел роскошную бабушкину шляпу, зато мне удалось согнать с лица бабушки то счастливое выражение, от которого я должен был бы прийти в восторг, но которое, как это очень часто случается, пока еще живы те, кого мы особенно любим, раздражает нас, потому что мы воспринимаем его как пошлость, а не как проявление радости, тем более для нас драгоценное, что нам так хочется порадовать их. Я был не в духе, главным образом потому, что всю эту неделю бабушка словно избегала меня, и мне не удавалось ни минуты побыть с ней вдвоем, ни днем, ни вечером. Когда я возвращался в отель днем, чтобы хоть ненадолго остаться с ней наедине, мне говорили, что ее нет. Или же она запиралась с Франсуазой, и эти их продолжительные совещания мне не разрешалось прерывать. Проведя где-нибудь вечер с Сен-Лу, я на обратном пути думал о той минуте, когда я обниму бабушку. Но сколько я потом не ждал тихих стуков в стену, которыми она звала меня проститься, стуков не было слышно. В конце концов, слегка сердясь на нее за то, что она с таким необычным для нее равнодушием лишает меня радости, столь мною чаемой. Я ложился, некоторое время с бьющимся, как в детстве сердцем, прислушивался, не скажет ли мне что-нибудь стена, но стена упорно молчала, и я засыпал в слезах. В тот день, как и в предыдущие, Сен-Лу поехал в Донсьер, где уже и теперь, до своего окончательного возвращения, он должен был проводить время до вечера. Мне было без него скучно. Я видел, как из экипажа вышли молодые женщины, как одни из них направились в танцевальный зал-казино, другие к мороженщику, и я издали залюбовался ими. Я был в той поре юности, поре свободной, когда у нас нет еще определенной привязанности, когда, подобно влюбленному, тянущемуся к той, кем он увлечен, мы вечно жаждем красоты, всюду ищем ее, всюду видим. Достаточно одной реальной черты, того, что издали можно различить в женщине, или если она стоит к нам спиной, и мы воображаем, что перед нами красота. Сердце наше бьется, мы идем быстрее, и так до конца, и остаемся наполовину уверенными, что то была она, но только если женщина скрылась. Если же нам удается догнать ее, мы убеждаемся в своей ошибке. Впрочем, я чувствовал себя все хуже и хуже, и склонен был преувеличивать самые обыкновенные удовольствия из-за того, что доставались они мне нелегко. Мне всюду мерещились элегантные женщины, от того, что я очень уставал, и от робости не решался подойти к ним ни на пляже, ни в казино, ни в кондитерской. И все же, хотя я и думала о близкой смерти, мне хотелось узнать, как выглядят вблизи, в действительности, самые хорошенькие девушки, каких только жизнь могла мне подарить, хотя бы даже не я, а кто-нибудь еще, а то и вовсе никто, воспользовался этим даром. Ведь я правда не отдавал себе отчета, что своим происхождением моя любознательность обязана стремлением к обладанию. Я осмелился бы войти в бальную залу, если бы со мной был Сен-Лу, но так как Сен-Лу отсутствовал, то я стоял около Гранд-Отеля в ожидании, когда пора будет идти к бабушке, и вдруг почти в конце набережной увидел каким-то странным движущимся пятном приближавшихся ко мне не то пять, не то шесть девушек, столь же непохожих и видом, и повадками на всех примелькавшихся мне в Бальбеке, как отличались бы от них залетевшие не весть откуда стаи чаек, гуляющих мерным шагом по пляжу. Отставшие, взлетая, догоняют их, причем цель этой прогулки настолько же неясна купающимся, которых они словно не замечают, насколько четко вырисовывается она перед птичьими их умами. Одна из незнакомок вела свой велосипед, две несли клюшки для гольфа. Их одеяние резко выделялось на фоне одеяния бальбекских девушек, из коих иные, хотя и занимались спортом, однако спортивных костюмов не носили. В этот час мужчины и женщины гуляли по набережной под убийственным огнем, которое открывало по ним, направляя на них лорнет, точно не являли собой гнездилище пороков, которые она должна была подробно изучить, жена председателя суда, торжественно восседавшая перед открытой эстрадой, в середине грозного ряда стульев, на которые вскоре усядутся, из актеров превратившись в критиков, сами гуляющие, чтобы судить тех, кто будет идти мимо них. Все эти люди, ходившие по набережной, покачиваясь словно на палубе корабля, они не умели поднять ногу так, чтобы не пошевелить при этом рукой, не поглядеть вбок, не приподнять плечи, не уравновесить только что сделанного движения движением в противоположную сторону и не покраснеть от натуги. Желая показать, что им ни до кого нет дела, притворялись, будто не видят тех, кто шел рядом или навстречу, но украдкой все-таки поглядывали на них из боязни столкнуться и тем не менее натыкались, и некоторое время не могли расцепиться, потому что ведь и они в свою очередь служили предметом тайного внимания, скрытого под наружным презрением. Любовь к толпе, а значит и страх толпы, составляет одну из самых мощных движущих сил у всех людей, независимо от того, хотят они понравиться, удивить или же выразить пренебрежение. У отшельника причиной почти полного уединения длящегося до конца его дней часто бывает безумная любовь к толпе, любовь, которая оказывается настолько сильнее других его чувств, что не властный вызвать восхищение швейцара, прохожих, извозчика, он предпочитает совсем их не видеть и отказывается от всякой деятельности, только бы не выходить из дома. Иные из этих людей были увлечены какой-нибудь мыслью, но мыслью скачущей, что проявлялось у них в порывистых движениях, в блуждающих взглядах. И эта порывистость и это блуждание были так же негармоничны, как предусмотрительное пошатывание окружающих. И только девочки, на которых я обратил внимание, с той уверенностью движений, которая является следствием безукоризненной гибкости тела и непритворного презрения ко всему роду человеческому, шли прямо, не качаясь и не напрягаясь, делая только те движения, какие им хотелось сделать. Их руки и ноги были вполне самостоятельны, а голова и туловище поражали своей неподвижностью, той неподвижностью, какой отличаются хорошие вальсеры. Они были уже близко, каждая представляла собой совершенно особый тип, но красота была во всех. Впрочем, откровенно говоря, я смотрел на девушек всего лишь несколько мгновений, не смея глядеть в упор, и еще не успел уловить своеобразие каждой из них. Если не считать той, что особенно резко выделялось своим прямым носом и смуглостью, так на картине эпохи возрождения выделяется волх благодаря своему арабскому типу, у одной из них на меня произвели впечатление лишь жестокие, упрямые и веселые глаза, у другой щеки, румянец которых, отливавший медью, напоминал герань, и даже эти черты еще не связывались в моем представлении именно с этой девушкой, а не с другой. И когда в той последовательности, в какой развертывалась передо мной эта дивная целая, где соседствовали самые разные облики, где сосуществовали всевозможные краски, что не мешало ему быть недробимым, как музыка, ибо в музыке я не мог бы отъединить и узнать фразы, при первом слушании выделенные мной и тут же забытые. Передо мной всплывал белый овал лица, глаза черные, глаза зеленые, я затруднился бы ответить на вопрос, они ли только что обворожили меня, я не мог предать эти черты той девушке, которую я отличил от других и узнал. И вот от этого отсутствия в моем восприятии граней, которое мне надлежало в недалеком будущем провести, в группе девушек наблюдалось мерное колыхание, непрерывное излучение текучей, собирательной, движущейся красоты. Быть может, не только случай подобрал и соединил таких красивых подружек, быть может, эти девушки, уже самая их манера держаться, свидетельствовало о том, что они смелы, легкомысленны и жестоки, не выносили ничего смешного, ничего уродливого, были равнодушны к духовным и моральным ценностям, испытывали невольное отвращение к тем своим сверстницам, у которых мечтательность и чувствительность выражались в застенчивости, в стеснительности, в неловкости, в том, что эти девушки, наверное, называли дурным тоном, не сближались с ними и, наоборот, сходились с теми, в ком их привлекало сочетание грации, ловкости и внешнего изящества, то есть единственная форма, которая, по их мнению, могла заключать в себе пленительную душевную прямоту и залог приятного совместного времяпрепровождения. Быть может, также класс, которому они принадлежали и который я не мог определить, находился в том периоде своего развития, когда то ли благодаря богатству и досугу, то ли благодаря новомодному увлечению спортом, охватившему даже некоторые слои простонародья и физической культурой, которой пока еще не прибавилось духовное, быть может, их социальная среда, подобно тем гармоничным и плодотворным направлениям в скульптуре, которые пока еще не стремятся к передаче страдальческого выражения, легко и в изобилии производят красивые тела с красивыми ногами, с красивыми бедрами, с лицами здоровыми и спокойными, с живым и лукавым взглядом. И не явились ли мне у моря благородные и безмятежные образцы человеческой красоты, похожие на статуи под лучами солнца на берегах Греции? Так вот, стайка этих самых девушек, светоносной кометы, совершавшая свой путь по набережной, видимо, считала, что окружавшая ее толпа состоит из существ совсем иной породы, так что даже страдания этих существ не могли бы возбудить в ней участие. Девушки словно не замечали толпу, заставляли тех, кто стоял на дороге, расступаться, как перед никем неуправляемой машиной, от которой нельзя ожидать, что она объедет пешеходов. И только в крайнем случае, если какой-нибудь старичок, существование которого они не желали признавать, и всякое общение с которым было для них немыслимо, от них убегал, они, глядя на его быструю и смешную жестикуляцию, выражавшую страх или возмущение, пересмеивались. Им не надо было наигрывать презрение ко всему, что находилось за пределами ее группы. Непритворное их презрение было достаточно сильно. Но при виде какого-нибудь препятствия они не могли отказать себе в удовольствии преодолеть его с разбега или одним прыжком. Их всех переполняло, в них било ключом молодость, которую так хочется расточать, даже когда тебе грустно или не здоровится, повинуясь скорее потребностям возраста, чем минутному настроению. И ты ни за что не упустишь случая по всем правилам искусства прыгнуть или проскользить, прерывая, перебивая медленную свою походку, как Шопен самую грустную фразу, грациозными скачками, в которых прихоть сочетается с виртуозностью. Жена старика-банкира после долгих колебаний усадила наконец мужа на складной стул лицом к набережной возле эстрады, защищавшая его от ветра и солнца. Убедившись, что она хорошо устроила его, жена пошла за газетой, чтобы потом почитать ему вслух. Эти ее отлучки, длившиеся не больше пяти минут, казались ей очень долго мне, но она все-таки позволяла их себе довольно часто, чтобы у ее старого мужа, о котором она старалась заботиться так, чтобы он этого не замечал, создавалось впечатление, будто он еще в состоянии жить, как живут все и в опеке не нуждается. Возвышавшаяся над ним эстрада представляла собой естественный и заманчивый трамплин, и вот по направлению к нему-то без малейших колебаний и побежала старшая в стайке. Она перескочила через перепуганного старика, задев своими ловкими ногами его морскую фуражку, чем доставила огромное удовольствие другим девушкам, особенно зеленым глазам на румяном лице, выражавшим восторг и радость, сквозь которую, как мне показалось, проступала застенчивость, стыдливая и задиристая, проступала только у нее одной. Бедный старикашка, мне его жаль, ведь он чуть было не окочурился, с легкой насмешкой в риплом голосе сказала одна из девушек. Они прошли еще несколько шагов, потом, не обращая внимания на то, что загородили дорогу, остановились посовещаться, образовав неправильные формы скопления, плотное, причудливое и щебетливое, подобное птичьей станице перед отлетом. Потом они возобновили медленную свою прогулку над морем. Теперь прелестные их черты уже не были неразличимы и слитны. Я распределил их и наделил ими, вместо неизвестных мне имен, высокую, прыгнувшую через старика банкира, маленькую, чьи пухлые розовые щеки и зеленые глаза выделялись на фоне морской дали. Смуглянку с прямым носом, резко отличавшуюся от других, еще одну с лицом белым, точно яйцо, с носиком изогнутым, как клюв у цыпленка. Такие лица бывают только у очень молодых людей. Еще одну высокую в пелерине, в которой она выглядела бедной девушкой, которая до такой степени не соответствовала стройности ее стана, что объяснить этот разнобой можно было разве лишь тем, что ее родителям, людям довольно знатным, не желавшим ради бальбекских купальщиков редить своих детей, было совершенно все равно, что их дочь, гуляющая по набережной, на взгляд всякой милюзги, одета чересчур скромно. Девушку с блестящими веселыми глазами, с полными матовыми щеками, в черной шапочке, надвинутой на лоб. Ведя велосипед, она так разухабисто покачивала бедрами, употребляла такие площадные словечки, между прочим, я расслышал затасканное выражение «прожигать жизнь», так громко их произносило, что, поронявшись с ней, я отверг догадку, на какую меня навела пелерина ее подруги, и решил, что, вернее всего, это тот сорт девиц, который посещает велодромы, что это совсем еще юные любовницы велосипедистов-гонщиков. Во всяком случае, я не допускал мысли, что это девушки порядочные. Я сразу, по одному тому, как они со смехом переглядывались, по пристальному взгляду девушки с матовыми щеками, понял, что они испорчены. Притом бабушка внушала мне слишком строгие понятия о нравственности. Вот почему то, чего делать не следует, представлялось мне чем-то единым. Следовательно, рассуждал я, если девушки не уважают старость, значит, что же может вдруг заставить их удержаться от больших соблазнов, чем прыжок через восьмидесятилетнего старика? Теперь я их уже отделял одну от другой. И все-таки разговор, который вели между собой их взгляды, оживленные чувством удовлетворения и духом товарищества, временами загоравшиеся любопытством или выражавшие вызывающее равнодушие, в зависимости от того, шла ли речь о подруге или о прохожих, равно как и сознание близости, позволявшим всегда гулять вместе, целой стайкой. Устанавливали между их телами, самостоятельными и обособленными, пока немедленно двигались вперед, некую связь, незримую, но гармоничную, накрывали их теплым облаком, окутывали особой атмосферой, образуя из них единое целое, настолько же однородное, насколько отличались они от остальной толпы, среди которой они шествовали. На одно мгновение, когда я проходил мимо щекастой брюнетки, ведший велосипед, мой взгляд встретился с ее взглядом, косым и веселым, исходившим из глубины того внечеловеческого мира, в котором жило это маленькое племя, из недоступной неизвестности, куда представление обо мне, разумеется, не могло бы проникнуть, где для него не оказалось бы места. В шапочке, надвинутой на самый лоб, занятой разговором с подругами, увидела ли она меня в тот миг, когда черный луч, который шел от ее глаз, скользнул по мне. Если увидела, то каким я ей показался. И зло, на какой вселенной различила она меня. Ответить себе на эти вопросы мне было так же трудно, как по некоторым особенностям соседней планеты, которые показывает нам телескоп, угадать, что там живут люди, что они видят нас и какое мы производим на них впечатление. Если бы мы полагали, что глаза девушки всего лишь блестящие кружки слюды, мы бы не жаждали познакомиться и соединить с ней свою жизнь. Но мы чувствуем, что свечение этих отражающих дисков зависит не только от их устройства, что для нас они непонятные, темные тени представлений, какие составило себе это существо о людях и о знакомых ему местностях, о лужайках и подромах, о песке дорог, по которым, летя на велосипеде меж полей и лесов, увлекала бы меня за собой эта маленькая Перри, более прельстительная, чем Перри персидского рая, а еще тени дома, куда она вернется, тени того, что замыслила она и что замыслили за нее другие. Главное же, она сама, с ее желаниями, влечениями, неприязнями, с неосознанной, но неуклонной волей. Я знал, что не буду обладать юной велосипедисткой, если не овладею тем, что таится в ее глазах. И вот поэтому вся ее жизнь возбуждала во мне желание, желание мучительное от того, что я сознавал его несбыточность, но и упоительное, ибо то, что до сих пор было моей жизнью, внезапно перестало быть всею моей жизнью. Оно уместилось на крохотной частице раскинувшегося передо мной пространства, которое я стремился преодолеть, и которое являло собой ничто иное, как жизнь этих девушек, и обещало мне продление, возможно, большее размножение моего я. А ведь это и есть счастье. И понятно, коль скоро привычки, а также и мысли, были у нас с ними разные, мне было особенно трудно сблизиться с ними, понравиться им. Но, быть может, именно в силу различий, благодаря сознанию, что ни в натуре, ни в поступках девушек нет решительно ничего знакомого или свойственного мне, чувство присыщения уступило во мне место жажде, похожей на то, от какой изнывает сухая земля, жажде той жизни, которая до сих пор не уделила моей душе ни единой капли, и которую моя душа тем более жадно поглощала бы, не торопясь, всецело отдаваясь впитыванию. Я долго смотрел на велосипедистку с блестящими глазами, и, заметив это, она сказала самой высокой что-то ее насмешившее, но что именно, я не расслышал. Откровенно говоря, мне больше всех нравилась не брюнетка, именно потому, что она была брюнетка, а еще потому, что с того дня, когда я на тропинке в Тансон-Вилле увидел Жильберту, недостижимым идеалом оставалась для меня рыжая девушка с золотистой кожей. Но не потому ли я полюбила Жильберту, что она явилась мне в ореоле своей дружбы с Берготом, вместе с которым она осматривала соборы, и не потому ли меня радовал взгляд брюнетки, облегчавшей, как мне думалось, знакомство с нею первой, что он подавал мне надежду на то, что брюнетка представит меня подругам, безжалостной, которая перепрыгнула через старика, жестокой, которая сказала «Мне его жаль, бедный старикашка». Всем по очереди, всем этим девушкам, неразлучная дружба с которыми придавала ей особую прелесть. И все-таки мысль, что я вдруг доподружусь с одной из них, что их чужой мне взгляд, который рассеянно скользя по мне, как играет по стене солнечный зайчик, внезапно меня ввонзался, каким-нибудь алхимическим чудом возьмет, да и пропустит сквозь несказанно прекрасные частицы и глаз понятие о моем существовании, что-то похожее на дружеское чувство ко мне, что я когда-нибудь займу место среди них, приму участие в их шествовании по берегу моря. Эта мысль представлялась мне не менее нелепой, чем если бы, стоя перед античным фризом или фреской, изображающей шествие, я, зритель, счел бы возможным занять место, заслужив их любовь среди божественных участниц процессии. Итак, познакомиться с девушками счастье недостижимое. Конечно, такого счастья я лишал себя не впервые. Со столькими незнакомками уже здесь, в Бальбеке, мчавшаяся коляска разлучила меня навсегда. В самом наслаждении, какое доставляла мне стайка благородством форм, напоминавшие дев Эллады, было что-то похожее на чувство, которое я испытывал при виде того, как мелькают мимо меня женщины на дороге. Эта летучесть существ, нам незнакомых, вырывающих нас из привычного мира, где женщины, с которыми мы видим сейчас-то, в конце концов, обнаруживают свои изъяны, подбивают нас, бросятся за ними в погоню, и тут уж воображение наше не удержать. А исключить из наших наслаждений воображение, значит, свести их на нет. Если бы этих девушек предложила мне одна из посредниц, от чьих услуг я, как известно, не отказывался, если бы извлечь их из стихии, сообщавшей им столько неуловимых оттенков, я был бы не так очарован ими. Надо, чтобы воображение, побуждаемое неуверенностью в том, удастся ли ему достичь своей цели, поставило перед собой другую цель, которая скрыла бы от нас первую, и, заменив чувственное наслаждение стремлением проникнуть в чужую жизнь, не дало нам познать это наслаждение, ощутить его настоящий вкус, ввести его в определенные рамки. Нужно, чтобы между нами и рыбой, а то, если бы мы увидели ее в первый раз на столе за обедом, мы подумали бы, что она не стоит множества хитростей и подвохов, применяющихся теми, кто хочет ее поймать. Встала во время послеполуденного лова зыбь на поверхности, которая в текучести прозрачной и подвижной лазури устремилась бы со дна, пока мы еще не отдаем себе ясного отчета, что мы станем с ней делать, гладкость некоего тела, расплывчатость некоей формы. Девушки выигрывали еще и от изменения социальных пропорций, характерного для жизни на курорте. Все преимущества, от которых в обычных условиях мы увеличиваемся в росте, возвышаемся, здесь становятся незаметными, в сущности упраздняются. Зато особы, которых мы таковыми преимуществами наделяем без всяких к тому оснований, искусственно увеличиваются в объеме. На курорте незнакомка вообще, а сегодня вот эти девушки, приобретали в моих глазах огромные значения, и я же лишался возможности дать им понять, какое значение мог бы иметь для них я. Для курортной жизни прогулка стайки была всего лишь промельком в бесконечном скольжении женских фигур, всегда меня волновавшим, но стайка скользила до того медленно, что эта ее медлительность граничила с неподвижностью. И вот даже при такой неспешной поступе лица, неувлекаемые вихрем, но спокойные и отчетливые, мне все-таки показались прекрасными, и я уже не имел оснований предполагать, как очень часто предполагал, когда меня уносила коляска маркиза Девиль-Перези, что на близком расстоянии, остановись я на минутку, некоторые черты, рябины, неприятные ноздри, глупое выражение, насильственная улыбка, плохая фигура, изменили бы лицо и тело женщины, которые мое воображение, конечно, приукрашало, ведь мне достаточно было издали заметить красивую линию тела, хороший цвет лица, и я уже уверенно дорисовывал прелестные плечи, чарующий взгляд, который я всегда хранил у себя в памяти или же в своем представлении, но эти попытки схватить внешний облик человека на лету обманывают нас так же, как чересчур быстрое чтение, когда мы, выхватив один единственный слог и не давая себе труда правильно прочесть другие, заменяем написанное слово совершенно иным, которое нам подсказала память. Сейчас этого быть не могло. Я хорошо рассмотрел лица девушек. Не всех я видел в профиль, редко кого анфас, но с нескольких довольно разных точек, что дало мне возможность уточнить, то есть выверить, взять пробу различных предположений о линиях и красках, предположения, на какие отваживается первый взгляд, и углядеть сквозь меняющееся выражение нечто нерушимо вещественное. Вот почему я мог сказать себе с уверенностью, что ни в Париже, ни в Бальбеке, ни при самых благожелательных гипотезах относительно того, что они представляют собой на самом деле, даже если бы мне удалось поговорить с ними, между мелькавшими мимо меня женщинами, на ком задерживался мой взгляд, не было ни одной, чье появление, а затем мгновенное исчезновение, навеяло на меня более сильную грусть, чем должно было навеять появление и исчезновение этих, дало мне почувствовать, что дружба с ними может быть так же упорительна, как с этими. Ни среди актрис, ни среди крестьянок, ни среди монастырок я ни разу не видел ничего столь же прекрасного, исполненного такой же загадочности, не видел ничего столь же баснословно драгоценного, столь же безусловно то был неведомого и невозможного в жизни счастья такой чудесный и совершенный образец, что я почти уже под влиянием духовного начала приходил в отчаяние отпугавшей меня мысли, что мне не удастся в этих особых условиях, когда ошибки быть не может, познать то наиболее таинственное, что сулит чаемые нами красота и что всегда ускользает от нас. Мы же довольствуемся тем, что ищем наслаждений, в которых Сван отказывал себя до знакомства с Адетой, у женщин нелюбимых, и мы умираем, так и не вкусив того, другого наслаждения. Понятно, на самом деле неизведанного наслаждения могло и не оказаться, при приближении к нему его тайна могла рассеяться, оказаться лишь отражением, миражом нашего желания. Но в этом случае я мог бы роптать только на незыблемый закон природы. Если ему подвластны эти девушки, то значит подвластны и другие, а не на недостатки объекта. Ведь я всех предпочел бы ему, с удовлетворением ботаника, отдавая себе полный отчет, что нигде не найдешь объединение более редкостных видов, чем эти молодые цветы, заслонявшие от меня часть береговой линии своей легкой живой изгородью, похожей на куст пенсильванских роз, этого украшения садов на скалистом берегу океана. Роз, меж которыми виден путь парохода, медленно скользящего по голубой горизонтальной черте, идущий от стебля к стеблю, до того медленно, что ленивый мотылек, замешкавшийся в венчике, мимо которого судно давно прошло, может быть твердо уверен, что достигнет другого венчика раньше корабля, даже если дождется, когда всего лишь узенькая полоска лазури будет отделять нос корабля от крайнего лепестка на цветке, к которому он движется. Я вернулся в отель, во-первых, потому что мне предстоял ужин в Ривбеле с Робером, а во-вторых, потому что бабушка требовала, чтобы в такие вечера я перед отъездом провозил час в постели, потом бальбекский врач предписал мне устраивать себе такой отдых ежедневно. Но в отеле не надо было проходить через вестибюль, то есть со стороны противоположной набережной. В виде уступки, вроде той, что делалось в Комбре по субботам, когда мы завтракали на час раньше, в бальбекском гранд-отеле накрывали к ужину, хотя казалось, что это еще время дневного чая. Так по-летнему долго было светло. Высокие окна вровень с набережной не затворялись. Один шаг через тонкую деревянную раму, и вот я уже в столовой, а из столовой прямо к лифту. Проходя мимо конторы, я улыбнулся директору и без малейшего отвращения заметил улыбку и на его лице, которое с того дня, когда я приехал в бальбек, мое проницательное внимание понемногу окрашивало и видоизменяло, точно это был естественный исторический препарат. Его черты, опошлившись, наполнились смыслом неглубоким, но понятным, как разборчивый почерк, и уже ничуть не походили на затейливые, нестерпимые для глаза литеры, из которых состояло его лицо, каким оно представлялось мне в первый день, когда я увидел перед собой человека, теперь уже забытого, или, если мне и удавалось восстановить его в памяти, неузнаваемого, имевшего очень мало общего с тем незначительным учтивым субъектом, теперь это была его карикатура, уродливая и обобщенная. Не испытывая ни робости, ни грусти, как в день приезда, я позвонил лифтеру, и лифтер уже не молчал, пока мы с ним поднимались в лифте, точно внутри движущейся грудной клетки, перемещающейся вдоль позвоночного столба, а все повторял, «теперь уж не так много народу, как прошлый месяц, скоро начнут разъезжаться, день убавляется». Это не соответствовало действительности, но он уже сговорился о переходе в более теплую часть побережья, и ему хотелось, чтобы мы все разъехались как можно скорее, чтобы наш отель закрылся, и чтобы у него благодаря этому выкрылось несколько свободных дней перед возвращением на новое место. Кстати, сказать, возвратиться на новое место в устах лифтера не было бессмыслицей, вместо поступить он обычно говорил возвратиться. Меня только удивило, что лифтер унизился до употребления слова места, ибо он принадлежал к той части современного пролетариата, который стремится вытравить из своего языка следы рабства. Но он тут же сообщил мне, что в новых условиях, в которые ему предстоит возвратиться, мундир у него будет красивее и больше оклад. Слова ливрея и жалования казались ему устарелыми и роняющими человеческое достоинство. Но в противовес языку пролетариев язык хозяев упорно держится за представление о неравенстве. И из-за этой нелепости я плохо понимал лифтер. Меня, например, интересовало одно — у себя ли в номере бабушка. Так вот, предупреждая мои расспросы, лифтер говорил мне, эта дама только что от вас вышла. Меня это всякий раз сбивало с толку, я думаю, что он имеет в виду бабушку. Нет, другая дама, кажется, это ваше служащее. На старом языке буржуазии, который давно пора вывести из употребления, кухарку нельзя назвать служащей. И я на секунду призадумывался, он что-то путает, у нас нет ни завода, ни служащих. И вдруг я вспоминал, что наименование служащей — это все равно, что ношение усов для официантов в кафе, оно отчасти льстит самолюбию прислуге, и догадывался, что дама, вышедшая из нашего номера, франсуаза, вернее всего, отправившаяся в кафетерий или посмотреть, как шьет портниха бельгийки. Но самолюбие лифтера этим все же не удовлетворялось. Сочувствие к своему классу он любил выражать через единственное число — у рабочего или у небогатого. Вот так же Россин говорит «бедный человек». Но я был далеко не так любознателен и застенчив, как в первый день, и потому обыкновенно с лифтером не разговаривал. Теперь уже он не получал ответа на свои вопросы во время короткой поездки, пока он несся вверх по отелю, просверленному точно игрушка и на всех этажах, раскрывавшему перед нами ответвление коридоров, в глубине которых свет скрадывался, тускнел, утончал двери и ступени лестниц и преображал их в золотистый янтарь, зыбкий и таинственный, как сумерки на картине Рембрандта, выхватывающего из них то подоконник, то рукоятку от колодезного вала. И в каждом этаже золотистый отблеск на ковре объявлял о заходе солнца, а также о том, что тут близко окошко уборной. Я задавал себе вопрос, в Бальбекеле живут девушки, которых я видел, и кто они такие. Когда нас влечет к какому-нибудь кружку, то все, что с ним связано, сначала волнует нас, а потом уносит в область мечтаний. Я слышал, как на набережной одна дама сказала, это подруга маленькой Симоне, и при этом у нее был такой вид, словно она давала лестные пояснения, вроде, например, такого, он и маленький Ларош-Фуко неразлучные друзья. И тотчас же лицо особы, которое об этом узнало, выразило любопытство к той счастливице, что была подругой маленькой Симоне. Такое честь и, наверное, удостаивались не все, ведь аристократия понятие относительное. В каком-нибудь плохоньком дачном месте сын торговца мебелью, законодатель мод и царствует в своем дворе, как юный принц Оэльский. Я часто потом селился вспомнить, как прозвучала для меня на пляже фамилия Симоне. Форма ее была тогда еще мне не ясна, она лишь едва-едва обозначалась, равно, как и ее то, что могла она для кого-нибудь значить. Словом, в ней была та неопределенность и та новизна, которая и так волнует впоследствии, когда эта фамилия, буква которой с каждым мгновением все глубже врезает в нас неослабевающее наше внимание, станет, в моей жизни фамилия маленькой Симоне будет играть такую роль лишь несколько лет спустя, первым словом, какое нам приходит на память после сна или после обморока, еще до того, как мы сообразим который час их демой, почти до слова «я», точно фамилия этого существа, в большей степени мы, чем мы сами, точно после нескольких секунд бессознательного состояния, раньше, чем какой-нибудь другой отдых, кончается отдых от мысли об этом существе. По непонятной причине я сразу догадался, что Симоне фамилия одной из девушек, и потом все время ломал себе голову, как бы мне познакомиться с семейством Симоне. Хотел же я, чтобы нас познакомил кто-нибудь, на кого эта девушка смотрела бы снизу вверх, а найти такого человека нетрудно, думалось мне, если только эта девушка всего-навсего шлюшка из простых, тогда она не отнесется ко мне с пренебрежением. А ведь нельзя до конца узнать презирающего тебя человека, нельзя вобрать его в себя до тех пор, покуда ты не переборешь его презрение. Пусть только войдет в нас незнакомый женский образ, и мы, если только забвение или же соперничество других образов не изгонят его, не успокоимся, пока не превратим эту пришелицу в нечто похожее на нас. Дело в том, что наша душа так же реагирует и так же действует, как и наш организм, не терпящий вторжения инородного тела, и сейчас же старающийся переварить или же усвоить это нечто постороннее. Маленькая Симоне должна была быть самой хорошенькой из всех, а во-вторых, той, которая, как мне представляло, смогла бы стать моей возлюбленной, потому что только она раза три искоса взглянула на меня и как будто заметила, что я не отрываю от нее глаз. Я спросил лифтера, не знает ли он в Бальбеке Симоне. Лифтер не любил сознаваться, что он чего-нибудь не знает и предпочел ответить, что, кажется, кто-то при нем называл эту фамилию. Как только мы поднялись на самый верх, я попросил его прислать мне списки прибывших за последнее время. Я вышел из лифта, но вместо того, чтобы идти к себе в номер, пошел дальше по коридору. В этот час коридорный на нашем этаже, хоть и боялся сквозняков, отворял крайнее окно, выходившее не на море, а на холм и долину, но скрывавшее их от нашего взора. Оно почти никогда не отворялось, а стекла в нем были матовые. Я решил сделать у окна короткую остановку на короткое время, чтобы восхититься видом, открывавшимся теперь за холмом. У этого холма стоял наш отель, а на холме дом, и, хотя их отделяло известное расстояние, перспективы и вечернее освещение не отнимали у дома его объемности. Они украшали его драгоценной резьбой, превращали в ларец с бархатной подкладкой, вроде тех миниатюрных произведений зодческого искусства, церковочек или часовинок из серебра, золота и эмали, которые служат ковчежцами и которые только по особым дням выносятся для того, чтобы верующие к ним приложились. Однако мое любование должно быть затянулось, потому что коридорный, в одной руке державший связку ключей, а другой в знак приветствия дотрагивавшийся до своей скуфейки, но не снимавший ее из боязни вечерней свежести и прохлады, закрыл точной дверц иракей обе створки окна, отняв у моего восторга монумент в уменьшенном размере, золотую святыню. Я вошел к себе в номер. С течением времени года менялась картина в окне. На первых порах оно было ярко освещено и лишь в ненастные дни становилось темным. Тогда в зеленовато-синем стекле, который словно вздували круглые волны, море, оправленное в железо косяков моего окна, точно в свинец витража, разузоривало всю широкую скалистую кромку залива перистыми треугольниками неподвижной пены, вычерченными так тонко, как Пизанелло писал перо или пух, и закрепленными прочной густой белой эмалью, с помощью которой Галле изображает на стекле снежный покров. Пизанелло Виторе около 1380-1456 годы. Итальянский художник и скульптор венецианской школы. Он прославился своими фресками в Вероне, но особенно медалями с портретами современников. Галле и Миль 1846-1904 Французский скульптор и ювелир Скоро дни стали короче, и когда я входил к себе в номер, то казалось, что лиловое небо, клейменное, не меняющее очертание геометрически правильной, плавучей, сверкающей фигурой солнца, представавшей взоры неким чудотворным знаменем, неким мистическим видением, на шарнире горизонта наклонено над морем, точно за престольный образ над престолом. Отдельные же части заката, отражавшиеся в стеклах, тянувшихся вдоль стен низеньких книжных шкафов красного дерева, и мысленно мною соотносимые с дивной картиной, из которой они были выхвучены, напоминали отдельные сцены, воспроизведенные старинным мастером в монастыре на раке, а теперь выставляемые порознь на сохранившихся от раки створках в музее, где только воображение посетителя способно водворить их на прежнее место. А несколько недель спустя я уже входил к себе в номер после захода солнца. Подобно и той, что я видел в Комбре над Кальварием, когда возвращался с прогулки, думая о том, что перед ужином надо заглянуть на кухню, полоса красного неба над морем, неприятно густым, как студень, а чуть погодя над морем уже холодным и синим, как рыба лобан, и все остальное небо, такое же розовое, как лососина, которую мы скоро закажем в ревбельском ресторане, сообщали особую остроту тому удовольствию, какое мне доставляло одевание перед тем, как ехать ужинать. Кальвари каменные растения над морем совсем близко от берега с усилием поднимались, наслаиваясь один на другой, все более широкими ярусами, черные, как сажа, и вместе с тем блестящие, плотные, как агат, пары, тяжелые даже на вид, и оттого казалось, будто еще мгновение и верхние, нависшие над покривившимся стержнем и почти отклонившиеся от центра тяжести тех, что пока еще поддерживали их, увлекут за собой всю эту громаду, которая осталась всего полпути до неба и обрушат ее в море. Глядя вслед кораблю, удалявшимся, словно путник ночью, я испытывал точно такое же чувство, какое однажды охватило меня в вагоне, чувство избавления от необходимости спать, будучи заточенным у себя в комнате. Впрочем, в этой комнате я не ощущал себя узником, ведь через час я же уйду отсюда и сяду в экипаж. Я бросался на кровать и точно я лежал на койке одного из тех суден, которые были сейчас совсем близко от меня и на которые с таким удивлением смотришь ночью, смотришь, как медленно движутся они во мраке, будто угрюмые, молчаливые, но не спящие лебеди. Меня обступали образы моря. Но очень часто это были всего лишь образы. Я забывал, что их расцветка прикрывает унылую пустыню пляжа, где кружит тревожный вечерний ветер, который навел на меня такую тоску, когда я приехал в Бальбек. Да и у себя в номере я находился под свежим впечатлением от встречи с девушками и потому был недостаточно спокоен, недостаточно бесстрастен, а значит и не способен к действительно глубокому восприятию красоты. Ожидание ужина в Ревбеле настраило меня на еще менее возвышенный лад. Моя мысль, выйдя на поверхность моего тела, которое я намеревался одеть так, чтобы оно притягивало ко мне женские взгляды, которые станут рассматривать меня в залитом светом ресторане, была бессильно почувствовать глубину предметов за их расцветкой. И если бы не тихий и неутомимый полет стрижей и ласточек, взметывавшихся под моим окном точно фонтан, точно фейерверк жизни, заполнявший пространство между этими высоко взносившимися ракетами неподвижной белой пряжей длинных горизонтальных струй, не будь этого пленительного чуда, каким оборачивалось для меня естественное местное явление, чудо, связывавшего с действительностью пейзажей, какие я видел перед собой, я мог бы подумать, что это всего-навсего ежедневно обновляемый подбор картин, которые кто-то, руководствуясь только своим вкусом, показывает в том краю, где я сейчас нахожусь, хотя непосредственного отношения они к нему не имеют. Как-то раз открылась выставка японских эстампов. рядом с тонкой пластинкой солнца, багрового и круглого, как луна, желтое облако напоминало озеро, а на нем выделялись черные мечи, похожие на прибрежные деревья. Лента нежно-розового цвета, какого я не видел со времен моей первой коробки с красками, вздувалась точно река, на берегах которой лодки словно только и ждали, чтобы кто-нибудь спустил их на воду. Проведя по всему этому презрительный, скучающий, поверхностный взгляд, взгляд любителя или дамы, между двумя визитами забежавшей в картинную галерею, я говорил себе, этот закат любопытен, в нем есть что-то необычное, но эти удивительно нежные краски я уже видел. Больше удовольствия доставлял мне в иные вечера корабль, поглощенный и растворенный окоемом, до того одинакового с ним цвета, точь в точь как на картине художника-импрессиониста, что казалось, будто корабль и окоем сделаны из одного материала, словно дело было только в том, чтобы вырезать носовую часть из снасти, и в них этот материал сквозил и узорился на мглистой голубизне небосвода. Иногда океан заполнял собой почти все мое окно, словно приподнятое пеленой небо, обведенное только вверху линией такого же синего цвета, как море. Вот почему мне казалось, что это тоже море. Если же разница в окраске все-таки наблюдалась, то я убеждал себя, что это зависит от освещения. Иной раз море бывало написано только в нижней части окна, а середину и вверх заполняло столько облаков, наползавших одно на другое горизонтальными полосами, что стекла окон напоминали облачные этюды, выполненные художником, у которого был такой замысел или же у которого такая специальность. А в стеклах книжных шкафов отражались тоже облака, но только наплывшие на другую часть небосклона и по-иному окрашенные. И вот эти облака являлись собой как бы повторение, которое так полюбилось иным современным мастерам одного и того же эффекта. И хотя этот эффект надо улавливать непременно в разные часы, однако благодаря запечатлевающей силе искусства они могут быть увидены одновременно, написанные пастелью и вставленные в застекленную раму. Иногда на сером небе и море выделялось легкая, необычайной тонкости розовость, а крылья мотылечка, уснувшего под этой гармонии серых и розовых тонов во вкусе Уистлера, напоминали подпись мастера из Челси. Мастера из Челси. Речь идет о мастерах, работавших на фарфоровом заводе в лондонском пригороде Челси. Изделия этого завода, существовавшего с 1730 по 1780 год, отличались большой художественностью и очень ценились. Розовое исчезало, смотреть было не на что. Я вставал, задергивал большие занавески и опять ложился в постель. Отсюда мне была видна полоса света над ними. Она угасала, суживалась, но во мне не вызывала ни грусти, ни сожаления смерть над занавесками того часа, который я обыкновенно проводил за столом. Ведь я же знал, что этот день не такой, как другие, что он длиннее, что он вроде полярных дней, которые ночь прерывает всего лишь на несколько минут. Я знал, что произойдет лучевое превращение и из куколки сумерек родится ослепительный свет ревбельского ресторана. Я говорил себе «пора». Потягивался, вставал, одевался. И я находил прелесть в этих бесполезных, свободных от всякого материального груза мгновениях, когда, пока другие ужинали внизу, я тратил силы, накопленные за время предвечернего бездействия, на то, чтобы обтереться, надеть смокинг, завязать галстук, проделать все эти движения, уже управляемые наслаждением, думать о том, что я снова увижу ту женщину, на которую я в прошлый раз обратил внимание в ревбеле, которая, кажется, на меня смотрела, даже встала из-за стола, быть может, понадеявшись, что я пойду за ней. Мне нравилось наводить на себя лоск, ведь я делала это для того, чтобы потом весело с головой погрузиться в новую, свободную, беззаботную жизнь, для того, чтобы мои сомнения разбились о спокойствии сэн-лу, для того, чтобы выбрать из разновидностей, изучаемых естественной историей и доставляемых сюда со всего света, такие, которые входят в состав наиболее изысканных кушаний, немедленно заказываемых моим другом, и дразнят мой аппетит и воображение. А в последние дни перед отъездом я уже не мог прямо с набережной войти в ее столовую, и ее окна уже не отворялись, потому что наружу было темно, и целая толпа бедняков и любопытных, привлеченных недоступным для них пыланием, дрожавшими на ветру черными гроздями, обвивала светящиеся скользкие стены стеклянного улья. И в дверь постучали. Это был Эмэ. Он сам взял на себя труд принести мне списки вновь прибывших. Перед уходом Эмэ не мог не высказать мнение, что Дрейфус виновен безусловно. Все выяснится, сказал Эмэ, но не в нынешнем году, а в будущем. Я это слышал от одного господина, у которого большие связи в генеральном штабе. Я его спросил, не собираются ли все обнародовать теперь же до Нового Года. Он отложил папиросу, продолжал Эмэ, изображая эту сцену в лицах, и покачал головой и указательным пальцем, как его знакомый, желавшим этим сказать, не все сразу. В этом году нет, Эмэ. Вот что он сказал, и положил мне руку на плечо. Никак невозможно. А к Пасхе да. Тут Эмэ легонько похлопал меня по плечу и сказал, видите, я вам его представляю в точности. А представлял он его то ли потому, что был польщен фамильярностью важной особой, то ли для того, чтобы я мог с полным знанием дела судить о том, насколько убедительна мотивировка и есть ли у нас надежды. Не без легкого сердцебиения прочел я на первой странице списка новоприбывших Симоне с семейством. Во мне не умирали давние мечты, мечты моего детства, и в этих мечтах нежность, ощущавшаяся моим сердцем и от него неотделимую, пробуждала во мне существо, ни в чем на меня не похожее. Теперь я творил его вновь, воспользовавшись для этого фамилией Симоне, и воспоминанием о гармоничности юных созданий, прошествовавших мимо меня на пляже, как на спортивных состязаниях, достойных увековечения на картине древнего художника или Джотто. Я не имел понятия, которая из этих девушек мадемуазель Симоне, и действительно ли у кого-нибудь из них такая фамилия. Но я знал, что люблю мадемуазель Симоне, и решил через сцену Лу попытаться завязать с ней знакомство. К сожалению, Сен-Лу должен был каждый день ездить в Донсьер, только с этим условием ему и продлили отпуск. Но, надеясь заставить его пренебречь обязанностями офицера, я рассчитывал не столько на его дружеские чувства, сколько на любознательность человека-испытателя, который так часто, даже если я не видел той, о ком шла речь, а только слышал, что у фруктовщика хорошенькая кассирша, подбивала меня на знакомство с новым образцом женской красоты. Так вот, напрасно я старался расшевелить эту любознательность в Сен-Лу, рассказывая о моих девушках. Она была надолго в нем парализована его любовью к артистке. И если бы даже эта любознательность невнятно заговорила в нем, он тотчас подавил бы ее из своеобразного суеверия, будто от его преданности зависит преданность его возлюбленной. Вот почему, уезжая со мной ужинать в Ривбель, он не обещал мне заняться моими девушками по-настоящему. Первое время мы приезжали в Ривбель, когда солнце уже садилось, но было светло. В саду при ресторане огни еще не зажигали, дневной жар спадал, оседая словно на дне сосуда, вокруг стенок которого прозрачные и темный студень воздуха казался необычайно густым, и в этой густоте большая роза, росшая у потемневшей ограды, которую она отделывала под розовый мрамор, напоминала растения, видящиеся нам в глубине оникса. А потом мы выходили из экипажа уже в темноте, часто окутывавший Бальбек, когда мы оттуда выезжали. Если была плохая погода, если мы пережидали в надежде на ее улучшение, но в такие дни воя ветра не повергал меня в уныние. Я знал, что мои планы все равно осуществятся, что я не останусь один на один с самим собой в комнате, знал, что в большом зале ресторана, куда мы войдем под звуки цыганского оркестра, бесчисленные лампы мгновенно восторжествуют над тьмой и холодом, действуя против мрака своими широкими золотистыми каоперами, и я весело садился рядом с Сен-Лу в двухместную карету, ждавшую нас под ливнем. С недавних пор слова Бергота, утверждавшего, что я создан, чтобы я не говорил, прежде всего для радостей духовных, опять начали наводить меня на мысль, что когда-нибудь я оправдаю надежды, но эти надежды каждый день гасила скука, стоило мне сесть за стол и приняться за критический этюд или роман. В конце концов, убеждал я себя, может быть наслаждение, какое доставляет творчество, не есть непогрешимое мерило для определения достоинств хорошо написанной страницы. Может быть это всего лишь сопутствующее ощущение, которое часто входит в творческое состояние в качестве придатка, но отсутствие которого не предрешает неудачи. Может быть некоторые писатели зевали, создавая шедевры. Бабушка старалась рассеять мои сомнения. Она внушала мне, что когда я буду хорошо себя чувствовать, то и работать буду хорошо и с удовольствием. Наш врач, считавший своим долгом предупредить, что со здоровьем дела у меня плохи, предписал мне, чтобы предотвратить вспышку строгий режим, и я подчинял все удовольствия цели, представлявшейся мне неизмеримо более важной, чем удовольствие. Окрепнуть настолько, чтобы написать произведение, замысел, которую я, быть может, носил в себе, я осуществлял над собой со дня приезда в Бальбек мелочный, постоянный контроль. Я не пил на ночь кофе из боязни бессонницы, сон был необходим, чтобы на другой день не чувствовать себя вялым. Но стоило нам приехать в Ривбель, как меня уже возбуждало предвкушение нового удовольствия. Я попадал в ту область, куда необычайное вводит нас, предварительно порвав нить, которую мы столько дней терпеливо пряли, и которая вела нас к благоразумию. И так как для меня уже не существовало ни завтрашнего дня, ни возвышенных целей, то мгновенно исчезал и точный механизм предусмотрительного режима, действовавшего ради достижения этих целей. Лакей предлагал мне снять пальто. — А вам не будет холодно? — спрашивал Сен-Лу. — Пожалуй, лучше не снимать. Какая уж там особенная жара? Я отвечал, — Нет-нет, не будет. И, может быть, мне в самом деле было не холодно. Во всяком случае, я уже не боялся заболеть, не думал о том, что мне во что в это ни стало надо жить, жить, чтобы работать. Я сбрасывал на руки лакею пальто, мы входили в ресторан под марш, который играли цыгане, проходили между рядами накрытых столиков, точно по легкой дороге славы, и, ощущая во всем теле прилив жизнерадостной бодрости, какую в нас вливали звуки оркестра, воздававшего нам воинские почести, устраившего нам незаслуженно торжественную встречу, заслоняли эту бодрость величественным и холодным выражением лиц, усталой походкой, только чтобы не напоминать кофешантанных певичек, которые, исполнив на воинственный мотив игривую песенку, выбегают на вызовы с молодцеватым видом одержавших победу полководцев. С этой минуты я становился другим человеком. Я уже больше не был внуком моей бабушки, я вспоминал о ней только при выходе из ресторана, я был временным братом прислуживавших нам официантов. В Бальбеке я бы за неделю не выпил столько пива и уж, конечно, шампанского, когда сознание у меня было спокойным и ясным, оно точно определяло меру наслаждения, доставляемого мне этим напитком. Однако мне легко было от него отказаться. Сколько в ресторане за час, да еще я выпивал немного портвейна, хотя по рассеянности забывал его распробовать, а скрипачу за его игру давал два луи, которые копил целый месяц на какую-нибудь покупку, мечта которой в ресторане вылетала у меня из головы. Официанты, держа на вытянутой ладони блюда, вихрем проносились между столиками, глядя на них, можно было подумать, что цель этого бега в том, чтобы не выронить блюдо. И в самом деле шоколадные суфле прибывали к месту своего назначения, не опрокидываясь, выстроенные вокруг барашка польяк картофель по-английски, несмотря на то, что голуб должен был бы перетрясти его, не нарушал строе. Я останавливала взгляд на дом из слуг, очень высоком, с шапкой великолепных черных волос, с цветом лица, делавшим его похожим на редкостную птицу, бегавшую без устали и как будто даже без цели, из конца в конец зала и напоминавшего одного из ара, полнищих большие клетки в зоологических садах огненной своей окраской и необъяснимым волнением. Вскоре зрелище становилось, по крайней мере, на мой взгляд, строже и спокойнее. Все это мельтешение, от которого кружилась голова, входило в берега спокойной гармонии. Я смотрел на круглые столики, необозримое их скопище заполняло ресторан, как планеты заполняют небо на старинных аллегорических картинах. Притом все эти светила обладали неодолимой силой притяжения. Ужиновшие глядели только на столики, за которыми сидели не они, все, кроме какого-нибудь богача амфитриона, которому удалось затащить в ресторан знаменитого писателя, и который теперь из кожи вон лез, чтобы с помощью чудодейственных свойств вертящегося стола вытянуть что-нибудь из писателя. Писатель же говорил о каких-то пустяках, и однако приводил в восхищение дам. Гармонию астральных этих столиков не нарушало неустанное вращение бесчисленных слуг, именно потому, что они не сидели как ужинающие, а все время находились в движении, сфера их действия оказывалась некой высшей сферой. Понятно, один бежал за закуской, другой за вином или за стаканами, но хотя у каждого была своя цель, в их безостановочном беге между круглыми столиками можно было в конце концов открыть закон этого мельтешащего и планомерного основания. При взгляде насидевших за кущами цветов двух уродин кассир, занятых бесконечными расчетами, можно было подумать, что это ведуньи, питающиеся с помощью астрологических вычислений, предузнать столкновения, время от времени происходящие на этом небосводе, которые таким представляла себе средневековая наука. И мне было отчасти жаль всех этих ужинающих, ведь я же чувствовал, что для них круглые столики не были планетами и что они не занимались рассечением предметов, благодаря которому предметы уже не выступают перед нами в своем привычном обличии и которые дают нам возможность проводить аналогии. Они воображали, что ужинают с тем-то и с тем-то, что ужин обойдется им примерно во столько-то и что завтра все начнется сызного. И, по-видимому, они были совершенно равнодушны к шествию мальчиков, у которых срочных дел вероятно сейчас не было, и они торжественно несли корзины с хлебом. Некоторые, совсем еще дети, отупев от подзатыльников, которые им походе давали старшие официанты, печально устремляли взгляд в далекую мечту и оживлялись только, когда кто-нибудь из проживавших в Бальбекском утеле, где они служили раньше, узнавал их, заговаривал с ними и просил именно их унести шампанское, потому что его невозможно было пить, каковым поручением они очень гордились. Я прислушивался к моим нервам и улавливал в их гуде блаженство, независящее от предметов внешнего мира, обладающих способностью вызывать блаженное состояние, в которое я и сам властен был приводить себя посредством небольшого перемещения моего тела или моего внимания, подобно тому, как легкий нажим на закрытый глаз дает ощущение цвета. Я выпивал много портвейна, и если спрашивал еще, то не столько в предвкушении удовольствия, какое мог получить от нескольких дополнительных рюмок, сколько потому, что уж очень сильно было удовольствие от рюмок выпитых. Я предоставлял музыке вести по нотам мое наслаждение, и оно послушно располагалось на каждой ноте. Подобно химическому заводу, поставляющему в большом количестве вещества, которые в природе встречаются случайно и крайне редко, ревбельский ресторан одновременно собирал под своей крышей больше женщин, в которых мне открывались возможности счастья, нежели случай сводил меня с ними в течение года на прогулках. Вдобавок музыка, которую мы слушали, аранжировки вальсов, немецких оперет, кафешантанных песенок, все это было для меня вновь, тоже являло собой некий воздушный мир наслаждений, наслоившийся на тот и еще сильней опьяняющий. Ведь каждый мотив, своеобразный как женщина, в отличие от нее, не пренебрегал тайну сладострастия для какого-нибудь одного, он предлагал поведать ее и мне, он смотрел на меня во все глаза, направлялся ко мне то же манной, то заигрывающей походкой, заговаривал со мной, ластился ко мне, словно я вдруг стал прельстительнее, могущественнее или богаче. Мне чудилось, однако, в этих мотивах что-то жестокое. Дело в том, что бескорыстные чувства красоты, проблеск ума, все это им не свойственно, для них существует только физическое наслаждение, и они самый безжалостный, самый безвыходный ад для несчастного ревнивца, которому они изображают это наслаждение, наслаждение, вкушаемое любимой женщиной с другим, как единственное, что существует на свете для женщины, заполняющей его целиком. Но пока я тихо напевал этот мотив и возвращал ему его поцелуй, присущее только ему сладострастие, которое мне от него передавалось, становилось для меня все дороже, и я готова была оставить родных и пойти за этим мотивом в тот особый мир, который он строил в невидимом, очерчивая его то истомой, то пылкостью. Хотя подобного рода наслаждения не принадлежит к повышающим ценность человека, которого они посетили, потому что испытывает его только он, и хотя женщина, которая обратила на нас внимание и которой мы не понравились, не знает, полон ли сейчас наш внутренний мир субъективным счастьем, следовательно, ее отношение к нам не может измениться к лучшему, все же я чувствую, что обаяние мое растет, что я почти неотразим. Мне казалось, что моя любовь не может отталкивать или вызывать усмешку, что в ней-то и заключена волнующая красота, обольстительность музыки, а что музыка — это благоприятная среда, где я и моя любимая, внезапно сблизившись, могли бы встречаться. Ресторан посещали не только женщины легкого поведения, но и люди из высшего общества, приезжавшие сюда к пяти часам пить чай или устраивавшие роскошные ужины. Чай подавали в длинные застекленные галереи, узкой, похожей на коридор, соединявшей вестибюль с залом и выходившей в сад, от которого ее отделяла, не считая каменных столбов, стеклянная стена с открытыми в разных местах окошечками. От этого здесь не только гуляли вечные сквозняки, но и возникали внезапные быстрые слепящие вспышки солнца. Вот почему женщин, пивших чай, плохо было видно, и когда они, скучившись между столиками, расставленными по два с каждой стороны во всю длину этого бутылочного горлышка, подносили ко рту чашку или здоровались, то при каждом движении все так и переливались, отчего галерея казалась водоемом, вершей, куда рыбак напустил пойманных им сверкающих рыб, наполовину высунувшихся из воды, залитых светом и отражающих во взгляде того, кто на них смотрит, свой радужный блеск. Несколько часов спустя в столовой, куда, само собой разумеется, подавался ужин, зажигали огонь, хотя наружу было еще светло, настолько, что в саду рядом с беседками, казавшимися в полумраке бледными призраками вечера, были видны грабы, синюю зелень которых пронизывали последние лучи, и которые, когда мы смотрели на них в окно из освещенного лампами зала, представали нашим глазам не как женщины, вдоль голубовато-золотистого коридора, пившие днем чай в искрящейся влажной сети, но как растительность гигантского бледно-зеленого аквариума, на который падал неестественный свет. Наконец вставали из-за стола. За ужином посетителей все время рассматривали сидевших за соседними столиками, узнавали их, спрашивали, кто это, что не мешало им быть накрепко спаянными между собой вокруг того столика, который занимали они. Когда же они переходили пить кофе в коридор, куда днем подавался чай, сила притяжения, до этого заставлявшая их тяготеть к конфитриону, тотчас ослабевала. Часто при переходе от движущегося застолья отделялась одна или даже несколько частиц. Им было не по силам преодолеть притяжения, исходившие от соперничавшего столика, и они ненадолго отрывались от своего, а их заменяли мужчины или дамы, подходившие поздороваться с друзьями, и перед тем, как отойти от них, говорившие «Ильичу господину Икс, он меня сегодня пригласил, и в это время казалось, что перед тобой два букета поменявшихся цветами. Затем пустел и коридор. После ужина все еще бывало светло, поэтому в длинном коридоре часто не зажигали огня, а так как деревья наклоняли ветви к стеклянной стене коридора, то его можно было принять за аллею в тенистом темном саду. Иной раз в сумраке засиживалась за ужином какая-нибудь дама, однажды вечером, проходя сквозь сумрак к выходу, я разглядел прелестную принцессу Люксембургскую. Она сидела, окруженная незнакомыми мне людьми. И я, не останавливаясь, снял шляпу. Узнав меня, она с улыбкой наклонила голову. Высоко-высоко над поклоном, излученной этим самым движением, мелодично взлетели обращенные ко мне слова несколько затянувшегося приветствия, произнесенного, однако, не для того, чтобы остановить меня, но только чтобы дополнить поклон, чтобы превратить его в поклон говорящий. Но слова были неясны, а голос звучал нежно и музыкально, будто в чаще пел соловей. Если Сен-Лу хотел скончить вечер в компании встретившихся нам случайно друзей, и он ехал с ними на соседний курорт в горный дом, а меня усаживал в экипаж одного, я приказывал кучеру гнать вовсю, чтобы не слишком долго тянулось для меня время, которое я должен был провести один, без опоры, чтобы избавить себя от необходимости поставлять своему восприятию, давая машине задний ход и выходя из того состояния безразличия, в какое меня втягивало точно в колесо, ощущение переменчивости, которыми в Рифбеле меня снабжали другие. Возможность столкновения в полной темноте со встречным экипажем на дороге, где двум экипажам не разъехаться, зыбкость почвы, часто осыпавшегося скалистого берега, близость отвесного спуска к морю, ничто не могло заставить меня сделать над собой малейшее усилие, чтобы довести до сознания представление об опасности и страх перед ней. Подобно тому, как плодами своего творчества мы обязаны не столько жажде славы, сколько усидчивости, так нерадостное настоящее, но мудрый взгляд на прошлое помогает нам охранить свое будущее. «А когда только приехав в Ревбель я зашвыривал костыли рассудка, контроля над самим собой, помогающей нашему убожеству не сбиваться с дороги, и заболевал чем-то вроде душевной атаксии, то алкоголь, напрягая мои нервы до предела, придавал времени, проведенному там, особую ценность, придавал ему очарование, не усиливая, однако, моей способности или хотя бы решимости оберегать его. Дело в том, что моя восторженность, достигавшая такой силы, что я готова была отдать за него всю мою будущую жизнь, вырывала его из нее. Я был замкнут настоящим, как герой, как пьяница. Мгновенно затмившись, мое прошлое уже не отбрасывало передо мной тени, которую мы называем грядущим. В виде цель жизни уже не в осуществлении мечтаний прошлого, но в блаженстве настоящего мгновения я не заглядывал вперед. То было кажущееся противоречие. И все же в миг, когда я испытывал наивысшее наслаждение, когда я чувствовал, что моя жизнь может быть счастливой, когда ее ценность в моих глазах должна была бы повыситься, В тот самый миг, избавившись от всех забот, какими она меня до сих пор отягощала, я, не колеблясь, отдавал ее на волю случая. В сущности, я лишь для вечеров собирал всю свою беспечность, а другие растягивают ее на всю жизнь и ежедневно, без всякой необходимости, подвергают себя опасности морского путешествия, полета на аэроплане, поездки в автомобили, между тем, как дома их ждет существо, чью жизнь разбило бы известие об их гибели, или между тем, как от их хрупкого мозга зависит выход книги, в которой для них заключен весь смысл существования. Так вот, если бы в один из вечеров, которые мы проводили в рифбельском ресторане, кто-нибудь пришел убить меня, то я, видевший лишь в призрачной дали мою бабушку, мою дальнейшую жизнь, книги, которые мне хотелось написать, завороженные благоуханием сидевшей за соседним столиком женщины, любезностью официантов, очертаниями вальса, припавшая к ощущению мига, весь уместившись в нем, ставя перед собой одну единственную цель — не расставаться с ним, я бы умер, вцепившись в него, я отдал бы себя на растерзание, не защищаясь, не двигаясь. Так пчела, одурманенная табачным дымом, не думает о своем улье. Должен заметить, что в противовес неистовой моей восторженности ничтожество, в которое впадали самые для меня важные вещи, в конце концов не щадило и мадемуазель Симоне вместе с ее подругами. Знакомство с ними представлялось мне теперь предприятием нетрудным, но безразличным. Для меня имело значение только ощущение мига, потому что это ощущение было необычайно сильным, потому что меня радовали едва уловимые его переливы, даже его непрерывность. Все остальное — родные, работа, развлечения, бальбекские девушки — весело не больше, чем пена морская на сильном ветру, которая не дает ей опуститься, зависело теперь только от этой внутренней силы. В состоянии опьянения приводит на несколько часов субъективный идеализм, чистейший феноменализм. Все это лишь видимость и целиком подчинено нашему всемогущему «я». Это не значит, что в таком состоянии истинная любовь, если только мы действительно любим, невозможна. Но мы ясно чувствуем, как если бы попали в иную среду, что еще не испытанные нами воздействия изменили пределы этого чувства, что мы оцениваем его по-иному. Конечно, мы отыскиваем нашу любовь, но она переместилась, она уже не давит на нас, она довольствуется ощущением, которое получает от настоящего и которое нас удовлетворяет, ибо ко всему неживотрепещущему мы холодны. К сожалению, коэффициент, изменяющий таким образом ценности, изменяет их только на время опьянения. Люди, уже утратившие для нас какое бы то ни было значение, на которых мы дули, как на мыльные пузыри, завтра вновь оплотнеют. Придется снова взяться за дело, казавшееся нам совершенно ненужным, и это еще не самое важное. Математика завтрашняя, та же, что и вчерашняя, математика с задачами, которые нам неминуемо придется столкнуться, управляет нами и в эти часы незаметно для нас. Если поблизости находится женщина добродетельная или не благоволящая к нам, то, что так трудно было накануне, а именно, понравится ей, теперь кажется нам в миллион раз легче, хотя легче наша задача не стала ничуть. На самом деле мы изменились только на наш взгляд, на наш мысленный взгляд. И сейчас она также сердится на нас за ту вольность, которую мы допустили по отношению к ней, как завтра будем сердиться мы сами на себя, за то, что дали сто франков посыльному, а первопричина раздражения одна и та же, только мы ее осознаем позднее — неопьяненность. Я не был знаком ни с одной из женщин, которых встречал в Ревбеле, но они являлись составной частью моего опьянения, подобно тому, как отражения являются составной частью зеркала. Вот отчего они были для меня в тысячу раз более желанны, чем становившаяся все бестелеснее мадемуазель Симоне. Молодая блондинка в соломенной шляпе с полевыми цветами, печальная и одинокая, скользнула по мне невидящим взглядом и произвела на меня приятное впечатление. Потом еще одна, потом еще, наконец, брюнетка с ярким цветом лица. Почти все они были знакомы с Сен-Лу, но не со мной. До встречи с теперешней своей любовницей Сен-Лу долго вращался в тесном кругу прожигателей жизни и в ресторане, где ужинал столько женщин, многие из которых оказались в рифбеле случайно, потому что приехали к морю. Одни в чайне встретятся с бывшим любовником, другие, чтобы завести себе любовника. Он был почти со всеми знаком в силу того обстоятельства, что среди них не было почти ни одной, с кем он сам или кто-нибудь из его приятелей не провел бы хотя бы одну ночь. Он с ними не здоровался, если они были с мужчиной. Они же смотрели на него пристальнее, чем на кого-либо еще, так как знали, что он равнодушен ко всем женщинам, кроме своей актрисы. В их глазах это придавало им особую привлекательность. Но делали вид, что с ним не знакомы. А одна из них шептала, — Это бедняжка Сен-Лу. Кажется, он все еще любит свою потаскушку. Вот это любовь! А красавчик-то какой! С ума можно сойти! И до чего шикарен! Есть же такие счастливые бабы! У него шик во всем. Я хорошо его знала, когда жила с Орлеанским. Их бывало водой не разорьешься, и с кем он только тогда не путался. А теперь Ни-Ни! Она одна у него на уме. Да, ей можно сказать, повезло. Не понимаю, что он в ней нашел. Тряпку он, наверное, вот он кто. Ведь она ходит, как утка, усище, как у мужика, белье грязное, работница и саму, что ни на есть бедных, и та бы от ее штанов отказалась. Посмотрите, какие у него глаза! За такого мужчину в огонь кинуться можно! Тссс! Он меня узнал, смеется. Еще бы! Когда-то мы были с ним близко знакомы. Ему надо только напомнить. Сен-Лу обменивался с этими женщинами понимающим взглядом. Мне хотелось, чтобы он им представил меня. Хотелось условиться с ними о свидании, пусть даже я и не смогу потом на него прийти. Иначе лицо каждой из них осталось бы в моей памяти без чего-то только ему присущего, точно задернутого по кровам, без того, что отличает его от других женских лиц, что мы не можем себе представить до тех пор, пока не увидим, и что проступает лишь во взгляде, обращенном на нас, снисходящим к нашей страсти и обещающим, что она будет утолена. И тем не менее, даже в уменьшенном виде их лица значили для меня гораздо больше, чем лица женщин, известных своей нравственностью. Лица, в противоположность ревбельским, казавшиеся мне плоскими, без той стороны, сделанными из одного куска, необъемными. Вне всякого сомнения, для меня они являлись не тем, чем должны были быть для Сен-Лу. За равнодушием для него прозрачных, неподвижных черт, притворявшихся, будто они не знают его, или за банальностью поклона, каким эти женщины могли ответить на чье угодно приветствие, ему память восстанавливала, вырисовывала в обрамлении распущенных волос млеющие губы и полузакрытые глаза. Одно из тех безмолвных картин, которые художник, чтобы обмануть основную массу посетителей, прикрывает каким-нибудь благопристойным холстом. Я же чувствовала, что ничего от моего существа не проникло ни в одну из этих женщин, и что они ничего от меня не возьмут и не понесут по неведомым путям своей дальнейшей жизни. И для меня, в противоположность Сен-Лу, их лица были, понятно, закрыты. Но мне важно было знать, что они раскрываются. Это придавало им в моих глазах ценность, какой я бы в них не обнаружил, будь они всего лишь красивыми моделями, а не медальонами, хранящими любовные воспоминания. А Робер с трудом мог усидеть на месте, прятал с улыбкой придворного боевой пыл ротоборца. И, рассматривая его, я думал о том, что такой же мужественный очерк треугольного лица, как у него, который больше подходил бы воинственному лучнику, нежели утонченному эрудиту, был, наверное, у его предков. Под тонкой кожей угадывалась дерзость сооружения, феодальная архитектоника. Его голова напоминала башню старинного замка, зубцы которой хоть и отслужили, свою службу, но не сломанный. В башне теперь размещено книгохранилище. На возвратном пути в Бальбек я о незнакомке, которой меня представил Сен-Лу, все время и почти бессознательно, как припев, говорил себе одно и то же «Какая чудная женщина!» Конечно, эти слова я произносил не после долгого раздумия, а в приподнятом настроении. И все же, если б я располагал тысячи франков, и если б ювелирные магазины были еще открыты, я купил бы незнакомке кольцо. Когда наша жизнь протекает в очень разных плоскостях, приходится, не скупясь, отдавать себя людям, которые завтра утратят для тебя всякий интерес. Но ты должен отвечать за вчерашние свои слова. В такие вечера я возвращался позднее и, войдя в комнату, уже невраждебную мне, с удовольствием ложился в постель. А между тем, когда я приехал, я уверял себя, что мне в этой постели будет неудобно. Теперь же усталое мое тело искало в ней поддержки. Сначала бедра, потом бока, потом плечи, стремились каждой своей точкой так плотно обтянуться простынями, как будто моя усталость — скульптор, и ей захотелось снять слепок со всего тела. Но уснуть я не мог. Я чувствовал, что скоро утро. Ни спокойствия, ни здоровья я уже в себе не ощущал. При мысли, что я утратил их навсегда, мною обладевало отчаяние. Чтобы они ко мне вернулись, мне нужен долгий сон. А если я и задремлю, через два часа меня все равно разбудит симфонический концерт. И вдруг я засыпал. Я проваливался в тот тяжелый сон, который открывает нам возвращение молодости, возрождение минувших лет, утраченных чувств, безумные мечты, развоплощение и переселение душ воскресших мертвецов, отступление к низшим царствам природы. Говорят, что мы часто видим во сне животных, но почти всегда забывают, что во сне мы сами животные, лишенные разума, отбрасывающего на предметы свет достоверности. Во сне зрелище жизни предстает перед нами видением смутным, которое ежеминутно поглощается забвением от того, что предшествующая реальность расточается перед появлением новой, как в волшебном фонаре при смене стекла одно изображение гаснет перед возникновением следующего. Все тайны, которые якобы нам неведомы и в которые на самом деле мы бываем посвящены почти каждую ночь, равно как и в другую великую тайну, тайну уничтожения и воскресенья. Становясь еще более рассеянным из-за того, что ревбельский ужин плохо переваривался, последовательное скользящее освещение провалов в моем прошлом преображало меня в существо, для которого наивысшим счастьем было бы встретить Ле Грандена, с которым я только что во сне разговаривал. Потом и всю мою жизнь заслоняла от меня новая декорация наподобие тех, что ставятся на авансцене и на фоне которых, пока за ними идут приготовления к следующей картине, дается дивертисмент. Тот, в котором я принимал участие, представлял собой что-то вроде восточной сказки. Я ничего не мог припомнить ни о своем прошлом, ни о самом себе, от того, что слишком близко стояла декорация, отделявшая меня от сцены. Я играл роль человека, которого бьют палками и который подвергается разным наказаниям за провинность, мне самому не ясно, за то, что я выпил слишком много портвейна. Потом я вдруг пробуждался и обнаруживал, что проспал симфонический концерт. Полдень миновал. В этом я удостоверялся, поглядев на часы после нескольких попыток приподняться. Попыток сперва неудачных, чередовавшихся с откидыванием на подушку, но откидываниями короткими, как бывает после сна и вообще после всякого опьянения, чем бы оно ни вызывалось, перепоем или выздоровлением. Впрочем, еще и не взглянув на часы, я знал, что уже больше двенадцати. Вчера вечером я был всего лишь опустошенным, невесомым существом, и ведь для того, чтобы сидеть, надо сперва полежать, а чтобы молчать, надо выспаться. Все время двигался и, не умолкая, говорил. Я был лишен устойчивости, центра тяжести, я был взметен, и мне казалось, что безотрадный этот полет может длиться, пока я не долечу до луны. Итак, во сне глаза мои не видели который час, зато мое тело научилось определять время. Оно исчисляло его не по циферблату, обозначенному на поверхности, а по возрастающему давлению всех моих окрепших сил. Действуя как верные часы, время деления за делением спускало от мозга к телу, где теперь скапливались мои силы, до самых колен, не початая обилие их запасов. Если верно, что в давно прошедшие времена нашей родной стихии было море, и что для того, чтобы окрепнуть, нужно опять погрузить в него кровь, то с не меньшим основанием это же можно сказать и о забытии, о духовном небытии. Нам кажется, что мы несколько часов находились вне времени, но силы, собиравшиеся за это время и не тратившиеся, также точно отмеряют его своим количеством, как гири стенных часов или осыпающиеся холмики песочных. Надо заметить, что прервать такой сон не легче, чем длительное бодрствование, ибо все на свете стремится к продолжению. Если верно, что некоторые наркотики усыпляют, то долгий сон это еще более сильный наркотик, пробуждение в таком случае дается трудно. Как матрос, уже отчетливо различающий набережную, в которой пристанет его корабль, все еще швыряемый волнами, я думал о том, что надо взглянуть на часы и встать, но мое тело ежесекундно отбрасывало в сон. Причалить было непросто, и прежде чем встать на ноги, дойти до часов и сравнить их время с тем, которое показывало богатство физических сил, каким теперь располагали усталые мои ноги, я еще раз за два-три откидывался на подушку. Наконец я видел ясно два часа дня. Я звонил, но тут же вновь погружался в сон. На этот раз должно быть неизмеримо более долгий, если судить по полноте отдыха, и по возникавшему у меня едва лишь я просыпался, ощущению, что прошла длинная, длинная ночь. Будившая меня Франсуаза говорила, что она пришла на мой звонок. Этот второй сон, который казался мне дольше первого, и которому я был обязан таким превосходным расположением духа, и таким полным забытьем, длился, быть может, не более полуминуты. Бабушка отворяла ко мне дверь, я спрашивала ее о семье Ле Гранде. Сказать, что ко мне возвращались спокойствие и здоровье, было бы не совсем точно, ведь вчера меня не просто отделяло от них расстояние. Всю ночь напролет я плыл против течения, да и потом, мало того, что я очутился около них, они вошли в меня. Мои мысли опять занимали места в определенных и все еще чуть-чуть болевших точках, пока еще пустой моей головы, которые суждено было когда-нибудь развалиться и уже навсегда выпустить их. Занимали, чтобы вновь зажить жизнью, которой они до этого, увы, не умели пользоваться. Я еще раз избежал бессонницы, потока лавины нервных припадков. Я уже нисколько не боялся всего, что грозило мне накануне, когда я лишился покоя. Передо мной открывалась новая жизнь. Еще не сделав ни одного движения, потому что я все еще чувствовал себя разбитым, хотя и бодрым, я упивался блаженством усталости. Она отделила одну от другой и переломала кости моих ног, моих рук, и сейчас мне казалось, будто они передо мной наварены, и им хочется срастись. Вернуть жив на свои места зависит от меня, стоит мне запеть, как зодчему в басне. Однажды передо мной неожиданно возник образ молодой блондинки с печальным выражением лица, той, что я видел в рифбели, той, что мельком взглянуло на меня. В течение вечера мне нравились и другие, теперь она одна поднималась из глубин моей памяти. Мне казалось, что я ей запомнился, и я ждал, что она пришлет ко мне кого-нибудь из рифбельских служащих. Сэн Лу не знал ее, но думал, что она женщина порядочная. Видеться с ней, видеться постоянно было бы очень нелегко, но ради этого я был готов на все, я только о ней и думал. Философия любит рассуждать о свободе и необходимости. Пожалуй, ни в чем так полно не выявляет себя необходимость, как когда с помощью подъемной силы, загнанной, пока мы действуем внутрь, она едва лишь наша мысль успокоится, подхватывает одно из наших воспоминаний, до сих пор не возвышавшееся над другими, потому что его пригнетала сила рассеянности, и стремит ввысь, ибо, хотя мы об этом и не подозревали, очарование в нем заключалось больше, чем в каком-либо еще. Мы не обращаем на это внимание двадцать четыре часа спустя. И, пожалуй, это вместе с тем и самый свободный акт, ведь в него еще не входит привычка, своего рода умственная мания, которая в любви содействует воскрешению одного единственного человеческого облика. Это было как раз на другой день, после того, как передо мной у моря восхитительным строем прошли девушки. Я попытался о них разведать у тех, кто почти каждый год приезжал в Бальбек и останавливался в нашем отеле. Никаких сведений они мне не дали. Почему это мне позднее разъяснила одна фотография? Кто бы мог теперь узнать в них только-только, но уже вышедших из того возраста, когда с людьми происходят полные перемены, бесформенную и все-таки прелестную, совсем еще ребячью гурьбу девочек, всего лишь несколько лет назад сидевших на песке вокруг палатки, образуя что-то вроде белеющего созвездия, в котором можно было различить два глаза, блестевшие ярче, нежели другие, лукавое лицо, белокурые волосы, различить и тотчас снова потерять из виду, мгновенно слить их в одно внутри расплывчатой молочно-белой туманности. Разумеется, в те еще столь недавние времена неясно было ни впечатление от группы, как у меня вчера, когда она появилась предо мной впервые, а сама эта группа. Тогда эти маленькие девочки находились на низшей ступени развития, на которой своеобразие еще не накладывает отпечатка на каждое лицо. Подобно примитивным организмам, у которых индивидуальное само по себе не существует, у которых оно создается не столько каждым полипам в отдельности, сколько состоящие из них колонии полипов в целом. Они сжались друг к дружке. Время от времени одна из них валила на зем соседку, и тогда дикий хохот, а смех был, кажется, единственным проявлением их внутренней жизни, всколыхивал их всех одновременно, стушевывая, сливая эти нечеткие гримасничающие лица в студиенистость единой грозди, искрящейся и дрожащей. На старой карточке, которую они мне потом подарили и которую я сберег, в их детскую группу входит столько же статисток, сколько впоследствии принимало участие в шествии женщин. Чувствуется, что на пляже они должны уже выделяться необычным пятном, притягивающим взгляд, но личность каждой можно постичь чисто умозрительно, считаясь возможностью всяческих превращений в юности вплоть до того предела, когда изменившиеся формы предъявят права на другую личность, которую тоже надо будет опознать по высокому росту и вьющимся волосам, прекрасные черты, которые, вероятно, искажала морщащая гримаса, видные на карточке. А так как расстояние, пройденное за короткое время внешним обликом каждой из этих девушек, давало о происшедшей в них перемене весьма смутное представление, и так как с другой стороны то, что было в них общего, иначе говоря, коллективного, и тогда уже обозначалось резко, то даже лучшие подруги путали их иной раз на карточке, и в конце концов сомнение разрешалось благодаря какому-нибудь украшению, о котором было точно известно, что его носят только одна из них. Та пора, которая непохожая на теперешнее время, когда я их увидел у моря, такая непохожая и вместе с тем такая недавняя, миновала. Они все еще умели покатываться со смеху, в чем я удостоверился вчера, но то был уже незаливистый, почти беспричинный смех детства, судорожная разрядка, когда-то поминутно заставлявшая их головы нырять. Так стайки гальянов в Вивоне то рассеивались и исчезали, то мгновение спустя опять плыли вместе. Лица девушек теперь владели собой, глаза их были устремлены к определенной цели. Только неуверенность, зыбкость моего первоначального вчерашнего восприятия могла нерасчленяемо соединить, как это делал их былой смех на старой фотографии спорады, ныне обретшие своеобразие и оторвавшиеся от бледной мадрепоры. Спорады колонии однородных примитивных организмов. Мадрепора — коралл с очень развитым известковым скелетом. Разумеется, когда мимо меня проходили красивые девушки, я давал себе слово еще раз увидеться с ними. Обыкновенно такие девушки больше не появляются. Да и память, скоро забывающая об их существовании, с трудом отыскивала бы их черты. Наши глаза не узнали бы их, пожалуй, и вот уже мимо нас проходят другие девушки, которых мы тоже больше не увидим. Но иногда, и так именно и произошло с дерзкой стайкой, случай упорно приводит их к нам. Случай этот представляется нам счастливым. Мы различаем в нем нечто вроде организующего начала, силы, упорядочивающей нашу жизнь. Благодаря ему становятся прочным, неотвратимым, а иногда, после перерывов, подающих надежду, что мы перестанем вспоминать, и жестоким постоянство образов, нашу приверженность, которые мы впоследствии будем рассматривать, как написанную нам на роду, и которые, не вмешаясь случаи, мы на самых первых порах забыли бы так же легко, как позабыли столько других. Отпуск Сен-Лу кончался. Девушек я больше на пляже не встречал. Днем Сен-Лу очень мало бывал в Бальбеке и не имел возможности заняться девушками и постараться ради меня познакомиться с ними. Зато вечером он располагал временем и все так же часто увозил меня в Ривбель. В ресторанах вроде Ривбельского, так же, как и в городских садах, в поездах, можно встретить людей, прикрытых заурядной внешностью, но с такой фамилией, которая поражает нас, когда мы, между прочим, задав вопрос, узнаем, что, вопреки нашим предположениям, это не простой смертный, а не больше, не меньше, как министр или герцог, о котором мы много слышали. Не раз и не два в Ривбельском ресторане мы с Сен-Лу наблюдали, как садился за столик незадолго до закрытия высокий мужчина крепкого телосложения с правильными чертами лица, с сединой в бороде, с остановившимися глазами, глядевшими куда-то в пустоту. Однажды вечером мы спросили у владельца ресторана, кто этот неведомый, одинокий и запоздалый посетитель. «Как? Вы не знаете знаменитого художника Эль Стира?» воскликнул ресторатор. «Сван как-то упоминал о нем при мне, а по какому поводу это у меня из памяти выпало. Но провал в воспоминаниях, так же, как и при чтении пропуск члена предложения, иной раз порождает не неуверенность, а преждевременную уверенность. «Это друг Свана, очень известный художник в большой славе», сказал я Сен-Лу. В то же мгновение по нам обоим пробежал трепет при мысли, что Эль Стир великий художник, знаменитость, а затем при мысли, что он не отличает нас от других посетителей и не подозревает, каким восторгом полнимся мы, когда думаем об его таланте. Конечно, то, что он не догадывался о нашем восхищении и о нашем знакомстве со Сваном, было бы для нас менее мучительное не на курорте. Но мы еще находились в той поре, когда энтузиазм не может оставаться безмолвным. Вдобавок мы попали в среду, где инкогнито душит, и вот мы за двумя нашими подписями послали Эль Стиру письмо, в котором признали, что в нескольких шагах от него ужинают два страстных поклонника его таланта, два приятеля его большого друга Свана и просили позволить засвидетельствовать ему свое почтение. Один из официантов взялся передать знаменитому человеку наше послание. Таким знаменитым, как утверждал хозяин заведения и каким он станет всего лишь несколько лет спустя, Эль Стир, пожалуй, тогда еще не был. Но Эль Стир был одним из первых посетителей ресторана, когда это было еще что-то вроде фермой, и он привел сюда за собой целую колонию художников. Впрочем, все они потом перебрались в другие места, как только ферма, где ели на свежем воздухе под навесом, превратилась в фешенебельный ресторан. Эль Стир опять начал ходить в Ривбель только потому, что его жена, с которой он жил неподалеку отсюда, на время уехала. Большой талант, даже если он еще не признан, всегда вызывает восхищение, и хозяина фермы могли в этом убедить вопросы заезжих англичанок, жаждавших знать, какой образ жизни ведет Эль Стир, или письма, которые тот в большом количестве получал из-за границы. Тогда же хозяин заметил еще, что Эль Стир не любит, чтобы его отрывали от работы, что он встает по ночам, идет с молоденькой натурщицей к морю, и та нагая позирует ему при лунном свете. Когда же хозяин узнал на картине Эль Стира деревянный крест, стоявший при въезде в Ревбель, то сказал себе, что художник так много трудится не зря, и что туристы восхищаются им не напрасно. «Наш крест», твердил он в изумлении, «Все четыре части, да, большой труд». И он раздумывал, а вдруг маленький восход солнца над морем, который Эль Стир ему подарил, это целое состояние. Мы видели, как Эль Стир прочитал наше письмо, как положил его в карман, до ужина, попросил подать вещи, затем встал из-за стола, а мы уверены, что оскорбили его нашим обращением к нему, и хотели, и боялись незаметно уйти. Мы ни на секунду не задумались над, казалось бы, самым важным, над тем, что наш восторг перед Эль Стиром, в искренности которого мы никому не позволили бы усомниться, который проявлялся в том, как тяжело мы дышали, ожидая ответа, и который мог бы заставить нас отважиться на любой трудный шаг, на какой угодно подвиг, если это будет нужно великому человеку. Наш восторг не был таким, каким мы его себе представляли, преклонением почитателей. Ведь мы же ничего из работы Эль Стира не видели. Восторженное чувство вызывало нас отвлеченное понятие «великий художник», а не его неведомое нам творчество. То было в сущности преклонение пустопорожнее, рамка из возбужденных нервов, сентиментальная оправа для беспредметного восторга, то есть что-то неразрывно связанное с детством, вроде органов, отмирающих у взрослого. Мы же были еще дети. Между тем Эль Стир подошел к двери, потом вдруг повернулся и направился к нам. Меня охватил блаженный ужас, какой несколько лет спустя уже ничего не могло бы на меня навести, ибо привычка к обществу не допускает даже мысли, что могут явиться столь странные поводы к такого рода волнениям, которым у нас, к тому же с возрастом, ослабевает способность. Эль Стир сел за наш столик, но сколько я не пытался ввернуть в разговор что-нибудь о Сване, он ничего на это не отвечал. Я решил, что он его не знает, а вот в свою бальбекскую мастерскую он меня пригласил, не пригласив Сен-Лу, куда мне, пожалуй, не открыло бы доступа рекомендации Свана, будь Эль Стир в самом деле с ним дружен. Мы склонны преуменьшать важность той роли, какую играют в жизни бескорыстные чувства. И чем я был обязан нескольким сказанным мною словам, из коих Эль Стир сделал вывод, что я люблю искусство. Он был настолько любезнее со мной, чем Сен-Лу, насколько любезность Сен-Лу была выше приветливости мелкого буржуа. По сравнению с любезностью великого художника, любезность человека, принадлежащего к высшей знати, как бы эта любезность ни была обворожительна, кажется лицедейством, подделкой. Сен-Лу старался понравиться. Эль Стир любил радоваться, любил отдавать себя другим. Все, что у него было, мысли, произведения и все прочее, которое он ценил гораздо меньше, он с радостью отдал бы тому, кто его понял. Но за отсутствием подходящего общества он жил уединенно, необщительно, и светские люди считали это позой и невоспитанностью, власти неблагонадежностью, соседи сумасбродством, а его родные эгоизмом и самомнением. И вернее всего, первое время ему даже в одиночестве была отрадна мысль, что через свои картины он на расстоянии обращается к тем, кто не признавал или обидел его, что он возвышает себя в их мнении. Быть может, он жил тогда нелюдимым не от равнодушия, а из любви к людям, и подобно тому, как я отказался от Жильберты, чтобы когда-нибудь вновь предстать перед ней, но уже в более привлекательном виде. Так он смотрел на свое творчество как на возврат к иным людям, с тем, чтобы, не свидевшись с ними самими, они его полюбили, они его оценили, они заговорили о нем. Кто бы от чего не отрекался, больной, монах, художник, герой, он не всегда отрекается окончательно в тот самый день, когда совместно со своей прежней душой на это решается, и до того, как отречение окажет противодействие. Но если даже человек приступил к созданию произведения с мыслью о ком-то, он, создавая, все-таки жил для себя, вдали от общества, и к обществу он охладел, а к одиночеству привык и полюбил его, как все великое, которое сперва пугает нас, так как нам известно, что оно не уживается со всякими мелочами, которыми мы дорожим, и с которыми, в конце концов, нам не жаль бывает расстаться. Пока мы еще не познали это великое, мы заняты одной мыслью, в какой мере оно совместимо с иными усладами. Но услады перестают быть для нас таковыми, едва лишь мы вкусим от одиночества. Эльстер беседовал с нами недолго. Я думал побывать у него в мастерской в ближайшее время, но на другой день мы с бабушкой, дойдя до самого конца набережной по направлению Канап-Вильским скалам, на обратном пути, на углу одной из улочек, выходящих на пляж, встретили девушку, уперевшись головой в грудь, как животные, которые загоняют в хлев, с клюшками для гольфа в руке, она шла впереди некой властной особой, по-видимому, своей англичанки, или хорошей знакомой, напоминавшей портрет Джеффри Хогарта. Особой с таким красным лицом, точно любимым ее напитком, был не чай, а джин. С сидеющими, но густыми усами, которым остатки жевательного табаку пристали в виде черных колечек. Портрет Джеффри Хогарта. Речь идет об одной из картин английского художника Вильяма Хогарта. 1697-1764. Девочка, шедшая впереди, напоминала ту из стайки, у которой из-под черной шапочки смотрели смеющиеся глаза на неподвижном толстощеком лице. На этой девушке тоже была черная шапочка, но девушка показалась мне красивее той. Переносица была у нее прямее, а ноздри шире и толще. Да и потом та предстала передо мной гордой, бледнолицей девушкой. Это усмиренным розовым ребенком. Но она вела такой же велосипед, и перчатки у нее, как и у той, были из оленьей кожи. Отсюда я заключил, что различие зависит, может быть, от того, что я смотрю теперь с другой точки и от обстоятельств. А чтобы в Бальбеке жила другая девушка, у которой все же так много общего с ней и в лице, и в манере одеваться, в это поверить трудно. Она метнула на меня быстрый взгляд. В следующие затем дни, когда я встречал стайку на пляже, да и позднее, когда я познакомился со всеми девушками, образовывавшими ее, у меня не было полной уверенности, что какая-нибудь из них, даже та, которая больше всех на нее похожа, девушка с велосипедом, и есть та, которую я встретил в конце пляжа, на углу, которая почти ничем, а все же чем-то и отличается от принимающей участия в шествии. До этого дня я больше думал о высокой, а затем в голову мне снова запала мысль о девушке с клюшками, то есть, по моим предположениям, о мадемуазель Симоне. Идя вместе со всеми, она делала частые остановки, и ее подругам, видимо, относившимся к ней с большим почтением, тоже приходилось останавливаться. Именно такой, стоящей неподвижно в шапочке, из-под которой блестят ее глаза, я и теперь еще вижу ее, как она вычерчивается на экране, которым служит ей море, отделенное от меня прозрачным голубым пространством, временем, протекшим с тех пор. Вижу первоначальный этот образ, истанчившийся в моей памяти, желанный, манящий, потом забытый, потом вновь найденный, облик, который я впоследствии часто проектировал на прошлое, чтобы иметь возможность сказать о девушке, находившейся у меня в комнате, это она. Но, пожалуй, больше всего мне хотелось познакомиться с девушкой, у которой был гераневый цвет лица и зеленые глаза. Впрочем, с какой бы из них я не мечтал встретиться в тот или иной день, другие могли бы взволновать меня, даже если бы ее не было с ними. Мое желание, устремляясь то к той, то к другой, все-таки продолжало, так же, как мое неясное впечатление при первой встрече, объединять их, образовывать из них обособленный мирок, одушевляемый общностью их жизней, мирок, который они действительно хотели создать. Как утонченному язычнику или правоверному христианину хочется проникнуть к варварам, так хотелось мне, подружившись с какой-нибудь из девушек, проникнуть в омолаживающее общество, где царят здоровье, бездумность, сладострастие, жестокость, безрассудство и радость. Я рассказал бабушке о встрече с Эльстиром, и она порадовалась к тому, как много пищи для ума может дать мне дружбу с ним, но находилась, что до сих пор не собраться к нему это глупо и неучтиво. А я не думал ни о ком, кроме стайки, и, не зная, в котором часу девушки пройдут по набережной, не решался оттуда уйти. Бабушку удивляла и моя элегантность, я вдруг вспомнил о моих костюмах, до сих пор покоившихся на дне чемодан. Теперь я каждый день менял их и даже написал в Париж, чтобы мне прислали галстуков и шляп. Очень украшает жизнь на таком курорте, как Бальбек, лицо хорошенькой девушки, продавщице раковин, пирожных или цветов, если оно яркими красками, нарисованное в нашей памяти, является для нас целью каждого из светлых и праздных дней, которые мы проводим на пляже. Тогда, благодаря этому, наши дни, хотя и не заполненные, летят, как дни трудовые, и стрелковидные, намагниченные, легко поднимаются к тому грядущему мигу, когда, покупая песочные пирожные, розы, аммониты, мы насладимся созерцанием женского лица, его красками, наложенными так чисто, словно это цветок. Но, по крайней мере, с этими продавщицами можно разговаривать, что прежде всего избавляет от необходимости наделять их при помощи воображения еще и другими чертами, кроме тех, какие в них обнаруживает простое зрительное восприятие, и, точно вглядываясь в портрет, воссоздать их жизнь и преувеличивать ее красоту. Самое же главное, благодаря тому, что мы с ними разговариваем, мы узнаем, когда, в котором часу можно с ними встретиться снова. А вот со стайкой девушек все было далеко не так. Распорядок их жизни был мне неведом, и поэтому в те дни, когда я их не видел, я, не имея понятия о причине их отсутствия, старался угадать, нет ли в этом какой-то закономерности, не выходят ли они через день в такую-то погоду, и нет ли дней, когда они не показываются вовсе. Я уже представлял себе, как я, подружившись с ними, буду говорить. Но ведь вас не было в тот день. Ах, да, это же было в субботу, по субботам мы не появляемся, оттого, что... Если бы еще надо было только знать, что в унылую субботу нечего беситься, что можно исходить пляж вдоль и поперек, посидеть у окна кондитерской, делая вид, что ешь и клер, зайти к продавцу редких вещей, дождаться часа купания, концерта, прилива, заката, ночи, и так и не увидеть желанной стайки. Но роковых дней могло быть и несколько. Это могла быть не непременно суббота. Может, статуса тут оказывали влияние атмосферические условия, а может, они тут были ни при чем. Сколько требуется тщательных, но беспокойных наблюдений над нерегулярным, на первый взгляд, движением неведомых этих миров, пока ты, наконец, не убедишься, что это непростое совпадение, что твои предположения были правильны, пока ты не установишь проверенных на горьком опыте точных законов этой астрономии страсти. Вспомнив, что я не видел их в этот день на прошлой неделе, я уверял себя, что они не придут, что поджидать их на пляже нет никакого смысла. И тут-то я их и замечал. Зато в день, как я мог предполагать, основываясь на законах, регулировавших возвращение этих созвездий счастливой, они не приходили. И к первоначальной этой неуверенности, увижу я их сегодня или нет, прибавлялось еще более мучительное, увижу ли я их когда-нибудь. Да ведь и то сказать, почем я, собственно, знал, а вдруг они уезжают в Америку или возвращаются в Париж. Этого было достаточно, чтобы я полюбил их. Можно увлекаться какой-нибудь женщиной. Но чтобы дать волю этой грусти, этому ощущению чего-то непоправимого, той тоске, что предшествует любви, нам необходимо, и, быть может, именно это в большей степени даже чем женщина, является целью, к которой жадно стремится наша страсть. Нам необходима опасность неосуществимости. Так уже начинали заявлять о себе силы, которые действуют неизменно на протяжении всех увлечений, идущих на смену одну другому. Но все-таки чаще в больших городах, где неизвестен свободный день мастерицы, где мы пугаемся, не дождавшись ее у дверей мастерской, и которые, во всяком случае, оказывали свое влияние на меня при каждом новом моем увлечении. Быть может, они неотделимы от любви, быть может, все, что являлось особенностью первой любви, присоединяется к новым увлечениям, благодаря памяти, самовнушению, привычке, и, проходя через всю нашу жизнь, придает нечто общее разным ее обличьям. В надежде встретить их, я пользовался любым предлогом, чтобы пойти на пляж. Увидев их как-то во время завтрака, я потом уже приходил к завтраку поздно, потому что до бесконечности ждал их на набережной. В столовой я не засиживался, но, пока сидел, не отводил вопросительного взгляда от голубизны стекла. Я вставал задолго до десерта, чтобы не пропустить их в случае, если они выйдут на прогулку не в обычное время, и сердился на бабушку за то, что она, совершая неумышленную жестокость, задерживала меня дольше того часа, который представлялся мне наиболее благоприятным. Чтобы расширить свой кругозор, я ставил стул сбоку стола. Если я вдруг замечал какую-нибудь из них, то, поскольку все они были одной особой породой, передо мной словно проступала в движущейся дьявольской галлюцинации часть некоего враждебного мне и все же чаемого мною видения за секунду перед тем существовавшего и прочно там обосновавшегося только в моем мозгу. Любя их всех, я не любил никого из них в отдельности, и тем не менее возможность встречи с ними являлась единственной радостью моей жизни, вселявшей в меня такие крепкие надежды, что мне были не страшны никакие препятствия, надежды, часто сменявшиеся, однако яростью, когда мне так и не удавалось увидеть девушек. В такие минуты они затмевали для меня бабушку. Я бы тотчас загорелся мыслью о путешествии, если бы это было путешествие в тот край, где находились они. На них, и только на них, с наслаждением останавливалась моя мысль, когда мне казалось, что я думаю о другом или вообще ни о чем не думаю. Когда же сам того не подозревая я думал о них, они превращались для меня, уже без всякого участия сознания, в холмистое синее колыхание моря, в профиль шествия около моря. Я надеялся вновь увидеть именно море, предполагая, что мне, быть может, придется поехать в город, где будут жить они. Самая необыкновенная любовь к женщине — это всегда любовь к чему-нибудь другому. Бабушка относилась ко мне теперь от того, что я увлекался гольфом и теннисом и упускал случай посмотреть, как работает и послушать, что говорит один из самых замечательных, насколько ей было известно, художников, с презрением, которое я объяснял себе и известной узостью ее взглядов. Я еще раньше на Елисейских полях начал догадываться, но вполне понял только потом, что когда мы влюблены в женщину, мы лишь проецируем на нее наше душевное состояние, что, следовательно, важны не достоинства женщины, а глубина этого состояния, и что чувства, какие у нас вызывает заурядная девушка, помогают всплывать на поверхность нашего сознания более нам дорогим, более самобытным, более дальним, более важным частицем нашего «я», нежели те, на которые действует удовольствие беседовать с человеком, выдающимся или даже счастье любоваться его творениями. В конце концов, я послушался бабушку, и это было мне тем более досадно, что Эльстир жил далеко от набережной, на одной из самых новых бальбекских улиц. Из-за жары мне пришлось сесть в трамвай, проходивший по пляжной улице, и я старался, чтобы ничто не мешало мне воображать, будто я в древнем царстве кемерийцев, а то, пожалуй, на родине короля Марка, или там, где был когда-то лес Брасилиант. Не смотреть на дешевую роскошь открывавшихся моим глазам зданий, среди которых вилла Эльстира была, пожалуй, самой безобразной в своем богатстве, но он все же снимал ее, потому что это была единственная вилла во всем Бальбеке с такой большой комнатой, где он мог устроить себе мастерскую. На родине короля Марка, то есть в Корнуэльсе, речь идет о персонаже средневековых сказаний о Тристане и Изольте, где был когда-то лес Брасилянт. Этот лес часто упоминается в средневековых рыцарских романах Артурского цикла. Его отождествляют существующим и ныне Пемпонским лесом в Британии, недалеко от города Ренна. Из-за этого же я, проходя по саду, отворачивался от лужайки, меньших размеров, чем у жителей парижских пригородов, от статуэтки влюбленного садовника, от циклянных шаров, куда можно было смотреться, от бордюров из бегоний и от беседки, где вокруг железного стола вытягивались качалки. Но зато после всех этих подступов с печатью городского безобразия мне уже не резала глаз шоколадная резьба на панелях в мастерской. Я был счастлив вполне, потому что при виде окружавших меня этюдов почувствовал, что могу возвыситься до упоительного ощущения красоты многообразных форм, которые я до того дня не отделял от общей картины жизни. И мастерская Эльстира предстала передо мной как бы лабораторией некого нового мироздания, где Эльстир выхватил из хаоса, который является собой все, что мы видим, и на прямоугольных холстах, развешанных и так, и этак, возвел в перл создания морскую волну, в бешенстве разбрызгивающую по песку лиловую свою пену, или юношу в белом парусиновом костюме, облокотившегося на борт корабля. Куртка юноши и вспененная волна приобрели новые достоинства, они продолжали существовать, но лишились того, что являлось их свойством. Волна утратила способность что-либо намочить, а куртка кого-нибудь одевать. Когда я вошел, творец придавал кистью окончательный вид заходящему солнцу. Шторы были спущены на всех окнах, в мастерской было прохладно и, за исключением одного места на стене, где от яркого света возникали слепящие и летучие узоры, темно. Открыто было только одно прямоугольное окошко, обрамленное жимлостью и смотревшее через сад на улицу. От этого воздух почти во всей мастерской был сумрачен, прозрачен и плотен, но зато в изломах, в которые его вделывал свет, влажен и сверкающ, точно глыбы горного хрусталя, одна грань которой уже обтесанная и отшельфованная, там и сям блестит, как зеркало, и переливается. Эльстир по моей просьбе продолжал писать, а я передвигался в полумраке, останавливаясь то перед одной, то перед другой картиной. По большей части тут висели не те картины Эльстира, которые мне особенно хотелось посмотреть, написанные не в первой и не во второй его манере, как говорилось о нем в английском художественном журнале, валявшемся на столе в салоне Гранд-отеле, не в манере мифологической и не в той, в которой чувствуется японское влияние. Обе эти манеры были, как я слышал, превосходно представлены в собрании герцогини германской. Разумеется, в мастерской были главным образом Марины, которые Эльстир писал здесь, в Бальбеке. И все все же мне стало ясно, в чем их очарование. Любая из них являла собой преображение тех предметов, какие писал художник, преображение сродни тому, которое в поэзии именуется метафорой. И еще мне стало ясно, что Бог-Отец, создавая предметы, давал им названия, Эльстир же воссоздавал их, отнимая у них эти названия или давая другие. Название предметов всегда соответствует рассудочным представлениям, которые ничего общего не имеют с нашими верными впечатлениями и заставляют нас устранять из впечатлений все, что к этому понятию не относится. Иной раз у окна в Бальбекском отеле утром, когда Франсуаза раздвигала занавески, закрывавшие свет, или вечером, когда я ждал Сен-Лу, который должен был взять меня с собой, я принимал благодаря игре солнечного света более темную часть моря за далекий берег, или же любовался синим текучим пространством, не зная, что это, полоса моря или небо. Границу между стихиями, которые уничтожало мое восприятие, очень скоро восстанавливал рассудок. Вот так в моей парижской комнате мне иногда слышался спор, почти что ссора, до тех пор, пока я не устанавливал, что это, допустим, стук экипажа. И тогда я устранял пронзительные и нестройные выкрики, которые мой слух действительно различал, и про которые мой рассудок знал, что это не может быть скрипом колес. Но именно те редкие мгновения, когда мы воспринимаем природу такую, какова она есть, поэтически, и запечатлевал Эльстир. Одна из метафор наиболее часто встречавшихся на Маринах, висевших в его мастерской, в том и заключалась, что, сравнивая землю и море, он стирал между ними всякую грань. Это сравнение, молча и упорно повторяемое на одном и том же холсте, придавало картине многоликое и могучее единство, а оно-то и являлось причиной, правда, не всегда осознанной, восторга, с каким относились иные поклонники к живописи Эльстира. К такой, например, метафоре на картине, изображающей гавань в карке Тюи, картине, которую он закончил несколько дней назад и которую я долго рассматривал, Эльстир подготовил восприятие зрителя, пользуясь для изображения города приемами, какими пишется море, а для моря приемами урбанистической живописи. Оттого ли, что дома закрывали часть гавани, док, а может быть даже и море, заливом углублявшееся в сушу, как оно часто углубляется в Бальбекском краю, но только по ту сторону мыса, на котором стоял город, над крышами точно фабричные трубы или колокольни вздымались мачты, придававшие кораблям что-то городское, словно они были возведены на земле, и это впечатление усиливали лодки вдоль мола, до того тесно прижавшиеся одна к другой, что находившиеся на них люди переговаривались, как будто их не разделяла вода, от этого казалось, что рыбачья флотилия не так тесно связана с морем, как, скажем, далекие церкви Крикбека, окруженные со всех сторон водой, самого города не было видно, как бы вырастающие из моря, в солнечной и водяной пыли, словно из алебастра или из пены, опоясанной многоцветной радугой, в них было что-то нереальное, мистическое. На переднем плане, то есть на взморье, художник приучил глаз не различать четкую границу, демаркационную линию между сушей и океаном. Люди, сталкивавшие лодки в море, бежали и по воде, и по влажному песку, в котором корпуса лодок отражались, словно это уже была вода. Волны поднимались неравномерно, а в зависимости от неровности берега, к тому же изрезанной перспективой, и от этого казалось, что корабль в открытом море, наполовину скрытый самыми крайними арсенальными постройками, плывет по городу. О женщинах, собиравших между скал креветок, можно было подумать, потому что их окружала вода, и потому что за круговым заграждением, образуемым скалами, берег, с двух сторон, где он был особенно узок, опускался до уровня моря, будто они в морской пещере, над которой нависают лодки и волны, пещере открытой и каким-то чудом защищенной от раступившихся перед нею зыбьей. При взгляде на картину возникало ощущение гавани, где море входит в сушу, где суша уже морская, где население земноводное, а могущество морской стихии проступает во всем. Недалеко от скал, там, где начинается мол, море было неспокойно, и по усилиям моряков, и по наклонному положению лодок, лежавших под острым углом в безмятежной вертикали пакгауза, церкви, городских домов, куда одни входили и откуда другие выходили на рыбную ловлю. Чувствовала, что моряки с трудом держатся на воде, точно на быстром и норовистом коне, скачки которого, если бы всадники не были так ловки, сбросили бы их на землю. Веселая компания отправлялась на морскую прогулку в лодке, в которой трясло, как в двуколке. Жизнерадостный и осторожный моряк управлял ею, как будто в руках у него были вожжи, орудовал с непокорным парусом. Все сидели неподвижно, чтобы лодка не накренилась и не опрокинулась. И так они летели по осиянным полям в тени, скатываясь с гор. Утро было чудесное, хотя только что пронеслась гроза. И все еще чувствовалось бурление, умиротворяющееся прекрасным равновесием недвижных лодок, которые наслаждались солнцем и свежестью там, где море было до того спокойно, что отражения были чуть ли не более прочны и вещественны, чем суда, на которые свет ложился так, что они словно растворялись в воздухе, и которые перспектива заставляло наваливаться одно на другое. И вот сказать то же самое о море было уже нельзя. Отдельные его части также отличались одна от другой, как отличалась выраставшая из воды церковь от судов, стоявших за городом. Только немного погодя, рассудок сливал в одну стихию то, что здесь грозово чернело, то, что дальше было одного цвета с небом и такое же лакированное, и что там было белым от солнца тумана и пены плотным земным обостренным домами, напоминавшим шоссе или снежное поле, на которое, как на устрашающе ответственную кручу, взбирался корабль без парусов, точно повозка, выкарабкивающаяся из трясины, и о котором мы спустя всего лишь мгновение стоило нам увидеть на высоком и неровном пространстве несокрушимого плоскогорья, колыхающейся лодки, говорим себе, что это все еще единое во всех своих столь разных обличьях море. Есть правильная точка зрения, что прогресса, открытий в искусстве не существует, что прогресс и открытие существуют только в науке, и что, коль скоро каждый художник начинает с изного, то усилия одного не способны ни послужить подспорьем усилием другого, ни сковать их. И все же нельзя не признать, что, поскольку промышленность популяризирует некоторые законы, установленные искусством, то прежнее искусство с течением времени теряет долю своей оригинальности. После дебютов Эльстира мы видели так называемые изумительные фотографии пейзажев и городов. Если мы попытаемся понять, какой смысл вкладывает любитель в это определение, то нам станет ясно, что преимущественно оно применяется к необыкновенному обличию знакомого предмета, обличию непохожему на те, какие мы привыкли видеть, необыкновенному, но в то же время подлинному и оттого вдвойне захватывающему. Захватывающему, потому что оно поражает нас, выводит из круга привычных представлений и одновременно что-то напомнив нам заставляет уйти в себя. Одна из таких великолепных фотографий послужит иллюстрацией закона перспективы, выстроит собор, который мы привыкли видеть посреди города на таком месте, откуда он покажется в тридцать раз выше домов, превратится в бык на берегу реки, хотя на самом деле он от нее далеко. Так вот, именно попытка Эльстира представлять предметы не такими, какими он их знал, а на основании оптических обманчивых представлений, из которых складывается первоначальное наше видение, привели его к применению некоторых законов перспективы, и это было потрясающе, ибо впервые открыло их искусство. Делающая поворот река, залив с обступившими его утесами, казались озерами среди долины или среди гор, замкнутыми со всех сторон. На картине, изображавшей Бальбек жарким летним днем, вдававшаяся в сушу вода, была словно заключена в стены из розового гранита, она не была морем, море начиналось дальше. На то, что все это океан, указывали чайки, в представлении смотревших картины, кружившие над камнями, а на самом деле дышавшие прохладой воды. То же самое полотно выявляло и другие законы, например, лилипутью прелесть белых парусов, казавшихся мотыльками, уснувшими на зеркальной глубизне у подножья громадных утесов, или же контрасты между глубокой тенью и бледным светом. Светотенью, которую опошлила фотография, Эльстер так увлекался, что в былые годы ему нравилось писать самые настоящие миражи. Замок, увенчанный башней, представал на его картине совершенно круглом, с башней над ним и башней под ним, концом вниз, и создавалось такое впечатление то ли потому, что необычайная чистота погожего дня придавала тени, отражавшиеся в воде твердость и блеск камня, то ли потому, что утренние туманы превращали камень в нечто не менее легкое, чем тень, а над морем, за рядом деревьев, начиналось другое море, розовое от заката. Это было небо. Свет, как бы изобретая новые тела, ставил перед корпусом судна, на который он падал, корпус другого, остававшийся в тени, и показывал в виде хрустальной лестницы поверхность утреннего моря, на самом деле гладкую, но изломанную освещением. Протекавшая под городскими мостами река, написанная с определенной точке, являлась глазам расчлененной. Здесь она расстилалась озером, там вытягивалась в струйку, в другом месте ее перерезала лесистая горка, куда горожане ходят вечерами дышать свежим воздухом. Ритм этого перевернутого вверх дном города поддерживался лишь непреклонными вертикалями колоколин, которые не столько поднимались, сколько отвесом своей тяжести держали строй, как в церемониальном марше, и словно приводили в недоумение не столь четко различимое скопление домов внизу, лепившихся один над другим в тумане, вдоль расплющенной и распоротой реки. А ведь первые картины Эльстира появились в те времена, когда пейзаж должно было украшать присутствие человека. На скале или в горах тропа, это наполовину человеческая часть природы, испытывал на себе в такой же мере, как река или океан, действие закона исчезновения перспективы. И если гребень горы, пыль водопада или море мешали нам убедиться, что тропа не прерывается, мешали нам, но не путнику. Мы представляли себе, что маленький, старомодно одетый человечек, затерянный в этой глуши, наверное, часто останавливается на краю пропасти, где обрывалась избранная им тропа, а на 300 метров выше мы утешенным взором и с легким сердцем вновь обнаруживали белизну ее песка, гостеприимного для шагов путешественника, между тем, как промежуточные ее извивы, изгибавшие водопад или залив, скрывали от нас склон горы. Усилия, которые затрачивал Эльстер для того, чтобы перед лицом живой жизни отрешиться от своих умозрительных построений, были тем более поразительны, что он, становившийся, прежде чем начать писать, неучем, все забывавший в силу своей честности, ибо то, что ты знаешь, это не твое, был человеком необычайно образованным. Когда я ему признался, что Бальбекская церковь меня разочаровала, он переспросил, то есть как? Вы разочаровались в этом портале? Да ведь это же лучшее иллюстрированное издание Библии, какое когда-либо читал народ. В Деве и во всех барельефах, рассказывающих о ее жизни, нашла себе самое нежное, самое вдохновенное выражение, длинное поэма поклонения и словословия, какое средневековье сложило в честь Мадонны. Если бы вы знали, с какой добросовестной точностью передан здесь текст Священного Писания, и вместе с тем, какую неожиданную тонкость выказал старый воятель, какая глубина мысли и какая дивная поэзия. Ангелы несут тело Девы на большом покрове, и этот покров такая святыня, которой они не смеют непосредственно прикоснуться. Я сказал Ильстиру, что роспись на этот же сюжет есть в Андрея Первозванном в полях. Он видел снимки его портала, но заметил, что ревностность мужичков, бегущих вокруг Девы, это совсем не то, что степенность двух высоких ангелов, почти итальянских, таких стройных, таких нежных. Андрей Первозванный в полях, описанную Прустом в романе «По направлению к Свану», церковь недалеко от Кумбре, где любил гулять, герой повествования. Ангел, уносящий душу Девы, чтобы воссоединить ее с телом, Елисавета при встрече с Девой, дотрягивающейся до Марии и девящейся, что грудь у нее набухли, поливальная бабка с обвязанной рукой, не желавшая верить в непорочное зачатие, покуда не прикоснется. Дева, бросающая апостолу Фоме пояс в доказательство воскресения. Дева, срывающая со своей груди покров, чтобы прикрыть им наготу сына, по одну сторону которого церковь собирает его кровь, влагу Евхаристии, а по другую синагога, чье царство кончалось, с завязанными глазами держит надломанный скипетр и роняет вместе с свинцом, падающимся ее головы, скрижали Ветхого Завета. А муж, помогающий на страшном суде молодой жене своей выйти из могилы, прикладывающий ее руку к своему сердцу, чтобы успокоить ее и доказать, что оно действительно бьется, разве это не замечательно по замыслу? Разве это не находка? А вспомните ангела, уносящего солнце и луну, которые теперь не нужны, ибо сказано, что свет от креста будет в семь раз ярче, нежели сияние светил. Или ангела, который опускает руку в купель Иисуса, чтобы попробовать тепла ли вода. Или ангела, вылетающего из облаков, чтобы возложить венец на голову Девы, и всех ангелов, которые смотрят с небес, свесившись через ограду небесного Иерусалима и поднимают руки от ужаса и от радости при виде мучений злых и блаженства избранных. Ведь здесь перед вами все круги неба, целая огромная богословская символическая поэма. Это бред, это прозрение, это в тысячу раз выше всего, что вы увидите в Италии. Хотя как раз в Италии этот тимпан был точно скопирован куда менее талантливыми скульпторами. Не было такого времени, когда все были талантливы, это чепуха, тогда бы это было похлеще золотого века. То, чье извояние находится на этом фасаде, поверьте мне, так же силен в своем деле, и такие же у него глубокие мысли, как и у теперешних скульпторов, которыми вы особенно восхищаетесь. Если мы с вами туда сходим, я вам это покажу. Некоторые слова из чины службы на успение переданы до того тонко, что никакому Ридону с этим не сравнится. Ридон Аделон 1840-1916 французский художник, близкий к импрессионистам. И все же мой жадный взгляд, когда перед ним вновь открылся фасад храма, так и не увидел широчайшего божественного откровения, о котором толковал мне Эльстир, огромной богословской поэмы, которая, как я понял, была там начертана. Я заговорил с Эльстиром о стоящих на постаментах изваяниях святых, образующих нечто вроде аллеи. Эта аллея тянется из глубины веков и приводит к Иисусу Христу, сказал Эльстир. С одной стороны, его предки по духу, с другой, цари Иудеи, его предки по плоти. Здесь представлены все века. И если бы вы присмотрелись к тому, что вы приняли за постаменты, вы могли бы назвать по именам тех, что на них взобрались. У ног Моисея вы узнали бы золотого тельца, у ног Авраама Агнца, у ног Иосифа Беса, наущающего жену Пентифрия. Еще я сказал Эльстиру, что надеялся увидеть памятник почти персидского искусства, и что, наверное, потому-то я и разочаровался. Ну и что же, возразил он, в сущности вы не обманулись. Некоторые части совершенно восточные. Одна из Капители с такой точностью воссоздает персидский сюжет, что одной жизнестойкостью восточных традиций этого не объяснишь. По всей вероятности, Ваятель скопировал какой-нибудь ларец, привезенный мореплавателями. И точно. Позднее Эльстир показал мне снимок с Капители, на которой я увидел чуть ли не китайских драконов, пожиравших друг друга. Но в Бальбеке эту скульптурную деталь я не заметил в ансамбле памятника, ибо не обнаружил в нем сходства с тем, что виделась мне в словах «почти персидская церковь». Духовные наслаждения, какие я испытывал в мастерской Эльстира, ничуть не мешали мне чувствовать, хотя все это существовало как бы помимо нас, теплую листировку, мерцающий полумрак комнатой, а за обрамленным жимолостью окошком на совершенно деревенской улице твердую сухость выжженной солнцем земли, задернутой лишь прозрачностью дали и тенью деревьев. Быть может, то неосознанное ощущение счастья, какое вызывало во мне летний день, мощным потоком вливалось в радость любования гаваню Каркетюи. Я думал, что Эльстир скромный человек, но понял свою ошибку, заметив, что в выражении его лица появился оттенок грусти, когда, благодаря его, я не удержался от того, чтобы не сказать о славе. Те, кто считает свои произведения долговечными, Эльстир принадлежал к числу таковых, обыкновенно переносят их в такие времена, когда они сами превратятся в прах. Погружая их в раздумие о небытии, мысль о славе наводит на них грусть от того, что она неотделима от мысли о смерти. Чтобы рассеять облако честолюбивой печали, помимо моего желания омрачившей чело Эльстира, я переменил разговор. Мне советовали, сказал я, вспомнив беседу с Легранденом в Кумбре, о котором мне хотелось знать мнение Эльстира, не ездить в Британь, потому что это вредно для человека и без того склонного к мечтательности. Да нет, возразил он, если человек склонен к мечтательности, не нужно удалять его от мечтаний, не надо нормировать их. До тех пор, пока вы не перестанете отводить свой ум от мечтаний, он так их и не узнает. Вы будете игрушкой множества видимостей, потому что вы не постигли их сущности. В небольшом количестве мечтания опасны, излечивает же от этого недуга не уменьшение мечтаний, а увеличение мечтаний. Мечтания и только мечтания. Надо знать все свои мечты до одной, и тогда не будешь от них страдать. Существует отрыв мечты от действительности, и пользоваться этим полезно. Так что я даже задаю себе вопрос, а нельзя ли прибегать к нему на всякий случай как к предохранительному средству. Ведь утверждают же некоторые хирурги, что во избежание аппендицита всем детям хорошо бы вырезать отросток слепой кишки. Мы с Эльстером прошли вглубь мастерской к окну, в которой был виден сад, а за ним узенький переулок, напоминавший проселочную дорогу. К вечеру стало прохладнее, и мы перешли к окну, чтобы подышать воздухом. Мне казалось, что я далеко от девушек из стайки. Я послушался бабушку и пошел к Эльстиру, пожертвовав надеждой увидеться с ними. Нам ведь неизвестно, где находится то, чего мы ищем. Часто в течение долгого времени мы сознательно не бываем там, куда по другим причинам нас приглашают. Мы не подозреваем, что там-то и встретили бы того, кто занимает наши мысли. Я рассеянно смотрел на проселок, пролегавший совсем близко от мастерской Эльстира, но ему не принадлежавший. Вдруг на дороге появилась шедшая скорым шагом в шапочке, прикрывавшей черные волосы и надвинутая чуть что не на толстые щеки, смотря, как всегда, веселым и довольно упорным взглядом, юная велосипедистка из стайки. И вслед за тем я увидел, что на этой счастливой дорожке, где каждая пылинка чудодейственно полна отрадных обещаний, под сенью деревьев девушка приветствует Эльстира дружеской улыбкой, радугой, соединившей для меня земноводный наш мир с областями, которые я до того считал недоступными. Она даже подошла поближе, не останавливаясь, пожалуй, художнику руку, и я разглядел у нее на подбородке родимое пятнышко. Вы знакомы с этой девушкой? Смекнув, что Эльстер может представить меня ей, позвать ее к себе, спросил я. И эта тихая мастерская, с открывавшимся из нее деревенским видом, преисполнилась для меня еще большей прелести, как для ребенка дом, где он и без того бывает с удовольствием, и где, как это ему стало известно, по доброте, о свойственной прекрасным вещам и благородным людям, чья щедрость беспредельна, для него готовят еще и роскошные угощения. Эльстер сообщил мне, что ее зовут Альбертина Симоне, и назвал фамилии ее подруг, которых я постарался описать как можно точнее, чтобы не вышло недоразумений. Насчет их общественного положения я ошибался, но не так, как ошибался обычно в Бальбеке. Я легко принимал за принцев сыновей лавочников, если они ехали верхом. На сей раз я поместил в разряд людей темного происхождения дочерей разбогатевших мелких буржуа, промышленников и дельцов. Именно эта среда при поверхностном знакомстве с нею интересовала меня меньше всего. В ней не было ни загадочности простонародия, ни загадочности того общества, как общество германтов. И если б не обаяние, которое в моих ослепленных глазах придавало им блистающая пустота жизни на пляже и которое они уже не могли утратить, пожалуй, мне так и не удалось бы переубедить себя в том, что это дочки богатых купцов. Я не мог не подивиться той превосходной мастерской в высшей степени смелой и разнообразной скульптуры, какую являла собой французская буржуазия. Сколько неожиданных типов, какая выдумка в лепке лиц, какая решимость, какая свежесть, какая наивность в чертах. Старые скупые буржуа, от которых произошли эти дианы и нимфы, казались мне величайшими из всех воятелей. Я еще не успела разобраться в этой социальной метаморфозе, обнаружении своих ошибок, изменении представления о человеке своей мгновенностью напоминают химические реакции. А уж из-за азарных лиц тех самых девушек, которых я поначалу принял за любовниц велогонщиков или чемпионов по боксу, выросла мыть, что они могут быть в очень хороших отношениях с семьей нашего знакомого нотариуса. Я не имел понятия, что представляет собой Альбертина Симоне. Она, конечно, не подозревала, что она будет значить для меня. Даже фамилию Симоне, которую я слышал на пляже, если бы меня спросили написать ее, я бы написала через два н. Пришло ли бы мне в голову, какое большое значение придает это семейство тому, что она пишется через одно? На низших ступенях общественной лестницы снобизм особенно крепко держится за малейший пустяк, и хотя, быть может, эти мелочи столь же незначительны, как разграничения в аристократической среде, зато они менее понятны, у каждого свои, и потому сильнее поражают. Возможно, какие-то другие Симоне прогорели, а может быть замешанные кое в чем похуже. Как бы то ни было, эти Симоне, насколько мне известно, всегда сердились, если кто-нибудь писал их фамилию через два н, точно их оболгали. Должно быть, они думали, что только они Симоне с одним и так же этим гордились, как Мон-Маранси, тем, что они первые французские бароны. Я спросил Эльстиры, не в Бальбеке ли живут эти девушки. Он ответил, что некоторые из них да. Вилла одной из них находилась в самом конце пляжа, там, где начинаются канапвильские скалы. Так как эта девушка была близкой подругой Альбертины Симоне, то я окончательно утвердился в мысли, что, когда я шел с бабушкой, я встретил именно Альбертину. Правда, этих улочек, перпендикулярных к пляжу и образующих одинаковые углы, было столько, что я не мог бы точно определить, какой это был перекресток. Хочется, чтобы воспоминание было точно, но в нужный момент зрение подводят. И все же ничего невероятного не было в том, что Альбертина и девушка, шедшая к подруге, это одно и то же лицо. И тем не менее, бесчисленные облики, в которых мне потом представала темноволосая гольфистка, сколько бы они ни разнились, накладываются один на другой, ибо я знаю, что все это ее облики. И если я, держа в руках нить моих воспоминаний, пойду вспять, то мне удастся под покровом единства, как бы на внутреннем переходе, вызвать в воображении все эти облики, не нарушая пределов одного лица. А вот когда мне хочется проделать весь путь к девушке, которую я встретила однажды, идя с бабушкой, мне нужен простор. Мне представляется, что это и есть та самая Альбертина, которая часто, гуляя с подругами, останавливалась, вырисовываясь над морем. Но все эти облики не сливаются с тем, ибо я не в силах по прошествии стольких лет найти между ними связь, которой я не улавливал, когда Альбертина привлекла к себе мое внимание. Как бы ни старалась меня убедить теория вероятности, толстощуковую девушку, которая метнула в меня такой смелый взгляд на углу улицы и пляжа, и которая, как мне тогда показалось, могла бы полюбить меня, я в точном смысле этого понятия увидеть вновь так вновь и не увидел. То, что я далеко не сразу смог себе ответить, какая девушка из стайки мне больше всего нравится, ибо каждая содержала в себе частицу общего обаяния, под власть которого я подпал мгновенно, явилась одной из причин, по которым позднее, даже в пору самой сильной моей любви, второй, любви к Альбертини, я пользовался, так сказать, временной свободой, очень недолго, от любви к ней. Блуждая от одной подруги Альбертины к другой, прежде чем окончательно избрать Альбертину, моя любовь на некоторое время оставляла между собой и образом Альбертины нечто вроде зазора, что давало ей возможность как неналаженному освещению задерживаться на других, а потом уже возвращаться к ней. Связь между болью в моем сердце и воспоминанием об Альбертини представлялась мне ненепременной, пожалуй, я мог бы соотнести ее с образом другой женщины. Вот эти минутные проблески и давали мне возможность рассеивать действительность, не только внешнюю действительность, как во времена моей любви к Жильберте, любви, которую я считал состоянием внутренним, так как я из себя самого извлекал особенности, характерные черты любимого существа, все, что было в ней необходимого для моего счастья, но и действительность внутреннюю, чисто субъективную. Не проходит дня, чтобы какая-нибудь из этих девушек по дороге не заглянул на секундочку ко мне в мастерскую, сказал Эльстир, и я пришел в отчаяние от мысли, что если б я, не откладывая, побывал у него, как мне советовала бабушка, то, вероятно, уже давно познакомился бы с Эльбертиной. Продолжение следует...